Песнь первая. Поэма Руслана и Людмила из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Foreign Girl. Поэма Руслана и Людмила. Поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Песнь первая. Посвящение. Для вас, туши моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, В часы досугов золотых, под шепот старины болтливой, рукой верно я писал. Примите ж вы мой труд игривый, ничьих не требуя похвал, Счастлив уж я надеждой сладкой, что дева с трепетом любви Посмотрит, может быть, украдкой на песни грешные мои. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь надубитом, И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный, там о заре прихлынут волны На брег песчаный и пустой, и тридцать витязей прекрасных Чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, Там в облаках перед народом, через леса, через моря, Колдун несет богатыря, в темнице там царевна тужит, А бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой векой, идет, бредет сама собой, Там царь кощей над златом чахнет, Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, им у моря видел дуб зеленый, Под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту, поведаю теперь я свету. Песня первая Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, И мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Нескоро ели предки наши, Нескоро двигались кругом ковши, Серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, Шипела пена по краям, Их важные чашники носили, И низко кланялись гостям. Слились речи в шум невнятный, Жужжит гостей веселый круг, Но вдруг раздался глаз приятный, И звонких гусли беглый звук. Все смокли, слушают баяна, И славит сладостный певец Людмилу прелесть и Руслана, И лелем свитый им венец. Но страстью пылкой утомленный Не ест, не пьет Руслан влюбленный, На друга милого глядит, Сдыхает, сердится, горит, И щипле ус от нетерпения Считает каждое мгновение. В унынии с пасмурным челом За шумным свадебным столом Сидят три витязя молодые, Безмолвные, за кашом пустым, Забытые кубки круговые И брашно неприятные им. Не слышит вещего баяна, Потупили смещённый взгляд, То три соперника Руслана В душе несчастные Таят любви и ненависти яд. Один — Рогдай, воитель смелый, Мечом раздвинувший пределы Богатых киевских полей. Другой — Фарлав, Крикун надменный, В пирах никем не побеждённый, Но воин скромный средь мечей. Последний, полный страстной думы, Молодой хазарский хан Ратмир, Все трое бледные и угрюмы, И пир весёлый им не в пир. Вот кончен он, Встают рядами, Смешались с шумными толпами, И все глядят на молодых. Невеста очи опустила, Как будто сердцем приуныло, И светил радостный жених. Но тень объемлет всю природу, Уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от мёду, С поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье, Ласкает он в воображении Стыдливой девой красоту. Но с тайным грустным умилением Великий князь благословением Дарует юную чету. И вот невесту молодую Ведут на брачную постель. Огни погасли, И ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, Любви готовятся дары, Падут ревнивые одежды На цареградские ковры. Вы слышите ли влюбленный шепот И поцелуев сладкий звук, И прерывающийся ропот Последней робости? Супруг в восторге чувствует заранее, И вот они настали. Вдруг гром грянул, Свет блеснул в тумане, Лампада гаснет, дым бежит, Кругом всё смерклось, всё дрожит, И замерла душа в Руслане, Всё смогло. В грозной тишине Раздался дважды голос странный, И кто-то в дымной глубине Взвелся чернее мглы и туманной. И снова терем пуст и тих. Встаёт испуганный жених, С лица катится пот остылый, Трепеща хладную рукой, Он вопрошает мрак немой. О, горе! Нет подруги милой! Хватает воздух, он пустой, Людмилы нет, во тьме густой, Похищена безвестной силой. Ах, если мученик любви Страдает страстью безнадёжно, Хоть грустно жить, друзья мои, Однако жить ещё возможно. Но после долгих, долгих лет Обнять влюблённую подругу, Желаний, слёз, тоски предмет, И вдруг минутную супругу Навек утратить, О, друзья! Конечно, лучше б умер я. Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь? Сражённый вдруг молвой ужасной, Назятя гневом распалясь, Его и двор он созывает. Где, где Людмила вопрошает С ужасным пламенным челом? Руслан не слышит. Дети, други, я помню прежние заслуги, О, сжальтесь вы над стариком! Скажите, кто из вас согласен Скакать за дочерью моей? Чей подвиг будет не напрасен? Тому терзайся, плачь, злодей! Не мог сберечь жены своей, Тому я дам её в супруги С полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други? Я, молвил горестный жених, Я, я, воскликнули с рогдаем Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, Мы рады весь изъездить в мир. Отец наш, не продлим разлуки, Не бойся, едем за княжной. И с благодарностью немой В слезах к ним простирает руки Старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе. Руслан уныньем, как убит. Мысль о потерянной невесте Его терзает и мертвит. Садятся на коней ретивых, Вдоль берегов Днепра Счастливых летят в глубящейся пыли, Уже скрываются вдали, Уж садников не видно боли. Но долго все еще глядит Великий князь в пустое поле И думай им во след летит. Руслан томился молчаливо, И смысл, и память потеряв, Через плечо глядя спесиво, И, важно подбочась, фарлав, Надувшись, ехал за Русланом. Он говорит, «На силу я на волю вырвался, друзья, Но скоро ли встречусь с великаном, Уж что-то крови будет течь, Уж что-то жертв любви ревнивой. Повеселись, мой верный меч, Повеселись, мой конь ретивый!» Хазарский хан, в уме своем, Уже Людмилу обнивая, Едва не пляшет над седлом, В нем кровь играет молодая, Огня надежды полон взор, То скачет он во весь опор, То дразнит бегуна лихого, Кружит, подъемлет на дыбы Иль дерзко мчит на холмы снова. Рогдай угрюм, Молчит ни слова, Страшась неведомой судьбы И мучаясь ревностью напрасной, Всех больше беспокоен он, И часто взор его ужасный На князя мрачно устремлен. Соперники одной дорогой Все вместе едут целый день, Днепра стал темен брек от логи, С востока льется ночи тень, Туманы над Днепром глубоким, Пора коням их отдохнуть, Вот под горой путем широким Широкий пересекся путь. «Разъедемся, пора», — сказали, «Безвестны веримся судьбе». И каждый конничью стали По воле путь избрал себе. Что делаешь, Руслан несчастный, Один в пустынной тишине? Людмилу, свадьба день ужасный, Все мнится видел ты во сне. На брови медный шлем надвинув, Из мощных рук узду покинув, Ты шагом едешь меж полей, И медленно в душе твоей Надежда гибнет, гаснет вера. Но вдруг предвидится пещера, В пещере свет, Он прямо к ней идет Под дремлющие своды, Ровесники самой природы. Вошел с унынием, Что же зрит? В пещере старец, Ясный вид, Спокойный взор, Брода седая, Лампада перед ним горит, За древней книгой он сидит, Ее внимательно читая. — Добро пожаловать, мой сын, Сказал с улыбкой он Руслану. Уж двадцать лет я здесь один, Во мраке старой жизни вяну, Но, наконец, дождался дня, Давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою, Садись и выслушай меня. Руслан, лишился ты Людмилы, Твой твердый дух теряет силы, Но зла промчится быстрый миг, На время рок тебя постиг. С надеждой, верою, веселой Иди на все, не унывай. Вперед, мечом и грудью смелый Свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, Твой оскорбитель — Волшебник страшный черномор, Красавец давний похититель, Полночных обладатель гор. Еще ничей в его обитель Не проникал до ныне взор, Но ты, злых козней истребитель, В нее ты вступишь, И злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен боли Судьба твоих грядущих дней, Мой сын в твоей отныне воле. Наш Витязь старцу пал к ногам И в радости лапзает руку, Светлеет мир его очам, И сердце позабыло муку. Вновь ожил он, И вдруг опять На вспыхнувшем лице кручина. Ясна тоски твоей причина, Но грусть нетрудно разогнать, Сказал старик. Тебе ужасная любовь седого колдуна, Спокойся, знай, Она напрасна, И юной деве не страшна. Он звезды сводит с неба склона, Он свистнет, задрожит луна, Но против времени закона Его наука не сильна. Ревнивый, трепетный хранитель, Замков безжалостных дверей, Он только немощный мучитель Прелестной пленницы своей. Вокруг нее он молча бродит, Клянет жестокий жребий свой, Но добрый витязь день проходит, А нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится Пред умирающим огнем. Он ищет позабыться сном, Сдыхает, медленно вертится. Напрасно, витязь, наконец, Не спится что-то, мой отец. Что делать? Болен я душою, И сон не в сон, Как тошно жить. Позволь мне сердце освежить Твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос, Откройся, кто ты, благодатный, Судьбы наперстник непонятный, В пустыню кто тебя занес? Вздохнув с улыбкой Печальный старик в ответ. Любезный сын, Уж я забыл Отчизны дальний угрюмый край, Природный финн, В долинах нам одним известных, Гоняя стадо сел окрестных, В беспечной юности я знал Одни дремучие дубравы, Ручьи пещеры наших скал, До дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине Дано недолго было мне. Тогда, близ нашего селения, Как милый цвет уединения, Жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Однажды утренней порою Свои стада на темный луг Я гнал, волынку надувая. Передо мной шумел поток. Одна, красавица-младая, На берегу плела венок. Меня влекла моя судьба. Ах, Витясь, то была Наина. Я к ней, и пламень роковой За дерзкий взор мне был наградой. И я любовь узнал душой С ее небесной отрадой, С ее мучительной тоской. Умчалась года половина. Я с трепетом открылся ей, Сказал, люблю тебя, Наина. Но робкой горести моей Наина с гордостью внимала, Лишь прелести своей любя И равнодушно отвечала, Пастух, я не люблю тебя. И все мне дико, мрачно стало. Родная куща, тень дубров, Веселые игры пастухов Ничто тоски не утешало. В уныние сердце сохло, вяло, И, наконец, задумал я Оставить финские поля. Морей неверные пучины С дружиной братской переплыть И бранной славой заслужить Внимание гордой Анаины. Я вызвал смелых рыбаков Искать опасности и злата. Впервые тихий край отцов Услышал бранный звук булата И шум немирных челноков. Я вдаль уплыл, надежды полные, С толпой бесстрашных земляков. Мы десять лет снега и волны Багрили кровью врагов. Молва не слась, цари чужбины Страшились дерзости моей. Их горделивые дружины Бежали северных мечей. Мы весело, мы грозно бились, Делили дани и дары, И с побежденными Садились за дружелюбные пиры. Но сердце, полное Анаиной, Под шумом битвы и перов, Томилось тайною кручиной Искала финских берегов. Пора домой, сказал я, други. Повесим праздные кольчуги Под сенью хижины родной, Сказал, и весла зашумели. И страх, оставя за собой, В залив отчизны дорогой, Мы с гордой радостью влетели. Сбылись давнишние мечты, Сбылись опылки и желания, Минута сладкого свидания, И для меня блеснула ты. К ногам красавицы надменной Принес я меч окровавленный, Кораллы, злата и жемчуг, Прид нею страстью упоенной, Безмолвным роем окруженный Ее завистливых подруг, Стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, Примолвя с видом равнодушным. Герой, я не люблю тебя. К чему рассказывать, мой сын, Чего пересказать? Нет силы. Ах, и теперь один, Один душой уснув, В дверях могилы я помню горесть, И порой, как о минувшем мысль родиться, По бороде моей седой Слеза тяжелая катится. Но слушай, в родине моей Между пустынных рыбарей Наука дивная таится, Под кровом вечной тишины, Среди лесов, в глуши далекой, Живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой Все мысли их устремлены. Все слышит голос их ужасный, Что было и что будет вновь, И грозной волей их подвластны И гроб, и самая любовь. И я, любви искатель жадный, Решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь, И в гордом сердце девы Хладной любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, В уединенный мрак лесов, И там, в ученье колдунов, Провел невидимые годы. Настал давно желанный миг, И тайну страшную природы Я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинанием, Венец любви, венец желанием. Теперь, Наина, ты моя, Победа наша, думал я. Но в самом деле победитель Был рок, упорный мой гонитель. В мечтах надежды молодой, В восторге пылкого желания Творю поспешно заклинание, Зову духов, и в тьме лесной Стрела промчалась громовая. Волшебный вихрь поднял вой, Земля вздрогнула под ногой, И вдруг сидит передо мной. Старушка тряхлая, седая, Глазами впалами сверкая, С горбом, стрясучей головой Печальной ветхости картина. Ах, Витязь, то была Наина! Я ужаснулся и молчал. Глазами страшный призрак мерил, В сомнении все еще не верил, И вдруг заплакал, закричал. Возможно ли... Ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса Тебя так страшно изменили? Скажи, давно ли, оставя свет, Расстался я с душой и с милой? Давно ли? Ровно сорок лет, Был девой роковой ответ. Сегодня семьдесят мне било. Что делать, мне пищит она? Толпой годы пролетели. Прошла моя, твоя весна, Мы оба постареть успели. Но, друг, послушай, Не беда неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа, Немножко, может быть, горбата, Не то, что в старину была, Не так жива, не так мила, Зато, прибавила болтуня, Открою тайну, Я колдунья. И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею, Я совершенный был дурак Со всей премудростью моей. Но вот ужасно, Колдовство вполне свершилось По несчастью. Мое седое божество Ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, Могильным голосом рот Бормочет мне любви признание. Вообрази мое страдание! Я трепетал, потупя взор. Она сквозь кашель продолжала Тяжелый страстный разговор. Так, сердце я теперь узнала, Я вижу, верный друг, Оно для нежной страсти рождено. Проснулись чувства, Я сгораю, томлюсь желаниями любви. Приди в объятия мои, О, милый, милый, умираю. И между тем она, Руслан, Мигала тонными глазами, И между тем за мой кафтан Держалась тощими руками, И между тем я обмирал От ужаса зажмурен очи. И вдруг терпеть не стала мочи, Я с криком вырвался, бежал. Она во след, О, недостойный, Ты возмутил мой век спокойный, Невинный девы ясные дни. Добился ты любви наины, И презираешь. Вот мужчины, Изменой дышат все они. Увы, сама себя вини. Он обольстил меня несчастной, Я отдалась любови страстной. Изменник, изверг, О, позор! Не трепещи, Но трепещи, Девичий вор! Так мы расстались. С этих пор Живу в моем уединении С разочарованной душой, И в мире старца Утешение, Природа, Мудрость и покой. Уже зовет меня могила, Но чувства прежние свои Еще старушка не забыла, И пламя поздное любви С досадой в злобу превратила. Душою черной зло любя, Любя колдунья старая, Конечно, Возненавидит и тебя, Но горе на земле не вечно. Наш Витязь с жадностью Внимал рассказы старца, Ясные очи дремоды Легкой не смыкал И тихого полета ночи В глубокой думе не слыхал. Но день блистает лучезарный, Со вздохом Витязь благодарный Объемлет старца колдуна. Душа надеждою полна, Выходит вон. Ногами стиснул Руслан заржавшего коня, В седле отправился, Присвистнул, Отец мой, Не оставь меня, И скачет по пустому лугу. Седой мудрец Младому другу Кричит во след. Счастливый путь, Прости, Люби свою супругу, Советов старца Не забудь. Конец песни первой Из поэмы Руслан и Людмила. Звукозапись сделана Foreign Girl. West Country, Великобритания. Песнь вторая Поэма Руслана и Людмила Из собрания сочинения Александра Сергеевича Пушкина В десяти томах. Том 3. Эта звукозапись сделана Для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста, Посетите веб-сайт LibriVox.org Звукозапись сделана Foreign Girl. Поэма Руслана и Людмила Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений В десяти томах Том 3. Песнь вторая Песнь вторая Соперники в искусстве Если можно Поверьте мне, друзья мои Кому судьбою Непременное Девичье сердце Суждено Тот будет мил На зло вселенной Сердится глупо И грешно Когда Рогдай неукротимый Глухим предчувствием Томимый Оставя спутников своих Пустился в край Уединенный И ехал меж пустынь Лесных В глубокую думу Погруженный Злой дух Тревожил И смущал Его тоскующую душу И Витязь Пасмурный Шептал Убью Преграды Все разрушу Руслан Узнаешь ты меня Теперь-то Девица Поплачет И вдруг Поворотив коня Во весь опор Назад он скачет В то время Доблестный Фарлав Все утро Сладко продремав Укрывшись От лучей полдневных Урчайка Наедине Для подкрепления Сил душевных Обедал В мирной тишине Как вдруг Он видит Кто-то в поле Как буря Мчится на коне И времени Не тратя боли Фарлав Покинув свой обед Копье Кольчугу Шлем Перчатки Вскочил в седло И без оглядки Летит А тот за ним Вослед Остановись Беглец Бесчестный Кричит Фарлав Неизвестный Призренный Дай себя догнать Дай голову С тебя сорвать Фарлав Узнавший Голос Рогдая Со страха Скорчись Обмирал И верной Смерти Ожидая Коня Еще быстрее Гнал Так Голос Скорей Скорей Вдруг Скорей Скорей домой, сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой. И шум малейший подубраве, полет синицы, ропот вод, его бросали в жар и в пот. Меж тем Руслан далеко мчится. В глуши лесов, в глуши полей привычной, думаю, стремится к Людмиле радости своей. И говорит, найду ли друга, где ты, душей моей супруга? Увижу ли я твой светлый взор? Услышу ли нежный разговор? Или суждено, чтоб чародеей ты вечной пленницей была? И скорбной девой устарея в темнице мрачная цвела? Или соперник дерзновенный придет? Нет, нет, мой друг бесценный, еще при мне мой верный меч, еще глава не пала с плеч. Однажды темную порою по камнем берегам крутым наш Витя съехал над рекою. Все утихало. Вдруг за ним стрелы мгновенное жужжание, кольчуги звон и крик и ржание и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся, в поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник, и грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя! Постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу! Теперь ложись средь здешних мест, а там ищи своих невест!» Руслан вспылал. Вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз. «Друзья мои, а наша дева? Оставим витязей на час!» О них опять я вспомню вскоре. А то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморье. Моей причудливой мечты, наперстник иногда нескромный, я рассказал, как ночью темной людмилой нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. Несчастная, когда злодей, рукою мощную своей, тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувства и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна безмолвно, трепетно, бледна, в одно мгновение очутилась. С порога хижины моей так и видел я среди летних дней, когда за курицей трусливой султан курятника спесивый петух мой по двору бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал. Над ними хитрыми кругами цеплят селения старый вор, прияв губительные меры, носился, плавал коршун серый и пал, как молния, на двор. Взвелся, летит, в когтях ужасных, во тьму расселен безопасных, уносит бедную злодей. Напрасно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна. Душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. Где ж милый шепчет? Где супруг? Зовет и помертвела вдруг. Глядит с боязнью вокруг. Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица среди подушек пуховых под гордой сенью балдахина. Завесы, пышная перина в кистях, в узорах дорогих. Повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар. Кругом курильницы золотые, подъемлют ароматный пар. Довольно, благо мне не надо описывать волшебный дом. Уже давно шахерозада меня предупредила в том. Но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Три девы, красоты чудесной, в одежде легкой и прелестной княжне явились, подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла. Княжде воздушными перстами золотую косу заплела. С искусством в наши дни не новым и обвела венцом перловым окружность пледного чела. За нею скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилой стройный стан. Покрылись кудри золотые, и грудь, и плечи молодые, фатой прозрачный, как туман. Покров завистливый лапзает, красы достойные небес. И обувь легкая сжимает, две ножки чудо из чудес. Княжне последняя девица жемчужный пояс подает. Меж тем незримая певица веселой песней ей поет. Увы, ни камни, а жерелья, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд. Потупя неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя на темном сердце дне читали, конечно, знают про себя, что если женщина в печали сквозь слез украдкой как-нибудь на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она к окну решетчато подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной доли. Все мертво. Снежные равнины коврами яркими легли, стоят у грюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путника в снегах, и звонкий рог веселой ловли в пустынных нетрубит горах. Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес скачает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел, прекраснее садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон иль князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллей, пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены. При горке, рощи и долины весны огнем оживлены, с прохладой вьется ветер майский, средь очарованных полей и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам. Под ними блещут истуканы, и мнится живый. Фидий сам, питомец Феба и Паллады, любуясь ими, наконец, свой очарованный резец из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, жемчужной огненной дугой валятся, плещут водопады. И ручейки в тени лесной чуть фьются сонную волной. Приют покоя и прохлады, сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки. Повсюду розживые ветки цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство роскошь ей постыла, ей грустен негий светлый вид. Куда, сама не зная, бродит, волшебный сад кругом обходит свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неуболимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный, кустам она прижала перст. Казалось, умысел ужасный рождался. Страшный путь отверст. Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынии тяжком и в глубоком она подходит. И в слезах на воды шумные взглянула, ударила рыдая в грудь, в волнах решила утонуть. Однако в воду не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила по солнцу бегая с утра устала, слезы осушила, в душе подумала, пора. На травку села, оглянулась, и вдруг над нею сень шатра, шумя, с прохладой развернулась. Обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла, и в тишине и за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она, вдали от милого, в неволе, зачем мне жить на свете боли? О, ты, чья гибельная страсть, меня терзает и лелеет. Мне не страшна злодея власти, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов. Не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер, и пышный роскошь, и прибор, и звуки арфы, все пропало. По-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах, скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица нощи, находит мгла со всех сторон, и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, и вдруг неведомая сила, нежней, чем вешний ветерок, ее на воздух поднимает, несет по воздуху в чертог, и осторожно опускает сквозь фимиам вечерних роз на ложе грусти, ложе слез. Три девы вмиг опять явились, и вкруг нее засуетились, чтоб на ночь пышный снять убор. Но их унылый, смутный взор и принужденное молчание являли в тайне сострадание и немощной судьбам укор. Но поспешим, рукой их нежной раздета сонная княжна, прелестно прелестью небрежной в одной сорочке белоснежной ложится почивать она. Со вздохом девы поклонились, скорее как можно удалились, и тихо притворили дверь. Что ж наша пленница теперь? Дрожит, как лист, дохнуть не смеет, хладеет перси, взор темнеет, мгновенный сон от глаз бежит, не спит, удвоила внимание, недвижно в темноту глядит, все мрачно, мертвое молчание, лишь сердце слышит трепетание, и мнится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о, страх, и в самом деле раздался шум, озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно, гордо выступая, ногими саблями сверкая, а рапа в длинный ряд идет, попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритой, высоким колпаком покрытой, принадлежала борода. Уж он приближился. Тогда княжна с постели соскочила, седого Карлу за колпак рукою быстро ухватила, дрожащей занесла кулак, и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны испуганные бледнее, зажавшие уши поскорее, хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется, встает, упал, в такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку, и вон распутывать несут, оставив у Людмилы шапку. Но что-то добрый витязь наш, вы помните ли нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, рисуй, Орловский, ночь и сечу. При свете трепетном луны сразились витязи жестоко. Сердца их гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат, в куски разбиты. Они схватились на конях, взрывая к небу черный прах, под ними борзые кони бьются. Борцы недвижно сплетены, друг друга стиснув, остаются, как бы к седлу пригвождены. Их члены злобой сведены, переплелись и костенеют, по жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит. И вот колеблются, слабеют, кому-то пасть. Вдруг витязь мой, вскипев железную рукой, седла наездников срывает, подъемлет, держит над собой и в волны с берега бросает. Погиб не грозно восклицает, умри, завистник злобный мой. Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан. То был кровавых битв, искатель, рогда и надежда киевлян, людмилы, мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов искал соперника следов, нашел настиг, но прежняя сила питомцу битвы изменила, и руси древний удалец в пустыне свой нашел конец. И слышно было, что рогдая тех вот русалка молодая на хладной персе приняла, и жадно витязя лапзая на дно со смехом увлекла. И долго после ночи темной, бродя близ тихих берегов, богатыря призрак огромный пугал пустынных рыбаков. Конец песни второй из поэмы Руслан и Людмила. Звукозапись сделана Foreign Girl West Country, Великобритания. Песнь третья поэма Руслана и Людмила из собрания сочинений Александра Сергеевича Пушкина в 10 томах, том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox является общественным достоянием. Для более полной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Foreign Girl. Поэма Руслана и Людмила, поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах, том третий, песня третья. Напрасно вы в тени таились для мирных счастливых друзей стихи мои. Вы не сокрылись от гневных зависти очей. Уж бледный критик ей в услугу вопрос мне сделал роковой. Зачем Русланову подругу, как бы на смех ее супругу, зову и девой, и княжной? Ты видишь, добрый мой читатель, тут злобы черную печать. Скажи, Заил, скажи, предатель, ну как и что мне отвечать? Красней, несчастный, бог с тобою. Красней, я спорить не хочу, довольный тем, что прав душою в смиренной кротости молчу. Но ты поймешь меня, Климена, потупишь томные глаза, ты жертва скучного гемена. Я вижу, тайная слеза падет на стих мой, сердцу внятный. Ты покраснела, взор погас, вздохнула молча, вздох понятный. Ревнивец, бойся, близок час, амур с досадой своей нравной вступили в смелый заговор, и для главы твоей, бесславной, готов уж мстительный убор. Уж утро хладное сияло на темени полнощных гор, но в дивном замке все молчало. В досаде скрытый черномор без шапки в утреннем халате зевал сердито на кровати. Вокруг броды его седой рабы толпались молчаливы, и нежно гребень костяной расчесывал ее извивы. Меж тем, для пользы и красы, на бесконечные усы лислись восточные ароматы, и кудри хитрые велись. Как вдруг, откуда ни возьмись, в окно влетает змеи крылатый. Гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся, и вдруг наиной обернулся предизумленную толпой. «Приветствую тебя», сказала собрат, издавна чтимый мной. «Доселья черномора знала одною громкую молвой, но тайный рок соединяет теперь нас общую враждой. Тебе опасность угрожает, нависла туча над тобой, и голос оскорбленной чести меня к отмщению зовет». Со взором, полным хитрой лести, ей Карло руку подает, вещая, «Дивная Наина, мне драгоценен твой союз, мы посрамим коварством финна, но мрачных козней не боюсь, противник слабый мне не страшен, узнай чудесный жребий мой, сей благодатной бородой недаром черномор украшен, доколь в лосов ее седых враждебный меч не перерубит, никто из витязей лихих, никто из смертных не погубит малейших замыслов моих, моею будет век, Людмила, Руслан же гробу обречен». И мрачно ведьма повторила, «Погибнет он, погибнет он!» Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и черным змием улетела. Блистая в ризе парчевой, колдун, колдуньей ободренный, развеселясь, решился вновь нести к ногам девице пленной, усы, покорность и любовь. Разряжен карлик бородатый, опять идет в ее палаты. Проходит длинный комнат ряд, княжны в них нет, он далее в сад, в лавровый лес, в крешетке сада, вдоль озера, в круг водопада, под мостики, в беседке нет, княжна ушла, пропал и след. Кто выразит его смущение, и рев, и трепет иступление, с досады дня не взвидел он, раздался Карл и дикий стон. Сюда, невольники, бегите, сюда, надеюсь, я на вас. Сейчас, Людмилу, мне сыщите, скорее, слышите ли, сейчас? Не то шутите вы со мною, всех удавлю вас бородою. Читатель, расскажу тебе, куда красавица девалась? Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела. Свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась и с досады тихонько плакать начала. Однако с верного стекла, вздыхая, не сводила взора. Девице пришло на ум в волнении своих нравных дум примерить шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет. А девушке в семнадцать лет какая шапка не пристанет? Рядиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела, на брови прямо на бекрень и задом наперед надела. И что ж, о чудо старых дней, Людмила в зеркале пропала, перевернула, перед ней Людмила прежняя предстала. Назад надела, снова нет, сняла и в зеркале. Прекрасно! Добро, колдун! Добро, мой свет! Теперь мне здесь уж безопасно, теперь избавлюсь от хлопот. И шапку старого злодея княжна от радости краснея надела задом наперед. Но возвратимся же к герое. Не стыдно ли заниматься нам так долго шапкой, бородой, Руслана поруча судьбам? Свершив с рогдаем бой жестокий, проехал он дремучий лес. Пред ним открылся дол широкий при блеске утренних небес. Трепещет Витясь по неволе, он видит старые битвы поле. Вдали все пусто, здесь и там желтеют кости. По холмам разбросаны колчаны, латы. Где сбруя, где заржавый щит, в костях руки здесь меч лежит. Травой оброс там шлем косматый, и старый череп тлеет в нем. Бокодеря там остов целый, с его поверженным конем лежит недвижный, копья стрелы в сырую землю вонзены, и мирный плющ их обвивает. Ничто безмолвной тишины пустыни сей не возмущает, и солнце с ясной машины долину смерти озаряет. Со вздохом, битясь, в круг себя взирает грустными очами. О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты и просло травой забвения? Времен от вечной темноты быть может нет и мне спасения. Быть может на холме немом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Но вскоре вспомнил, витязь мой, что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг. В кустах, среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей и шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гул и степь немая, поднялся в поле треский звон. Он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звон кирог, но лишь меча сыскать не мог. Долину брани объезжаю, он видит множество мечей, но все легкие, да слишком малые. А князь, красавец, был невялый, не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный над усыпленной землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой, померкла степь. Тропою темной задумчив едет наш Руслан и видит, сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе слышит, чудесный холм как будто дышит. Руслан внимает и глядит, бестрепетно, с спокойным духом. Но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и гриво дыбом поднялась. Вдруг холм безоблачной луною в тумане бледно озарясь яснеет, смотрит храбрый князь, и чудо видит пред собою. Найду ли краски или слова? Пред ним живая голова, огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте как тени ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена пустыней сторож безыманной. Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон. Вблизи, осматривая дива, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит нос дрекопием, и сморщись голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелася пыль, с ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливы, чихнуло эхо. Конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам Витязь усидел. И след раздался голос шумный. — Куда ты, Витязь, неразумный? Ступай назад, я не шучу, как раз нахало проглочу. Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. — Чего ты хочешь от меня? нахмурясь голова вскричала. — Вот гостя мне судьба послала, послушай, убирайся прочь, я спать хочу, теперь уж ночь, прощай. Но Витязь знаменитый, услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитый. — Молчи, пустая голова, слыхал я истину бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу. Тогда от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова, как жар кровавые очи засверкали, напениясь губы задрожали, из уст, у шеи поднялся пар, и вдруг она, что было мочей, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь зажмуря очи, склонив голову на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи, неверный продолжает путь. Объятый страхом, ослепленный, он мчится вновь, изнеможенный, далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться Витязь хочет, вновь отражен, надежды нет, а голова ему во след, как сумасшедшая хохочет, гремит. Ай, Витязь, ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром, не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня. И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан досаду в сердце кроя грозит ей молча копием. Трясет его рукой свободной и, задрожав, булат холодный вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева в минуту дерзости лишась на князе голова глядела. Железо грызло и бледнело, в спокойном духе горячась. Так иногда среди нашей сцены плохой питомец мельпомены внезапным свистом оглушен, уж ничего не видит он, бледнеет, ролью забывает, дрожит, поникнув головой, и, заикаясь, умолкает перед насмешливой толпой. Счастливым пользуясь мгновением, к объятой голове смущением, как ястреб богатырь летит, с подъятой грозной удесницей и в щеку тяжкой рукавицей с размаха голову разит. И степь ударом огласилась, кругом расистая трава кровавой пеной обогрелась, и, зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч в богатырский засверкал. Наш Витязь в трепете веселом его схватил, и к голове по окровавленной траве бежит с намерением жестоким, ей нос и уши обрубить. Уже Руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким, вдруг изумленный в нем литон главы молящий жалкий стон, и тихо меч он опускает, в нем гнев свирепый умирает, и мщение бурное падет, в душе молень ему смиренный, так на долине тает лед, лучом полудня пораженный. Ты вразумил меня, герой, со вздохом голова сказала, твоя десница доказала, что я виновен пред тобой, отныне я тебе послушен, но, Витязь, будь великодушен, достоин плача жребий мой, и я был, Витязь, удалой. В кровавых битвах супостата себе я равного не зрел, счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата. Коварный, злобный черномор, ты, ты всех бед моих виною, семейство нашего позор, рожденный Карлой с бородою, мой дивный рост от юных дней не мог он без досады видеть, и стал зато в душе своей меня жестокий ненавидеть. Я был всегда немного прост, хотя высок, а сей несчастный, имея самый глупый рост, умен, как бес, и зол ужасно. При том же, знай, к моей беде в его чудесной бороде таится сила роковая. И все на свете презирая, доколе борода цела, изменник не страшится зла. Вот он однажды с видом дружбы, «Послушай», — хитро мне сказал, «не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами, на тихих моря-берегах, в глухом подвале, под замками, хранится меч. И что же? Страх. Я разобрал во тьме волшебной, что волею судьбы и враждебной сей меч известен будет нам, что нас он обоих погубит, мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколь важно нам приобретение сего создания злых духов. Ну что же, где тут затруднения, сказал я Карли, я готов. Иду хоть за пределы света, и сосну на плечо взвалил, а на другое для совета злодея брата посадил. Пустился в дальнюю дорогу, шагал, шагал, и, слава богу, как бы пророчеству на зло все счастливо сначала шло. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал. Я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела, между нами ссора закипела. И было, признаюсь о чем, вопрос, кому владеть мечом. Я спорил, Карло горячился, бронились долго, наконец уловку выдумал хитрец, притих и будто бы смягчился. Оставим бесполезный спор, сказал мне важно Черномор. Мы тем союз наш обесславим. Рассудок в мире жить велит, судьбе решить мы предоставим, кому сей меч принадлежит. К земле приникнем ухом оба, чего не выдумает злоба. И кто услышит первый звон, тот и владей мечом до гроба, сказал и лег на землю он. Я с дуру так же растянулся, лежу, не слышу ничего, смекая, обману его. Но сам жестоко обманулся, владея в глубокой тишине, пристав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, разнохнулся, как вихрь свистнул острый меч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч. И сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила. Мой остов тернием оброс, вдали в стране людьми забвенный, и слел мой прах непогребенный. Но злобный Карла перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч. О, Витязь, ты храним судьбою, возьми его, и Бог с тобою. Быть может, на своем пути ты Карла-чародея встретишь, ах, если ты его заметишь, коварству злобе отомсти, и, наконец, я счастлив буду, спокойно мир оставлю сей, и в благодарности моей твою пощечину забуду. Конец песни третьей, поэмы Руслан и Людмила Александра Сергеевича Пушкина. Звукозапись сделана Foreign Girl West Country, Великобритания. Песня четвертая Поэма Руслан и Людмила Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой. Поэма Руслан и Людмила Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Песня четвертая Я каждый день, восстав от сна, Благодарю сердечно Бога За то, что в наши времена Волшебников не так уж много. К тому же, честь и слава им, Женить бы наши безопасны, Их замыслы не так ужасны Мужьям, девицам молодым. Но есть волшебники другие, Которых ненавижу я. Улыбка, очи голубые И голос милый. О, друзья, не верьте им, Они лукавы. Страшитесь, подражая мне, Их упоительной отравы И почивайте в тишине. Поэзия чудесный гений, Певец таинственных видений, Любви, мечтаний и чертей, Могил и рая верный житель, И музой ветреной моей На перстник, пестун и хранитель. Прости мне, северный орфей, Что в повести моей забавной Теперь во след тебе лечу И лиру музы своей нравной Во лжи прелестной обличу. Друзья мои, Вы все слыхали, Как бесу в древние дни злодей Предал сперва себя с печали, А там и души дочерей, Как после щедрым подаянием, Молитвой, верой и постом, И непритворным покаянием Снискал заступников святом, Как умер он, И как заснули Его двенадцать дочерей, И нас пленили, ужаснули Картины тайных сих ночей. Сии чудесные виденья, Сей мрачный бес, Сей божий гнев, Живые грешника мученья И прелесть непорочных дев. Мы с ними плакали, Бродили вокруг зубчатых Замка стен, И сердцем тронутым любили Их тихий сон, Их тихий плен. Душой Вадима призывали, И пробужденье зрели их, И часто инокинь святых На гроб отцовский провожали. И что ж, возможно ли, Нам солгали, Но правду возвещу ли я? Молодой Ратмир, Направе к югу Нетерпеливый бег коня, Уж думал, Пред закатом дня, Нагнать Русланову супругу. Но день багряный вечерел, Напрасно витязь пред собою, В туманы дальние смотрел, Все было пусто над рекою. С зари последний луч горел Над ярко позлощенным бором. Наш витязь мимо черных скал Тихонько проезжал И взором ночлега Меж дерев и скал. Он на долину выезжает И видит. Замок на скалах Зубчатые стены возвышает, Чернеют башни на углах, И дева по стене высокой, Как море лебедь одинокий, Идет, зарей освещена. И девы песнь едва слышна, Долины в тишине глубокой. Ложится в поле мрак ночной, От волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, Укройся в терем наш отрадный. Здесь ночью нега и покой, А днем и шум, и пированье. Приди на дружное призвание, Приди, опутник молодой. У нас найдешь красавец рой, Их нежны речи и лапзанье. Приди на тайное призвание, Приди, опутник молодой. Тебе мы с утренней зарей Наполним кубок на прощанье, Приди на мирное призвание, Приди, опутник молодой. Ложится в поле мрак ночной, От волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, Укройся в терем наш отрадный. Она манит, она поет, И юный хан уж под стеною, Его встречают у ворот Девицы красные толпою. При шуме ласковых речей Он окружен, С него не сводят Они пленительных очей. Две девицы коня уводят, В чертоги входит хан молодой, За ним отшельниц милый рой. Одна снимает шлем крылатый, Другая кованые латы. Та меч берет, Та пыльный щит, Одежда неги заменит Железные доспехи брани. Но прежде юношу ведут К великолепной русской бане. Уж волны дымные текут В ее серебряные чаны И брыжут хладные фонтаны. Разослан роскошью ковер, На нем усталый хан ложится. Прозрачный пароль над ним клубится, По тупе неги полный взор, Прелестные, полуногие, В заботе нежный и немой, В круг хана девы молодые Теснятся резвою толпой. Над рыцарем иная машет Ветвями молодых берез, И жар от них душистый пашет. Другая соком вешних роз Усталый члены прохлаждает И в ароматах потопляет Темно-кудрявые лосы. Восторгом видясь упоенный Уже забыл Людмилы пленной Недавно милые красы. Томится сладостным желанием, Бродящий взор его блестит, И полный страстным ожиданием Он тает сердцем, он горит. Но вот выходит он из бани, Одетый в бархатные ткани, В кругу прилистных дев Ратмир садится за богатый пир. Я не Амер. В стихах высоких он может Воспевать один обеды греческих дружин, И звон, и пену чаш глубоких, Милее по следам парни Мне славить лирую небрежной И наготу в ночной тени, И поцелуй любови нежной. Луною замок озарен, Я вижу терем отдаленный, Где, видясь томный, воспаленный, Вкушает одинокий сон. Его чело, его ланиты Мгновенным пламенем горят, Его уста полуоткрыты, Лобзанье тайное манят. Он страстно, медленно вздыхает, Он видит их, и в пылком сне Покровы к сердцу прижимает. Но вот в глубокой тишине Дверь отворилась, Пол ревнивый скрипит Под ножкой торопливой, И при серебряной луне Мелькнула дева. Сны крылаты, сокройтесь, Отлетите прочь, проснись, Твоя настала ночь, Проснися, дорог миг утраты, Она подходит, он лежит, И в сладострастной неге дремлет, Покровь его содра скользит, И жаркий пух чело объемлет. В молчанье дева перед ним Стоит недвижно, бездыханно, Как лицемерная Диана Пред милым пастырем своим. И вот она, на ложе хана, Коленом опершись одним, Вздохнув, лицо к нему склоняет, С томлением, с трепетом живым, И сон счастливца прерывает, Лоб за ним страстным и немым. Но, други, девственная лира Умолкла под моей рукой, Слабеет робкий голос мой, Оставим юного род мира. Не смею песней продолжать, Руслан нас должен занимать, Руслан, сей витязь беспримерный, В душе герой, любовник верный. Упорным боем утомлен, Под богатырской головою Он сладостный вкушает сон, Но вот уж раннюю зарею Сияет тихий небосклон. Все ясно, утро луч игривый, Головы косматый лоб золотит, Руслан встает, И конь ретивый У швитязя стрелой мчит. И дни бегут, Желтеют нивы, С деревьев спадает дряхлый лист, В лесах осенний ветер свист, Певец пернатых заглушает. Тяжелый пасмурный туман Ноги и холмы обвивает, Зима приближилась, Руслан свой путь отважно продолжает На дальний север. С каждым днем Преграды новые встречает, То бьется он с богатырем, То с ведьмою, То с великаном, То луной ночью видит он, Как будто сквозь волшебный сон, Окружены седым туманом, Русалки тихо на ветвях, Качаясь, Витязя молодого С улыбкой хитрой на устах Манят, Не говоря ни слова. Но тайным промыслом храним, Бесстрашный витязь невредим, В его душе желания дремлет, Он их не видит, Им не внемлет, Одна Людмила всюду с ним. Но между тем, Никем не зримо, От нападений колдуна Волшебной шапкой ухранима, Что делает моя княжна, Моя прекрасная Людмила. Она безмолвно и уныло, Одна гуляет по садам, А други мыслит и вздыхает, Иль, волю дав своим мечтам, К родимым киевским полям, В забвенье сердце улетает. Отца и братьев обнимает, Подружек видит молодых И старых мамушек своих, Забытый плен и разлучение. Но вскоре бедная княжна Своё теряет заблуждение И вновь уныла и одна. Рабы влюблённого злодея И день, и ночь сидеть не смея, Меж тем по замку, по садам Прелестной пленницы искали, Метались, громко призывали, Однако всё по пустякам. Людмила ими забавлялась, В волшебных рощах иногда Без шапки вдруг она являлась И кликала «Сюда! Сюда!» И все бросались к ней толпою, Но в сторону, незримо вдруг, Она неслышную стопою От хищных убегала рук. Везде все частно замечали Её минутные следы. То позлощённые плоды На шумных ветвях исчезали, То капли ключевой воды На лук измятые упадали. Тогда, наверное, в замке знали, Что пьёт или кушает княжна. На ветвях кедра или берёзы Скрываясь по ночам, Она минутно выискала сна, Но только проливала слёзы, Звала супруга, И покой томилась Грустью и зевотой, И редко, редко пред зарёй Склонялась к кадре в угловой, Дремала тонкую дремотой. Едва редела ночь мгла, Людмила к водопаду шла Умыться хладную струёю. Сам Карло утренней порою Однажды видел из палат, Как под невидимой рукою Блескал и брызгал водопад. С своей обычной тоскою До новой ночи, Здесь и там, Она бродила по садам. Нередко под вечер слыхали Её приятный голосок, Нередко в рощах поднимали Ильею брошенный венок, Или клочки персидской шали, Или заплаканный платок. Жестокой страстью уязвлённой, Досадой, Злобой омрачённой, Голдун решился, Наконец, Поймать Людмилу непременно. Так лемно-сохромой кузнец, Прияв супружеский венец, Из рук прелестной цитереи, Раскинул сеть её красам, Открыв насмешливым богам Киприды нежные затеи. Скучая, Бедная княжна В прохладе мраморной беседки Сидела тихо близ окна И сквозь колеблемые ветки Смотрела на цветущий лук. Вдруг слышат, Кличут, «Милый друг!» И видят верного Руслана. Его черты, Походка, Стан, Но бледен он, В очах туман, И на бедре живая рана. В ней сердце дрогнуло, «Руслан!» «Руслан!» Он точно! И стрелою К супругу пленец летит, В слезах, Трепеща говорит, «Ты здесь! Ты ранен! Что с тобою?» Уже достигла, Обняла, О, Ужас! Призрак исчезает, Княжна в сетях, С ее чела На землю Шапка упадает. Хладея Слышит грозный крик, «Она моя!» И в тот же миг Зрит колдуна Перед очами. Раздался девы Жалкий стон, Падет без чувств, И дивный сон Объял несчастную Крылами. Что будет С бедной Княжной? О, Страшный вид! Волшебник хилый, Ласкает Дерзостной рукой Младые прелести Людмилы. Уже ли счастлив Будет он? Чу! Вдруг раздался Рога звон, И кто-то Карла вызывает. В смятенье Бледный чародей На деву Шапку надевает. Трубят опять, Звучней, Звучней, И он летит К безвестной встрече, Закинув бороду За плечи. Конец Песни четвертой Из поэмы Руслан и Людмила. Звукозапись Сделана Гузель Багудиновой. Россия, Ульяновск, 2009 год. Песня пятая Поэма Руслан и Людмила Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста, Пустите Веб-сайт LibriVox.org Звукозапись Сделана Гузель Багудиновой Поэма Руслан И Людмила Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Песня пятая Ах, Как мила Моя княжна Мне нрав Ее Всего дороже Она чувствительна Скромна Любви Супружеской Верна Немножко Ветрена Так что же Еще милее Тема она Сейчас На прелесть Ее новой Умеет Нас Она Пленить Скажите Можно ли Сравнить Ее С дельфирую Суровой Одной Судьба Послала Дар Обворожать Сердца И взоры Ее Улыбка Разговоры Во мне Любви Рождают Жар А та Под юбку И гусар Лишь дайте Ей усы До шпоры Блажен Кого Под вечерок Выдянный Уголок Моя Людмила Поджидает И другом Сердце Назовет Конь кипит И снег Копытом Мощным Роет Князь Карлу Ждет Внезапно Он По шлему Крепкому Стальному Рукой Незримый Поражен Удар Удар Упал Подобно Грому Руслан Подъемлет Смутный Взор И видит Прямо Над головою С подъятой Страшной Буловою Летает Карла Черномор Щитом Прикрывшись Он Нагнулся Мечом Потряс И Замахнулся Но Тот Взвелся Под облака На миг Исчез И С высока Шумя Летит На князя Снова Проворный Витязь Отлетел И В снег С размаха Рокового Колдун Упал Да Там И сел Руслан Не говоря Ни слова С коня Долой К нему Спешит Поймал За бороду Хватает Волшебник Силится Кряхтит И Вдруг С Русланом Улетает Ретивый Конь Во след Глядит Уже Колдун Под облаками На бороде Герой Висит Летят Над Мрачными Лесами Летят Над дикими Горами Летят На Бездную Морской От напряжения Костенея Руслан За бороду Злодея Упорно Держится Рукой Меж тем Вора Прицарь ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. «Знай наших!» — молвил он жестоко. «Что, хищник, где твоя краса? Где сила?» И на шлем высокий седые вяжет волоса. Свистя зовет коня лихого, веселый конь летит и ржет. Нашвитесь к Карлу чуть живого, в котомку за седло кладет. А сам, боясь мгновенья траты, спешит наверх горы крутой. Достиг и с радостной душой летит волшебные палаты. Вдали, завидя шлем бродатый, залог победы роковой, пред ним арапов чудный рой. Толпы невольниц боязливых, как призраки со всех сторон, бегут и скрылись. Ходит он один средь храмен горделивых, супругу милую зовет. Лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. В волне нечувств нетерпеливых он отворяет двери в сад. Идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит. Все мертво, рощицы молчат, беседки пусты. На стремнинах, вдоль берегов ручья, в долинах, нигде Людмилы следу нет. И ухо ничего не внемлет. Внезапный князя хлад объемлет. В очах его темнеет свет, в уме возникли мрачные думы. Быть может, горесть, плен угрюмый, минута, волны. В сих мечтах он погружен. С немой тоскою поникнул Витязь головою. Его томит невольный страх, недвижим он, как мертвый камень. Мрачится разум, дикий пламень и яд отчаянной любви. Уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной коснулась трепетным устам. И вдруг неистовый, ужасный, стремится, витязь по садам. Людмила с воплем призывает, с холмов утеса отрывает. Все рушит, все крушит мечом. Беседки, рощи упадают, древа, мосты в волнах ныряют. Степь обнажается кругом. Далеко гулы повторяют. И рев, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет. Прелестный край опустошен. Безумный Витязь жертвы ищет. С размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает. И вдруг нечаянный удар с княжны невидимо избивает прощальный черномор и дар. Волшебство вмиг исчезла сила. В сетях открылась Людмила. Не веря сам своим очам, нежданным счастьем упоенной, наш Витязь падает к ногам подруги верной, незабвенной. Целует руки, сеть рвет, любви, восторга слезы льет. Зовет ее. Но дева дремлет. Сомкнуты очи и уста. И сладострастная мечта молодую грудь ее подъемлет. Руслан с ее не сводит глаз. Его терзает вновь кручина. Но вдруг знакомый слышит глаз. Глаз добродетельного финна. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой. Наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь. Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина. И в светлом Киеве, княжна, перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан, семеглазом оживленный, берет в объятие жену, и тихо, с ношей драгоценной, он оставляет вышину и сходит вдол уединенный. В молчание с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо богатыря лицо спокойное склонило. Волосами, свитами в кольцо пустынный ветерок играет, как часто грудь ее вздыхает, как часто тихое лицо мгновенной розою пылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносит, и с томным шепотом уста супруга имя произносит. В забвении сладком ловит он ее волшебное дыхание, улыбку, слезы, нежный стон и сонных персий волнования. Меж тем, по долам, по горам, и в белый день, и по ночам наш Витя съедет непрестанно. Еще далек предел желанный, а дева спит, но юный князь, бесплодным пламенем томясь, ужель страдалец постоянный, супругу только сторожил, и в целомудренном мечтании, смирив нескромное желание, свое блаженство находил. Монах, который сохранил потомство верное предание, о славном виде зимаем, нас уверяет смело в том. И верю я, без разделения унылы, грубы наслаждения, мы прямо счастливы вдвоем. Пастушки, сон княжны прелестный, не походил на ваши сны. Порой томительной весны на муравея в тени древесной. Я помню маленький лужок среди березовой дубравы, я помню темный вечерок, я помню лиды сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви! Дрожащий, легкий, торопливый, не разогнал, друзья мои, ее дремоты терпеливый. Но полно я болтаю вздор, к чему любви воспоминания, ее утеха и страдания забыты мною с давних пор. Теперь влекут мое внимание княжна, Руслан и Черномор. Пред ними стелется равнина, где еле изредка взошли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина, небес на яркой синеве. Руслан глядит и догадался, что подъезжает к голове. Быстрее борзый конь помчался, уж видно чудо из чудес. Она глядит недвижным оком, волосы ее, как черный лес, поросшие на челе высоком. Ланиты жизни лишены, свинцовой бледностью покрыты. Уста огромные открыты, огромные зубы стеснены. Над полумертвой головою последний день уж тяготел. К ней храбрый Витязь прилетел с Людмилой, с Карлой за спиною. Он крикнул, «Здравствуй, голова! Я здесь! Наказан твой изменник! Гляди, вот он, злодей, наш пленник!» И князя гордые слова ее внезапно оживили. На миг в ней чувства разбудили, очнулась, будто ото сна. Взглянула, страшно застонала. Узнала Витязя она, и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огонь ее родился, и в умирающих глазах последний гнев изобразился. В смятении, в бешенстве немом она зубами скрежетала, и брату хладным языком у корней внятно лепетала. Уже ее в тот самый час кончалось долгое страдание. Чела мгновенный пламень газ, слабело тяжкое дыхание, огромный закатился взор, и вскоре князь и черномор узрели смерти содрогание. Она почила вечным сном, в молчанье видясь удалился. Дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился, и чернокнижным языком усердно демоном молился. На склоне темных берегов какой-то речки безымянной в прохладном сумраке лесов стоял поникший хат и кров, густыми соснами венчанной. В течении медленном река, вблизи плетени страстника, волною сонное омывало, и вкруг него едва журчало при легком шуме ветерка. Долина всех местах таилась, уединенно и темна. И там, казалось, тишина с начала мира воцарилась. Руслан остановил коня. Все было тихо, безмятежно. От рассветающего дня долина с рощей прибрежной сквозь утренний сияло дым. Руслан на лукшину услагает, садится близ нее, вздыхает с уныним, сладким и немым. И вдруг он видит пред собою смиренный парус челнока и слышит песню рыбака над тихоструйную рукою. Раскинув невод по волнам, рыбак на весла наклоненный плывет к лесистым берегам, к порогу хижины смиренной. И видит добрый князь Руслан. Челнок к обрегу приплывает, из темной хаты выбегает молодая дева, стройный стан, волосы небрежно распущены, улыбка, тихий взор очей, и грудь, и плечи обнаженны. Все мило, все пленяет в ней. И вот они, обняв друг друга, садятся у прохладных вод, и час беспечного досуга для них с любовью настает. Но в изумлении молчаливом, кого же в рыбаке счастливом наш юный Витязь узнает? Хазарский хан, избранный славой, Ратмир, в любви, в войне кровавый, его соперник молодой. Ратмир в пустыне безмятежной Людмилу славу позабыл, им навеки изменил в объятиях подруги нежной. Герой приближился, и вмиг отшельник узнает Руслана. Встает, летит, раздался крик, и обнял князь молодого хана. — Что вижу я? — спросил герой. — Зачем ты здесь, зачем оставил тревоги жизни боевой и меч, который ты прославил? — Мой друг, — ответствовал рыбак, — душе наскучил бранной славы пустой и гибельный призрак. Поверь, невинные забавы, любовь и мирные дубравы милее сердцу во сто крат. Теперь, утратив жажду брани, пристал платить безумству дани, и верным счастьем богат я все забыл, товарищ милый, все, даже прелести Людмилы. — Любезный хан, я очень рад, — сказал Руслан, — она со мною. — Возможно ли? Какой судьбою? — Что слышу? Русская княжна? — Она с тобою? Где ж она? Позволь, но нет, боюсь измены. Моя подруга мне мила, моей счастливой перемены она виновницей была. Она мне жизнь, она мне радость, она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир, и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили уста волшебниц молодых, двенадцать дев меня любили. Я для нее покинул их, оставил терем их веселый в тени хранительных дубров, сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу, и врагов. Отшельник, мирный и безвестный, остался в счастливой глуши. С тобой, друг милый, друг прелестный, с тобою, свет моей души. Пастушка милая внимала друзей открытый разговор, и, устремив на хана взор, и улыбалась, и вздыхала. Рыбак и Витязь на брегах до темной ночи просидели, с душой и сердцем на устах. Часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора. Встает луна, все тихо стало. Герою в путь давно пора. Накинув тихо покрывало на деву спящую, Руслан идет и на коня садится. Задумчиво безмолвный хан душой во след ему стремится, Руслану счастья, побед и славы, и любви желает, и думы гордых юных лет невольной грустью оживляет. Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире геройство воспевать одно, И с ним, незнаемые в мире, Любовь и дружбу старых лет, Печальный истинный поэт, Зачем я должен для потомства Порог и злобу обнажать И тайны козни вероломства В прадзивых песнях обличать. Княжный искатель недостойный, Охоту к славе потеряв, Никем незнаемый, фарлав, В пустыне дальней и спокойной Скрывался и наины ждал. И час торжественный настал, К нему волшебница явилась, Вещая, «Знаешь ли меня? Ступай за мной, Седлай коня!» И ведьма кошкой обратилась, А седлан конь, Она пустилась, Тропами мрачными дубрав, За нею следует фарлав. Долина тихая дремала, В ночной одетая туман, Луна во мгле перебегала Из тучи в тучу, И курган мгновенным блеском Озаряла. Под ним в безмолвии Руслан Сидел с обычной тоскою, Предусыпленную княжною. Глубоку думу думал он, Мечты летели за мечтами, И неприметно веял сон Над ним холодными крылами. На деву смутными очами В дремоте томной он взглянул И, утомленную главою, Склонясь к ногам ее, Заснул. И снится вещий сон герою. Он видит, будто бы княжна Над страшной бездной глубиною Стоит недвижно и бледна. И вдруг Людмила исчезает, Стоит один над бездной он, Знакомый глаз, призывный стон Из тихой бездны вылетает. Руслан стремится за женой, Стремглав летит во тьме глубокой, И видит вдруг перед собой Владимир в гриннице высокой. В кругу седых богатырей Между двенадцатью сынами Столпой у названных гостей Сидит за бранными столами. И так же гневен старый князь, Как в день ужасной расставанья, И все сидят, не шевелясь, Не смея прерывать молчание. У тих веселый шум гостей Не ходит чаша круговая, И видит он среди гостей В бою сраженного Рогдая. Убитый, как живой, сидит Из опененного стакана. Он весел пьет и не глядит На изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, Друзей и недругов. И вдруг раздался гусли беглый звук И голос вещего баяна, Певца героев и забав. Вступает в гринницу фарлав, Ведет он за руку Людмилу. Но старец, с места не привстав, Молчит, склонив главу унылу. Князья, бояре, все молчат, Душевные движения кроя. И все исчезло, Смертный хлад объемлет Спящего героя. В дремоту тяжко погружен, Он льет мучительные слезы, В волнении мыслит. Это сон. Томится, но зловещие грезы, Увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, Объятый роща темнотою, Долина в мертвой тишине. Изменник едет на коне. Перед ним открылась поляна, Он видит сумрачный курган, У ног Людмилы спит Руслан И ходит конь кругом кургана. Фарлав с боязнью глядит, В тумане ведьма исчезает, В нем сердце замерло, Дрожит, из хладных рук Узду роняет, Тихонько обнажает меч, Готовясь витязи без боя С размаха надвое рассечь. К нему подъехал. Конь героя, врага почуя, Закипел, заржал и топнул, Знак напрасный. Руслан не внемлет, Сон ужасный, Как груз над ним отяготел. Изменник ведьмой ободренный, Герою в грудь рукой презренной Вонзает трижды хладну сталь. И мчится боязливо вдаль С своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан Лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою Текла из воспаленных ран. Поутру, взор открыв туманный, Пуская тяжкий слабый стон, С усилием приподнялся он, Взглянул по ней головой убранной, И пал недвижный, бездыханный. Конец песни пятой Из поэмы Руслан и Людмила. Звукозапись сделана Гузель Багудиновой. Россия, Ульяновск, 2009 год. Глава шестая Поэма Руслана Людмила Из собрания о сочинении в десяти томах Том третий Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации Для регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Песня шестая Ты мне велишь, о друг мой нежный, На лире легкой и небрежной Старинны были напевать И музе верной посвящать Часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, По ссори с ветреной молвой Твой друг блаженством упоенный Забыл и труд уединенный И звуки лиры дорогой. От гармонической забавы Я негой упоен отвык. Дышу тобой, и гордой славы Не внятен мне призывный клик. Меня покинул тайный гений И вымыслов, и сладких дум. Любовь и жажда наслаждений Одни преследуют мой ум. Но ты велишь, но ты и любила Рассказы прежние мои, Предания славы и любви. Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, черномор, И финна верные печали Твое мечтание занимали. Ты, слушая мой легкий вздор, С улыбкой иногда дремала, Но иногда свой нежный взор Нежнее на певца бросала. Решусь. Влюбленный говорун Касаюсь вновь ленивых струн. Сажусь у ног твоих И снова бренчу про витязя молодого. Но что сказал я? Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле, Уж кровь его не льется боли, Над ним летает жадный вран. Безгласен рок, Недвижны латы, Не шевелится шлем косматый. Вокруг Руслана ходит конь, Поникнув гордой головою. В его глазах исчез огонь, Не машет гривой золотою, Не тешится, Не скачет он И ждет, Когда Руслан воспрянет. Но князя крепок хладный сон, И долго щит его не грянет. А Черномор? Он за седлом, В котомке, Ведьмою забытый, Еще не знает ни о чем. Усталый, Сонный и сердитый, Княжну, Героя моего, Бронил от скуки молчаливо. Не слыша долго ничего, Волшебник выглянул. О, диво! Он видит богатырь убитый, В крови потопленный лежит. Людмилы нет, Все пусто в поле, Злодея от радости дрожит И мнит. Свершилось! Я на воле! Но старый Карл был неправ. Меж тем, Наиной осененный, С Людмилой, Тихо усыпленный, Стремится к Киеву фарлав. Летит надежды, Страха полны, Пред ним уже днепровские волны, В знакомых пажетях шумят. Уж видит золотоверхий град, Уже фарлав по граду мчится, И шум настогно хвастает. В волнении радостном народ Валит за всадником, Теснится, Бегут обрадовать отца, И вот изменнику крыльца. Палача в душе печали бремя, Владимир солнышко в то время В высоком тереме своем Сидел, томясь привычной думой. Бояре, витязи кругом Сидели с важностью угрюмой. Вдруг внемлет он, Перед крыльцом Волнение, крики, Шум чудесный. Дверь отворилась, Перед ним Явился воин неизвестный. Все встали с шепотом глухим И вдруг смутились, Зашумели. Людмила здесь, Фарлав, Уже ли? В лице печальном изменясь Встает со стула старый князь, Спешит тяжелыми шагами К несчастной дочери своей Подходит. Отчими руками Он хочет прикоснуться к ней. Но дева милая не внемлет И очарованная дремлет В руках убийцы. Все глядят на князя В смутном ожидании, И старец беспокойный взгляд Вперел на витязя в молчании. Но хитро перст кустам прижав, Людмила спит, Сказал Фарлав. Я так нашел ее недавно В пустынных муромских лесах У злого лешего в руках. Там совершилось дело славно. Три дня мы билися, Луна над боем Трижды подымалась. Он пал, А юная княжна Мне в руки сонную досталась. И кто прервет Сидивный сон, Когда настанет пробуждение? Не знаю, Скрыт судьбы закон, А нам надежды и терпения Одни остались в утешении. И вскоре Свестью роковой Молва по граду полетела. Народа пестрой толпой Градская площадь закипела, Печальный терем всем открыт. Толпа волнуется, Валит туда, Где на древе соком, На одеяле парчевом, Княжна лежит во сне глубоком. Князья и витязи Кругом стоят унылые, Глазы трубные, Рога, Кимпаны, Гусли, Бубны Гремят над нею. Старый князь Тоской тяжело изнурясь К ногам Людмилы Сединами приник С безмолвными слезами. И бледный близ него Фарлав В немом раскаянии, Досаде, Трепещет, Дерзость потеря. Настала ночь, Никто в ограде Очей бессонных Не смыкал, Шумя теснились Все друг к другу, А чуди всякий Толковал. Молодой супруг Свою супругу Светлиться скромной Забывал. Но только свет луны Двурогой Исчез предутренней зарей. Весь Киев Новой тревогой Смутился. Клики, Шум И вой Возникли всюду. Киевляне Толпятся на стене Городской И видят В утреннем тумане Шатры белеют За рекой. Щиты Как зарево Блистают, В полях Наездники Мелькают, Вдали под земля Черный прах. Идут походные Телеги, Костры пылают На холмах. Беда, Восстали Печенеги, Но в это время Вещи финн Духов Могучий Властелин В своей Пустыне Безмятежной Спокойным Сердцем Ожидал, Чтоб День Судьбины Неизбежной Давно Предвиденный Восстал. Немой Глуши Степей Горючих За дальней Цепью Диких Гор, Жилища Ветров, Бурь Гремучих, Куда И ведьмы Смелый Взор Проникнуть В поздний Час Боится, Долина Чудная Таится, И в той Долине Два Один Течет Волной Живою Пока У нем Весело Журчат Тот Льется Мертвой Водой Кругом Все Тихо Ветры Спят Прохлада Вешняя Не Веет Столетние Сосны Не Шумят Не Вьются Птицы Лань Не Смеет В Жар Летний Пить Из Тайных Вод Чита Духов Сначала Мира Безмолвная На Лоне Мира Дремучий Берег Стережет С двумя Кувшинами Пустыми Предстал Отшельник Перед ними Прервали Духи Давний Сон И Удалились Страха Полный Склонившись Погружает Он Сосуды В Девственные Волны Наполнил В воздухе Пропал И Очутился В два Мгновения В долине Где Руслан Лежал В крови Безгласно И Без движения И Стал Над Рыцарем Старик И Вспрыснул Мертвую Водою И Раны Засияли Вмиг И Труп Чудесной Красотою Процвел Тогда Водой Живою Героя Старец Окропил И Бодрый Полный Новых Сил Трепеща Жизнью Молодою Встает Руслан На Ясный День Очами Жадными Взирает Как Безобразный Сон Как Тень Пред Ним Мельнувшая Мелькает Но Где Людмила Он Один В нем Сердце Вспыхну Замирает Вдруг Видясь Вспрянул Вещи Фин Его Зовет И Обнимает Судьба Свершилась О Мой Сын Тебя Блаженство Ожидает Тебя Зовет Кровавый Пир Твой Грозный Меч Бедою Грянет На Киев Снигет Кроткий Мир И Там Она Тебе Предстанет Возьми Заветное Кольцо Коснись Им Чела Людмилы И Тайных Чар И Счезнут Силы Врагов Смутит Твое Лицо Останет Мир Погибнет Злоба Достойны Счастья Будьте Оба Прости Надолго Витясь Мой Дай Руку Там За дверью Гроба Не Прежде Свидимся С тобой Сказал И Счезну Вой И храбрый сон богатырей С дружиной верную князей Готовится к кровавой битве, И день настал. Толпы врагов с зарей Двинулись с холмов, Неукротимые дружины, Волнуясь, хлынули с равнины И потекли к стене городской. В ограде трубы загремели, Бойцы замкнулись, Полетели навстречу ратью удалой, Сошлись и заварил с собой. Почуя смерть, взыграли кони, Пошли стучать мечи о броне, Со свистом туча стрел взвелась, Равнина кровью залилась. Тремглав наездники помчались, Дружины конные смешались. Сомкнутой дружиной стеной Там рубится со строем строй. Со всадником там пеший бьется, Там конь испуганный несется, Там клики битвы, там побег, Там русский пал, там печенек. Тот опрокинут булавою, Тот легкой поражен стрелою, Другой, придавленный щитом, Растоптан бешеным конем. И длил с собой до темной ночи Ни враг, ни наш не одолел. За грудами кровавых тел Бойцы сомкнули томные очи, И крепок был их бранный сон. Лишь изредка на поле битвы Был слышен падших скорбный стон И русских витязей молитвы. Бледнела утренняя тень, Волна сребрилась в поток, Сомнительный рождался день На отуманенном востоке. И снили холмы и леса, И просыпались небеса. Еще в бездейственном покое Дремало поле боевое. Вдруг сон прервался. Вражий стан с тревогой Шумною воспрянул. Внезапный крик сражений грянул, Мутилось сердце киевлян. Бегут нестройными толпами И видят, в поле меж врагами, Блистая в латах, как в огне, Чудесный воин на коне Грозой несется, колет, рубит, В ревущий рог летает, рубит. То был Руслан, как божий гром, Наш Витязь спал на басурмана. Он рыщет с Карлой за седлом Среди испуганного стана, Где не просвищет грозный меч, Где конь сердит и не промчится. Везде главы слетают с плеч И с боплем строй на строй валится. В одно мгновение бранный лук Покрыт холмами тел кровавых, Живых, раздавленных, безглавых, Громадой копий стрел кольчу. На трубный звук, на голос боя Дружины конные слаган Помчались по следам героя, Сразились. Гибни, басурман! Объемлет ужас печенегов. Питомцы бурные набегов Зовут рассеянных коней. Противицы не смеют боли И с диким воплем в пыльном поле Бегут от киевских мечей, Обречены на жертву аду. Их сонмый русский меч казнит, Влекует Киев, Но по граду могучий богатырь летит. В деснице держит меч победный, Копье сияет, как звезда. Струится кровь с кольчуги медной, На шлеме вьется борода. Летит надежда окрыленный, Постогным шумным в княжий дом. Народ, с восторгом упоенный, Толпится с кликами кругом, И князя радость оживила. Безмолвный терем входит он, Где дремлет чудным сном Людмила. Владимир в думу погружен, У ног ее стоял унылый. Он был один. Его друзей война влекла Поля кровавы, Но с ним фарлав, Чуждаясь славы, Вдали от вражеских мечей, В душе презрев тревоги стана, Стоял на стражу дверей. Едва злодею знал Руслан, В нем кровь остыла, Взор погас, В устах открытых замер глаз, И пал без чувств он на колено. В достойной казни ждет измена. Но, помня тайный дар кольца, Руслан летит к Людмиле спящей, Ее спокойного лица Касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна, вздохнув, Открыла светлые очи. Казалось, будто бы она Дивилась о столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон Ее томил мечтой неясной. И вдруг узнала. Это он! И князь в объятиях прекрасный. Наскреснув пламенной душой, Руслан не видит, не внимает. И старец в радости немой, Рыдая, милых обнимая. Чем кончил длинный мой рассказ? Ты угадаешь, друг мой милый. Неправый старца гнев показ, Орлаф пред ним и пред Людмилой. У ног Руслана объявил свой стыд И мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил. Лишенный силы чародейства, Был принят Карлова дворец. И, бедствий празднуя конец, Владимир в гриднице высокой Запировал в семье своей Дела давно минувших дней, Предания старины глубокой. Эпилог Поэма Руслана Людмила Из собрания сочинений в десяти томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера, Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Эпилог Так, мирожитель равнодушный, На лоне праздной тишины, Я славил лирую послушной Бредание темной старины. Я пел И забывал обиды Слепого счастья и врагов, Измены ветреной Дориды И сплетни шумной глупцов. На крыльях вымысленно симы Ум улетал за край земной, И между тем грозы незримой, Избиралась туча надо мной. Я погибал. Святой хранитель Первоначальных бурных дней, О, дружба, Нежный утешитель Болезненной души моей! Ты умолила непогоду, Ты сердцу возвратила миру. Ты сохранила мне свободу, Кипящий младости кумир, Забытый светом и маловою, Далече от брегов Невы. Теперь я вижу пред собою Кавказа гордые главы, Над их вершинами крутыми, На скате каменных стремнин, Питаюсь чувствами немыми, И чудной прелестью картин, Природы дикой и угрюмой. Душа, как прежде, Каждый час полна томительной думой, Но огонь поэзии погас. Ищу напрасно впечатление, Она прошла пора стихов, Пора любви, Веселых снов, Пора сердечных вдохновений. Восторга в краткий день протек, И скрылась от меня навек Богиня тихих песнопений. Конец поэмы Руслана Людмила Глава восьмая Поэма «Кавказский пленник» Из собрания сочинений в десяти домах Том третий Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Звукозапись сделана Ильей Поэма «Кавказский пленник» Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в десяти домах Том третий Посвящение Прими с улыбкою, мой друг, свободной музы приношения. Тебе я посвятил изгнанной лиры пение И вдохновенный свой досуг. Когда я погибал, безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, Когда кинжал измены хладный, когда любви тяжелый сон, меня терзали и мертвили, Я близ тебя ищу спокойство находил, Я сердцем отдыхал, друг друга мы любили, И бури надо мной свирепость утомили, Я в мирной пристани богов благословил. Во дни печальные разлуки Мои задумчивые звуки Напоминали мне Кавказ, Где пасмурный Бешту, пустынник величавый, А улов и полей властитель пятиглавый Был новый для меня Парнас. Забуду ли его кремнистые вершины, Гремучие ключи, увядшие равнины, Пустыни знойные, Края, где ты со мной Делил души младые впечатления, Где рыскает в горах воинственный разбой, И дикий гений вдохновения Таится в тишине глухой. Ты здесь найдешь воспоминания, Быть может, милых сердцу дней, Противоречия страстей, Мечты знакомые, Знакомые страдания, И тайный глаз души моей. Мы в жизни розно шли, В объятиях покоя, Едва-едва расцвел И вслед отца героя, В поля кровавые, Под тучи вражьих стрел, Младенец избранный, Ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умилением, Как жертву милую, Как верный свет надежд. Я рано скорбь узнал, Постигнут был гонением, Я жертва клеветы И мстительных невежд. Но сердце, укрепив Свободой и терпением, Я ждал беспечно лучших дней, И счастье моих друзей Мне было сладким утешением. Часть первая В ауле на своих порогах Черкесы праздные сидят, Сыны Кавказа говорят Об ранных гибельных тревогах, О красоте своих коней, О наслаждениях дикой неги, Воспоминают прежних дней Неотразимые набеги, Обманы хитрых узденей, Удары шашек их жестоких И меткость неизбежных стрел, И пепел разоренных сел, И ласки пленниц чернооких. Текут беседы в тишине, Луна плывет в ночном тумане, И вдруг пред ними на коне Черкес. Он быстро на аркане Младого пленника влачил. «Вот русский!» Хищник возопил. Аул на крике его сбежался, Ожесточенный у толпой, Но пленник хладный и немой, С обезображенной главой, Как труп, Недвижим оставался. Лица врагов не видит он, Угроз и криков он не слышит, Над ним летает смертный сон, И холодом тлетворным дышит. И долго пленник молодой Лежал в забвении тяжелом, Уж полдень над его главой Пылал в сиянии веселом, И жизни дух проснулся в нем, Невнятный стон в устах раздался, Согретый солнечным лучом Несчастный тихо приподнялся. Кругом обводит слабый взор И видит, неприступных гор Над ним воздвигнулась громада, Гнездо разбойничьих племен Черкесской вольности ограда. Воспомнил юноша свой плен, Как сна ужасного тревоги, И слышит, загремели вдруг Его закованные ноги. «Все, все», — сказал ужасный звук, «Затмилась перед ним природа, Прости, священная свобода, Он раб». За саклями лежит он у колючего забора, Черкесы в поле, нет надзора, В пустом ауле все молчит. Пред ним пустынные равнины Лежат зеленой пеленой, Там холмов тянутся грядой Однообразные вершины, Меж них уединенный путь Вдали теряется угрюмый, И пленника младого грудь Тяжелой взволновалась думой. В Россию дальний путь ведет, В страну, где пламенную младость Он гордо начал без забот, Где первую познал он радость, Где много милого любил, Где обнял грозное страдание, Где бурной жизнью погубил Надежду, радость и желание, И лучших дней воспоминания Увядшим сердце заключил. Людей и свет изведал он, И знал неверной жизни цену, В сердцах друзей нашед измену, В мечтах любви безумный сон. Наскуча жертвой быть привычной, Давно презренной суеты, И неприязни двуязычной, И простодушной клеветы. Отступник света, Друг природы, Покинул он родной предел, И в край далекий полетел, С веселым призраком свободы. Свобода! Он одной тебя Еще искал в пустынном мире, Страстями чувства истребя, Охолодев к мечтам и к лире, С волнением песни он внимал, Одушевленная тобою, И с верой, Пламенной мольбою, Твой гордый идол обнимал. Свершилось! Целью упования Не зрит он в мире ничего, И вы последнее мечтание, И вы закрылись от него. Он раб, Склонясь к головой на камень, Он ждет, Чтоб сумрачной зарей Погас печальной жизни пламень, И жаждет сени гробовой. Уж меркнет солнце за горами, Вдали раздался шумный гул, С полей народ идет в аул, Сверкая светлыми косами. Пришли, В домах зажглись огни, И постепенно шум нестройный Умолкнул. Все в ночной тени, Объято негой успокоенной, Вдали сверкает горный ключ, Сбегая с каменной стремнины, Оделись пеленою туч, Кавказа спящие вершины, Но кто в сиянии луны Среди глубокой тишины Идет, укратко и уступая? Очнулся русский. Перед ним, С приветом нежным и немым, Стоит черкешинка молодая. На деву молча смотрит он И мыслит. Это лживый сон, Усталых чувств игра пустая. Луною чуть озарена, С улыбкой жалости отрадной, Колено преклонив, Она к его устам кумыс прохладный, Подносит тихой рукой. Но он забыл сосуд целебный, Он ловит жадную душой, Приятные речи звук волшебный, И взоры девы молодой. Он чуждых слов не понимает, Но взор умильный, Жар ланит, Но голос нежный говорит, «Живи!» И пленник оживает. И он, Собрав остаток сил, Веленью милому покорный, Привстал, И чаши благотворной Там лень из жажды утолил. Потом на камень вновь склонился, Отягощенный угловой, Но все к черкешенке молодой, Угасший взор его стремился, И долго, Долго перед ним Она задумчиво сидела, Как бы участием немым Утешить пленника хотела. Уста невольно каждый час С начатой речью открывались, Она вздыхала, И не раз Слезами очи наполнялись. За днями дни прошли, Как тени, В горах, Окованные у стада, Проводит пленник каждый день, В пещеры влажная прохлада, Его скрывает в летний зной, Когда же рок луны сребристой Блеснет за мрачной горой, Черкешенка тропой тенистой Приносит пленнику вино, Кумыс, И ульев сот душистый, И белоснежное пшено. С ним тайный ужин разделяет, На нем покоит нежный взор, С неясной речью сливает, О чьей и знаков разговор. Поет ему и песни гор, И песни Грузии счастливой, И памяти нетерпеливой, Передает язык чужой. Впервые девственной душой Она любила, Знала счастье, Но русский, Жизни молодой, Давно утратил сладострастие. Не мог он сердцем отвечать, Любви младенческой, Открытой, Быть может, Сон любви забытый, Боялся он воспоминать. Не вдруг увянет наша младость, Не вдруг восторги бросят нас, И неожиданную радость Еще обнимем мы не раз. Но вы, Живые впечатления, Первоначальная любовь, Небесный пламень упоения, Не прилетаете вы вновь. Казалось, Пленник безнадежный, К унылой жизни привыкал, Тоску неволи, Жар мятежный, В душе глубоко он скрывал. Влачась о межугрюмых скал, В час ранней утренней прохлады, Вперял он любопытный взор На отдаленные громады, Седых румяных синих гор, Великолепные картины, Престолы вечные снегов, Очам казались их вершины, Недвижной цепью облаков. И в их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, Величавый, Белел на небе голубом. Когда с глухим, Сливаясь гулом, Предтеча бури, Гром гремел, Как часто пленник над аулом, Недвижим на горе сидел. У ног его дымились тучи, В степи взвивался прах летучий. Уже приюта между скал, Олень испуганный искал. Орлы с утесов подымались, И в небесах перекликались. Шум табунов, Мычанье стад, Уж глазом бури заглушались. И вдруг, Надолы дождь и град, И стучь сквозь молнии, Извергались. Волнами роя крутизны, Сдвигая камни вековые, Текли потоки дождевые. А пленник, С горной вышины, Один, За тучей громовою, Возврата солнечного ждал, Недосягаемой грозою, И буре немощному вою, С какой-то радостью внимал. Но европейца все внимание Народ сей чудный привлекал. Межгорцев пленник наблюдал Их веру, Нравы, Воспитание, Любил их жизни простоту, Гостеприимство, Жажду брани, Движений вольных быстроту, И легкость ног, И силу тлани. Смотрел по целым он часам, Как иногда черкес проворный, Широкой степью по горам, В косматой шапке, В бурке черной, К луге склоняясь на стремена, Ногой устроенной опираясь, Летал по воле скакуна, К войне заранее приучаясь. Он любовался красотой, Одежды бранной и простой, Черкес оружием обвешан, Он им гордится, Им утешен, На нем броня, Пищаль, Колчан, Кубанский лук, Кинжал, Аркан, И шашка вечная подруга, Его трудов, Его досуга. Ничто его не тяготит, Ничто не брякнет, Пеший, Конный, Все тот же он, Все тот же вид, Непобедимый, Непреклонный, Гроза беспечных казаков, Его богатство, Конь ретивый, Питомец горских табунов, Товарищ верный, Терпеливый. В пещере или в траве глухой, Коварный хищник с ним таится, И вдруг, Внезапною стрелой, Завидя путника, Стремится. В одно мгновенье верный бой Решит удар его могучий, И странника в ущелье гор Уже влечет аркан летучий. Стремится конь во весь опор, Исполнен огненной отваги. Все путь ему, Болото, Бор, Кусты, Утесы И овраги. Кровавый след за ним бежит, В пустыне топот раздается, Седой поток пред ним шумит, Он вглубь кипящую несется. И путник, Брошенный ко дну, Глотает мутную волну, Изнемогая, Смерти просит, Изрит ее перед собой, Но мощный конь его стрелой На берег пенистый выносит. Иль ухватив рогатый пень В реку, Незверженной грозою, Когда на холмах пеленою Лежит безлунной ночи тень, Черкес на корни вековые, На ветве вешает кругом Свои доспехи боевые, Щит, Бурку, Панцирь И шелом, Колчан и лук, И в быстрые волны За ним бросается потом, Неутомимый и безмолвный. Глухая ночь, Река ревет, Могучий ток его несет, Вдоль берегов уединенных, Где на гурганах возвышенных, Склонясь на копья казаки, Глядят на темный бег реки, И мимо их во мгле чернее Плывет оружие злодея. О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежние битвы? На смертном поле свой бивак, Полков хвалебные молитвы? И родину? Коварный сон, Простите, Вольные станицы, И дом отцов, И тихий дон, Война, И красные девицы. К бригам причалил тайный враг, Стрела выходит из колчана, Взвелась, И падает казак С окровавленного кургана. Когда же с мирною семьей Черкес в отеческом жилище Сидит ненастною порой И тлеют угли в пепелище, И спрянув сверного коня В горах пустынных запоздалый, К нему войдет пришлец усталый И робко сядет у огня, Тогда хозяин благосклонный С приветом ласково встает, И гостью в чашу благовонной Чехирь отрадный подает. Под влажной буркой В сакле дымной Вкушает путник мирный сон, И утром оставляет он Ночлега кров гостеприимный. Бывало, в светлый байран Сберутся юноши толпою, Игра сменяется игрою, То, полный разобрав колчан, Они крылатыми стрелами Пронзают в облаках орлов, То с высоты крутых холмов Нетерпеливыми рядами При данном знаке вдруг падут, Как лани землю поражают, Равнину пылью покрывают, И с дружным топотом бегут. Но скучен мир однообразный Сердцам рожденным для войны, И часто игры воли праздны, Игрой жестокой смущены. Нередко шашки грозно блещут В безумной резвости перов, И в прах летят главы рабов, И в радости младенцы плещут. Но русский равнодушно зрел Сей кровавые забавы, Любил он прежде игры славы, И жаждой гибели горел. Невольник чести беспощадный, Вблизи видал он свой конец, На поединках твердый, Хладный, встречая гибельный свинец. Быть может, в думу погруженный Он время то воспоминал, Когда друзьями окруженный Он с ними шум напировал. Жалел ли он о днях минувших, О днях надежду обманувших, И любопытный созерцал Суровой простоты забавы И дикого народа нравы, В всем верном зеркале читал. Таил в молчании он глубоком Движение сердца своего, И на челе его высоком Не изменялось ничего. Беспечной смелости его Черкесы грозные дивились, Щадили век его молодой, И шепотом между собой Своей добычей угордились. Глава 9 Поэма «Кавказский пленник» Из собрания сочинений В десяти томах. Том 3 Эта звукозапись сделана Для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера, Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Звукозапись сделана Ильей. Поэма «Кавказский пленник» Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в десяти томах. Том 3 Глава 9 Ты их узнала, дева гор, В восторге сердца, жизни сладость, Твой огненный невинный взор Высказывал любовь и радость. Когда твой друг во тьме ночной Тебя лобзал немым лобзанием, Сгорая негой и желанием, Ты забывала мир земной. Ты говорила, пленник милый, Развесели свой взор унылый, Склонись главой ко мне на грудь, Свободу, родину забудь, Скрываться рада я в пустыне, С тобою, царь души моей. Люби меня, никто до ныне Не целовал моих очей. К моей постели одинокой, Черкес молодой и черноокой, Не крался в тишине ночной, Слыву я девою жестокой, Неумолимой красотой. Я знаю, жребий мне готовый, Меня отец и брат суровый Немилому продать хотят, В чужой аул ценою злата. Но умолю отца и брата, Не то найду кинжал Ильят. Непостижимой чудной силой К тебе я вся привлечена, Люблю тебя, невольник милый, Душа тобой упоена. Но он с безмолвным сожалением На деву страстную взирал И полный тяжким размышлением Словам любви ее внимал. Он забывался, В нем теснились Воспоминания прошлых дней, И даже слезы из очей Однажды градом покатились. Лежала в сердце, как свинец, Тоска любви без упования. Пред юной девой, наконец, Он излиял свои страдания. Забудь меня. Твоей любви, Твоих восторгов я не стою. Бесценных дней не трать со мною. Другого юношу зови. Его любовь тебе заменит В моей души печальный хлад. Он будет верен, он оценит Твою красу, твой милый взгляд И жар младенческих лапзаний, И нежность пламенных речей. Без упоения, без желаний Я вяну жертвую страстей. Ты видишь след любви несчастной, Душевной бури след ужасной. Оставь меня, но пожалей Оскорбной участи моей. Несчастный друг, зачем мне прежде Явилась ты моим очам? В те дни, как верил я надежде И упоительным мечтам. Но поздно, умер я для счастья, Надежды призрак улетел. Твой друг отвык от сладострастия, Для нежных чувств окаменел. Как тяжко мертвыми устами Снидая слезы в тишине. Тогда рассеянный, унылый, Перед собою, как во сне, Я вижу образ вечно милый. Его зову, к нему стремлюсь, Молчу, не вижу, не внимаю. Тебе в забвенье предаюсь И тайный призрак обнимаю. А в нем в пустыне слезы лью, Повсюду он со мною бродит И мрачную тоску наводит На душу сирую мою. Оставь же в ней мои железы, Уединенные мечты, Воспоминания, грусть и слезы. Их разделить не можешь ты. Ты сердце слышала признание, Прости, дай руку на прощание. Недолго женскую любовь Печалит хладная разлука. Пройдет любовь, настанет скука, Красавица полюбит вновь. Раскрыв уста, без слез рыдая, Сидела дева молодая. Туманный, неподвижный взор Безмолвный выражал укор. Бледна, как тень, она дрожала. В руках любовника лежала Ее холодная рука. И, наконец, любви тоска В печальной речи излилась. Ах, русский, русский, Для чего, не зная сердца твоего, Тебе навек я предалася. Недолго на груди твоей В забвении дева отдыхала. Немного радостных ночей Судьба на долю ей послала. Придут ли вновь когда-нибудь, Ужель навек погибла радость? Ты мог бы, пленник, обмануть Мою неопытную младость, Хотя б из жалости одной, Молчаньем, лаской и притворной. Я услаждала б жребий твой, Заботой нежной и покорной. Я стерегла б минуты сна, Покой тоскующего друга. Ты не хотел, но кто ж она, Твоя прекрасная подруга? Ты любишь русский, ты любим? Понятны мне твои страдания. Простишь и ты мои рыдания, Не смейся горе с тем моим. Умолкла. Слезы и стенания Стеснили бедные девы грудь. Уста без слов роптали пени. Без чувств обняв его колени, Она едва могла дохнуть. И пленник тихою рукою, Подняв несчастную, сказал, Не плачь, и я гоним судьбою. И муки сердца испытал, Нет, я не знал любви взаимной, Любил один, страдал один. И гасну я, как пламень дымный, Забытый средь пустых долин. Умру вдали брегов желанных, Мне будет гробом эта степь. Здесь на костях моих изгнанных Заржавит тягостная цепь. Светила ночи затмевались, Вдали прозрачные означались, Громады светлоснежных гор. Главу склонив, потупя взор, Они в безмолвии расстались. Унылый пленник с этих пор Один окрест аула бродит, Заря на знойный небосклон, За днями новые дни возводит. За ночью ночь во след уходит, Вообще свободы жаждет он, Мелькнет ли серно меж кустами, Проскачет ли в омгле сайгак. Он, вспыхнув, загремит цепями, Он ждет, не крадет цель казак. Ночной аулов разоритель, Рабов отважный избавитель. Зовет, но все кругом молчит, Лишь волны плещут сабушуя, И человека зверь почуя В пустыню темную бежит. Однажды слышит русский пленный, В горах раздался клик военный. В табун, в табун! Бегут, шумят, Уздечки медные гремят, Чернеют бурки, Блещут брони, Кипят оседланные кони. К набегу весь аул готов, И дикие питомцы брани Рекою хлынули с холмов, И скачут по брегам Кубани, Сбирать насильственные дани. Утих аул, На солнце спят, Усакли псы сторожевые, Младенцы смуглые, Нагие, Свободной резвости шумят. Их прадеды в кругу сидят, Из трубок дым виясь синеет. Они безмолвно юных дев, Знакомые слушают припев, И старцев сердце молодеет. Глава Черкесская песня Поэма Кавказский пленник Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера, Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Кавказский пленник Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в 10 томах Том 3 Глава Черкесская песня Первая В реке бежит гремучий вал, В горах безмолвие ночное. Казак устал и задремал, Склонясь на копье стальное. Не спи, казак, Во тьме ночное чеченец ходит за рекой. Второе Казак плывет на челноке, Влача по дну речному сети, Казак утонешь ты в реке, Как тонут маленькие дети, Купаясь жаркою порой, Чеченец ходит за рекой. Третье На берегу заветных вод Цветут богатые станицы, Веселый пляшет хоровод. Бегите, русские певицы, Спешите, красные, домой. Чеченец ходит за рекой. Так пели девы. Сев на бреги, Мечтают русские побеги. На цепь невольника тяжка, Быстра глубокая река. Меж тем, померкнув, Степь уснула, Вершины скала мрачены. По белым хижинам аула Мелькает бледный свет луны. Елени дремлют над водами, Помолкнул поздний крик орлов, И глухо вторится горами Далекий топ от табунов. Тогда кого-то слышно стало, Мелькнула девы покрывала, И вот, печально и бледна, К нему приближилась она. Уста прекрасно ищут речи, Глаза исполнены тоской, И черной падают волной Ее влазы на груди плечи. В одной руке блестит пила, В другой кинжал ее булатный. Казалось, будто дева шла На тайный бой, На подвиг ратный, На пленника возведший взор. «Беги!» — сказала дева гор. «Нигде черкес тебя не встретит! Спеши! Не трать ночных часов! Возьми кинжал! Твоих следов никто во мраке не заметит!» Пилу дрожащей взяв рукой, К его ногам она склонилась. Визжит железо под пилой, Слеза невольная скатилась, И цепь проспалась и гремит. «Ты волен!» — дева говорит. «Беги!» Но взгляд ее безумный Любви порыв изобразил. Она страдала. Ветер шумный, Свистя по кровь ее клубил. «О, друг мой!» — русский возопил, «Я твой навек!» «Я твой до гроба!» «Ужасный край!» — оставим оба! «Беги со мной!» «Нет, русский!» — нет! Она исчезла, Жизнь и сладость! Я знала все! Я знала радость! И все прошло! Пропал и след! Возможно ли ты любил другую? Найди ее! Люби ее! О чем же я еще доскую? О чем уныние мое? Прости! Любви благословения С тобою будут каждый час! Прости! Забудь мои мучения! Дай руку мне В последний раз! В Черкешенке Простер он руки, Воскресшим сердцем К ней летел, И долгий поцелуй разлуки Союз любви запечатлел. Рука с рукой, Уныния полны Сошли К обрегу В тишине, И русский В шумной глубине Уже плывет И пенит волны. Уже противных скал достиг, Уже хватается за них. Вдруг волны Глухо зашумели, И слышен отдаленный стон, На дикой брег Выходит он, Глядит назад, Брега яснели И опененные белели, Но нет Черкешенки Молодой Ни у брегов, Ни под горой. Все мертво. На брегах уснувших Лишь ветра Слышен легкий звук, И при луне В водах плеснувших Струистый Исчезает круг. Все понял он. Прощальным взором Объемлет он В последний раз Кустой аул С его забором, Поля, Где пленный Стадо пас, С ремнины, Где влачил оковы, Ручей, Где в полдень Отдыхал, Когда в горах Черкес суровый Свободы песню Запевал. Редел на небе Мрак глубокий, Ложился день На темный дол. Зашла заря, Тропой далекой Освобожденный Пленник шел, И перед ним Уже в туманах Сверкали русские Штыки, И окликались На курганах Сторожевые Сказаки. Конец главы Черкесская песня Поэмы Кавказский пленник Глава Эпилог Поэма Кавказский пленник Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста посетите Веб-сайт LibriVox.org Поэма Кавказский пленник Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Глава Эпилог Так муза Легкой друг мечты К пределам Азии Летала И для венка Себе срывала Кавказа Дикие цветы Ее пленял Наряд суровый Племен Возросших На войне И часто Всей одежде Новой Волшебница Являлась Мне Вокруг Аулов Опустелых Одна Продила По скалам И к песням Дев Осиротелых Она Прислушивалась Там Любила Бранные Станицы Тревоги Смелых Казаков Курганы Тихие Гробницы И шум И ржание Табунов Богиня Песен И рассказа Воспоминания Полна Быть может Повторит Она Предание Грозного Кавказа Расскажет Повесть Дальних Стран Мстислава Древний Поединок Измены Гибель Россиян На лоне Мстительных Грузинок И Воспою Тот Славный Час Когда Почуя Бой Кровавый На Негодующий Кавказ Подъялся Наш Орел Двуглавый Когда На Тереке Седом Впервые Грянул Битвы Гром И Грохот Русских Барабанов И Всечи С Дерзостным Челом Явился Пылки Цицианов Тебя Я Воспою Герой О Котляревский Бич Кавказа Куда Твой ход Как Черная Зараза Вгубил Ничтожил Племена Ты Днесь Покинул Саблю Мести Тебя Не Радует Война Скучая Миром В язвах Чести Вкушаешь Праздный Ты Покой И Тишину Домашних Долг Но Се Восток Подъемля Твой Поникни Снежной Угловой Смирись Кавказ Идет Ермолов И Смолкнул Ярый Крик Войны Все Русскому Мечу Подвластно Кавказа Гордые Сыны Сражались Гибли Вы Ужасно Но Не Спасла Вас Наша Кровь Ни Очарованная Броня Ни Горы Ни Лихие Кони Ни Дикой Вольности Любовь Подобно Племени Батыя Изменит Прадедом Кавказ Забудет Алчной Брани В мрак Безден Сердит Реки Как Счелых Сгрохотом Снега Падут Лежавши Целые Веки Как Серны Вниз Склонив Рога Зрят В мгле Спокойно Под собою Рождение Молнии Громов Ты Зрел Как Ясную Порою Там Солнечные Лучи Средь Льдов Средь Вод Играя Отражаясь Великолепный Кажут Вид Как В разноцветных Рассеваясь Там Брызгах Тонкий Дождь Горит Как Глыба Там Сиза Янтарна Навесись Смотрит В темный Бор А там Заря Златобагряна Сквозь лес Увеселяет Взор Жуковский В своем Послании Господину Воейкову Также Посвящает Несколько Прелестных Стихов Описанию Кавказа Ты Зрел Как Терек В быстром Беге Меж Виноградников Шумел Где Часто Притаясь На бреге Чеченец Или Черкес Сидел Под Буркой С Гибельным Арканом И Вдалеке Перед Тобой Одетый Голубым Туманом Гора Вздымалась Над Горой И В сонме Их Эль-Бурус Двуглавый Ужасною И Величавой Там Все Блистает Красотой Утесов Мшистые Громады Бегущие С ревом Водопады Во мрак Пучин С гранитных Скал Леса В которых Сна От века Ни стук Секир Ни Человека Веселый Глаз Не Возмущал В которых Сумрачные Сени Еще Луч Дневный Не Проник Где Изредка Одни Елене Орла Послышав Грозный Крик Стеснясь В толпу Шумят Ветвями И Козы Легкими Ногами Перебегают По Скалам Там Все Является Очам Великолепия Творения Но Там Среди Уединения Долин Таящихся В горах И Нездятся И Балкар И Бах И Абазех И Комуцинец И Карбулак И Албазинец И Чичирец И Шапсук Пищаль Кольчуга Сабля Лук И Конь Соратник Быстроногий Их И Сокровища И Боги Как Серны Скачут По горам Бросают Смерть Из-за Утеса Или По Топким Берегам В Траве Высокой Чаще Леса Рассыпавшись Добыча Ждут Скалы Свободы Их Приют Но Дни В аулах Их Бредут На Костылях У Грюмой Лени Там Жизнь Их Сон Стеснясь Кружок И В братский С табаком Горшок Вонзивший Чубуки Как Тени Тему Клубящимся Сидят И Об убийствах Говорят Или Хвалят Меткие Пищали Из Коих Деды Их Стреляли Или Сабли На Кремнях Острят Готовясь На Убийство Новое Конец Главы Эпилог Поэмы Кавказский Пленник Поэма Гаврииля Ада Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста Посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Гаврииля Ада Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Воистину Еврейке Молодой Мне дорого Душевное спасенье Приди ко мне Прелестный ангел мой И мирное Прими Благословенье Спасти хочу Земную красоту Любезных уст Улыбка удовольной Царю небес И Господу Христу Пою стихи На лире богомольной Смиренных струн Быть может Наконец Ее пленят Церковные напевы И Дух Святой Сойдет На сердце Девы Властитель Он И мыслей И сердец Шестнадцать лет Невинное Смирение Бровь темная Двух детственных Холмов Под полотном Упругое Движение Нога любви Жемчужный Ряд Зубов Зачем же Ты Еврейка Улыбнулась И по лицу Румянец Пробежал Нет Милая Ты права Обманулась Я не тебя Марию Описал В глуши полей Вдали Ярусалима Вдали Забав И юных Волокит Которых Бес Для гибели Хранит Красавица Никем Еще не зримо Без прихоти Вела Спокойный Век Ее Супруг Почтенный Человек Седой Старик Плохой Столяр И плотник В селенье Был Единственный Работник И день И ночь Имея Много Дела То с уровнем То с верную Пилою То с топором Немного Он смотрел На прелести Которыми Владел И тайный Цвет Которому Судьбою Назначена Была Иная Честь На стебельке Не смел Еще Процвесть Ленивый Муж Своею Старой Лейко В час Утренний Не орошал Его Он Как отец С невинной Жил Еврейкой Ее Кормил И Больше Ничего Но С праведных Небес Во время Она Всевышний Бог Склонил Приветный Взор На стройный Стан На девственное Лона Рабы Своей И Чувствуя Задор Он Положил В премудрости Глубокой Благословить Достойный Вертоград Сей Бытый Одинокий Щедротую Таинственных Наград Уже Поля Немая Ночь Объемлят В своем Углу Мария Сладко Дремлет Всевышний Рек И Деве Снится Сон Пред Нею Вдруг Открылся Небосклон Во Глубине Небес Необозримой В сиянии И славе Нестерпимой Тьмы Ангелов Волнуются Кипят Бесчисленно Летают Серафимы Струнами Архангелы В безмолвии Сидят Главы Закрыв Лазурными Крылами И Яркими Одень Облаками Предвечного Стоит Пред ними Трон И Светил Вдруг Очам Явился Он Все Полениц Умолкнул Арф И звон Склонив Главу Едва Мария Дышит Дрожит Как лист И Голос Бога Слышит Краса Земных Любезных Дочерей Израиля Надежда Молодая Зову Тебя Любовью Пылая Причастница Ты Славы Будь Моей Готова Будь К неведовой Судьбине Жених Грядет Грядет К своей Рабыне Вновь Облаком Оделся Божий Трон Восстал Духов Крылатый Легион И раздались Небесные Арфы Звуки Открыв Уста Сложив Умильно Руки Лицу Небес Мария Предстоит Но что же Так волнует Амонит Ее к себе Внимательные Взоры Кто Сей В толпе Придворных Молодых С нее Очей Не Сводит Голубых Пернатый Шлем Роскошные Уборы Сиянье Крилы Локонов Золотых Высокий Стан Взор Томный Студливый Все Нравится Марии Молчаливой Замечен Он Один Он Сердцу Мил Гордись Гордись Архангел Гавриил Пропало Все Не в нем Ле детской Пене На полотне Так исчезают Тени Рожденные В волшебном Фонаре Красавица Проснулась На заре И нежилась На ложе Томной Лени Но дивный Сон Но милый Гавриил Из памяти Ее Не выходил Царя Небес Любить Она хотела Его слова Приятно Были ей И перед ним Она благоговела Но Гавриил Казался Ей Милей Так иногда Супруг генерала Затянутый Прельщает Адъютант Что делать Нам Судьба Так приказала Согласны В том Невежда И педант Поговорим О странностях Любви Другого Я не Смыслю Разговора В те дни Когда От огненного Взора Мы чувствуем Волнение В крови Когда Тоска Обманчивых Желаний Объемлет Нас И душу Тяготит И всюду Нас Преследует Томит Предмет Один И дума И страданий Не правда ли В толпе Младых Друзей Наперсника Мы ищем И находим С ним Тайный глаз Мучительных Страстей Наречием Восторгов Переводим Когда Он сочинял Любовные Псалмы И громко Пел Люблю Люблю Марию В уныние Бессмертия Влачу Где крылья К Марии Полечу И на груди Красавицы Почию И прочее Все Что Придумать Мог Творец Любил Восточный Пестрый Слог Потом Призвав Любимца Гавриила Свою Любовь Он Прозой Объяснял Беседы Их Нам Церковь Утаила Евангелист Немного Оплошал Но Говорит Армянское Предание Что Царь Небес Не пожалев Похвал В Меркурии Архангела Избрал Заметя В нем И ум И дарование И вечерком И подослал Архангелу Другой Хотелось Чести Нередко Он В посольствах Был Счастлив Переносить Записочки До вести Хоть выгодно Но он Самолюбив И славы Сын Намерение Сокрыв Стал Нехотя Услушливый Угодник Царю Небес А по земному Сводник Но Старый Враг Не дремлет Сатана Услышал Он Шатаясь В белом Свете Что Бог имел Еврейку На примете Красавицу Которая Должна Спасти Наш Род От вечной Муки Ада Лукавому Великая Досада Хлопочет Он Всевышний Между тем На небесах Сидел В унынде Сладком Весь Весь мир Привлечь Он 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 Верно Во грудь Дни Глаз Глаз Еврейский бог, угрюмый и ревнивый, Адамову подругу полюбя, Ее хранил для самого себя. Какая честь! И что за наслажденье? На небесах, как будто в заточенье, У ног его молись, да молись, Хвали его, красе его дивись, Взглянуть не смей украдкой на другого, С архангелом тихонько молвить слово. Вот жребий той, которую творец Себе возьмет в подруги, наконец. И что ж потом? За скуку, за мучение, Награда вся девячков осиплых пенья, Свечи старух да кучная мольба, Да чат-кадил, да образ под алмазом, Написанный каким-то богомазом. Как весело! Завидная судьба! Мне стало жаль Моей прелестной Евы, Решился я, Создатель в назло, Разрушить сон и юноши, и девы. Ты слышала, как все произошло? Два яблока, вися на ветке дивный, Счастливый знак, любви символ призывный. Открыли ей неясную мечту, Проснулось неясное желание, Она свою познала красоту, И негу чувств, и сердца трепетанье, И юного супруга наготу. Я видел их, Любви в моей науке Прекрасное начало видел я. В глухой лесок Ушла чета моя, Там быстро их блуждали взгляды, руки, Меж милых ног супруги молодой, Заботливый, неловкий и немой, Адам искал восторгов упоенья, Неистовым исполненный огнем, Он вопрошал источник наслаждения, И, закипев душой, терялся в нем. И, не страшась божественного гнева, Вся в пламени, в лосы раскинув, Ева едва, едва устами шевеля, Лобзанием Адаму отвечала. В слезах любви, в бесчувствии Лежала под сенью пальм, И юная земля Любовников цветами покрывала. Блаженный день! Увенчанный супруг Жену ласкал с утра до темной ночи, Во тьме ночной смыкал он редко очи, Как их тогда украшен был досуг. Ты знаешь, Бог, утехи прерывая, Читу мою лишил навеки рая. Он их изгнал из милой стороны, Где без трудов они так долго жили, И дни свои невинно проводили В объятиях ленивой тишины. Но им открыл я тайну сладострасти, И младости веселые права, Томление чувств, восторги, слезы счастья, И поцелуй, и нежные слова. Скажи теперь, ужели я предатель, Ужель Адам несчастлив от меня? Не думаю, но знаю только я, Что с Евою остался я приятель. Умолкнул бес. Мария в тишине Коварному внимала сатане. Что ж, думала, Быть может, прав лукавый? Слыхала я, ни почестями, ни славой, Ни золотом блаженства не купить. Слыхала я, что надо мной любить. Любить? Но как? Зачем? И что такое? А между тем, Внимание молодое Ловило все в рассказе сатаны. И действия, и странные причины, И смелый слог, и вольные картины. Охотники мы все до новизны. Часо-часу неясное начало Опасных дум казалось ей ясней. И вдруг змеи как будто не бывало, И новое явление перед ней. Мария зрит красавца молодого У ног ее. Не говоря ни слова, К ней устремив чудесный блеск очей, Чего-то он красноречиво просит. Одной рукой цветочек Ей подносит, Другая мнет простое полотно, И крадется под риза торопливо, И легкий перст Касается игриво До милых тайн. Все для Марии диво, Все кажется ей ново, мудрено, А между тем Румянец нестыдливый На девственных ланитах заиграл. И томный жар, и вздох нетерпеливый Младую грудь Марии подымал. Она молчит, но вдруг не стала мочи, Едва дыша, закрыла томные очи, К лукавому склонив на грудь главу, Вскричала «Ах!» и пала на траву. О, милый друг, Кому я посвятил Мой первый сон надежды и желания? Красавица, которой был я мил, Простишь ли мне мои воспоминания? Мои грехи, забавы юных дней, Те вечера, когда в семье твоей, При матери докучливой и строгой, Тебя томил я тайной тревогой, И просветил невинные красы. Я научил послушливую руку Обманывать печальную разлуку И услаждать безмолвные часы, Бессонницы, девическую муку. Но молодость утрачена твоя, От бледных уст улыбка отлетела, Твоя краса во цвете помертвела. Простишь ли мне, о, милая моя? Отец греха, Марии враг лукавый, Ты был и здесь пред нею виноват. Ее тебе приятен был разврат, И ты успел преступную забавой Всевышнего супругу просветить И дерзостью невинность изумить. Гордись, гордись своей проклятой славой, Спеши ловить, но близок, близок час. Вот меркнет день, заката луч угас. Все тихо. Вдруг над девой утомленной, Шумя, парит архангел окреленный, Посол любви, блестящий сын небес. От ужаса при виде Гавриила Красавица лицо свое закрыла. Пред ним восстал, смутился мрачный бес, И говорит, Счастливец горделивый, кто звал тебя? Зачем оставил ты Небесный двор эфира высоты? Зачем мешать утехе молчаливой Занятием чувствительной четы? Но Гавриил, нахмурив взгляд ревнивый, Рек на вопрос и дерзкий и шутливый. Безумный враг небесной красоты, Повесу злой, изгнальник безнадежный, Ты соблазнил красу Марии нежной, И смеешь мне вопросы задавать? Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный, Или я тебя заставлю трепетать. Не трепетал от ваших я придворных, Всевышнего прислужников покорных, От сводников небесного царя. Проклятый рек, и злобую горя, Наморщив лоб, скосясь, кусая губы, Архангела ударил прямо в зубы. Раздался крик, шатнулся Гавриил, И левое колено преклонил. Но вдруг восстал, исполнен новым жаром, И сатану нечаянным ударом хватил в висок. Бес ахнул, побледнел, И кинулись в объятия друг другу. Ни Гавриил, ни бес не одолел. Сплетенные, кружась, идут по лугу, На вражью грудь опершись бородой, Соединив крест на крест ноги, руки, То силой, то хитростью науки Хотят увлечь друг друга за собой. Не правда ли, вы помните то поле, Друзья мои, где в прежние дни весной, Оставя класс, играли мы на воле И тешились отважной борьбой? Усталые, забыв и брань, и речи, Так ангелы боролись меж собой. Подземный царь, буян широкоплечий, Вообще кряхтел с увертливым врагом, И, наконец, желая кончить разум, С архангела пернатой сбил шелом, Золотой шелом, украшенный алмазом. Схватив врага за мягкие влосы, Он сзади гнет могучую рукою К сырой земле. Мария пред собою архангела Зрит юные красы, И за него в безмолвии трепещет. Уж ломит бес, Уж ад в восторге плещет, Но, к счастью, проворный Гавриил Впился ему в то место роковое, Излишнее почти во всяком бое, В надменный член, Которым бес грешил. Лукавый пал, Пощаду запросил, И в темный ад едва нашел дорогу. На дивный бой, На страшную тревогу, Красавица глядела чуть дыша. Когда же к ней, Свой подвиг соверша, Приветливо архангел обратился, Огонь любви в лице ее разлился, И нежностью исполнилась душа. Ах, как была еврейка хороша! Посол краснел, И чувства чужие Так изъяснял в божественных словах. О, радуйся, невинная Мария, Любовь с тобой, Прекрасна ты в женах, Сто крат блажен Твой плод благословенный, Спасет он мир, И не спровергнет ад. Но признаюсь душою откровенный, Отец его блажение сто крат. И перед ней, Колено преклоненный, Он между тем Ей нежно руку жал. Потупь обзор, Прекрасная вздыхала, И Гавриил ее поцеловал. Смутясь, Она краснела и молчала, Ее груди Держнул коснуться он. «Оставь меня!» Мария прошептала. И в тот же миг Лап за ним заглушен Невинности последний крик и стон. Что делать ей? Что скажет Бог ревнивый? Не седуйте, красавицы мои, О, женщины, Наперсницы любви! Умеете вы хитростью счастливой Обманывать внимание жениха И знатоков Внимательные взоры, И на следы Приятного греха Невинности Набрасывать убора. От матери проказливая дочь Берет урок стыдливости покорный И мнимых мук, И с робостью притворной Играет роль в решительную ночь. И поутру, оправясь понемногу, Встает бледна, Чуть ходит, Так томна. В восторге муж, Мать шепчет, Слава Богу! А старый друг Стучится у окна. Уж Гавриил С известием приятным По небесам летит Путем обратным. На перстника Нетерпеливый Бог Приветствием встречает Благодатным. Что нового? Я сделал все, что мог. Я ей открыл. Ну что ж она? Готова. И царь небес, Не говоря ни слова, С престола встал И манием бровей Всех удалил, Как древний бог Гомера, Когда смирял бесчисленных детей. Но Греции Навек угасла вера. Девеса нет, Мы сделались умней. Упоена живым воспоминанием, В своем углу Мария в тишине Покоилась на смятой простыне. Душа горит И негой, И желанием, Младую грудь Волнует новый жар. Она зовет тихонько Гавриила, Его любви Готовя тайный дар. Ночной покров Ногою отдалила, Довольный взор С улыбку склонила, И счастлива В прелестной ноготе Сама своей Девица красоте. Но между тем В задумчивости нежной Она грешит, В прелестной итомна, И чашу пьет От рады безмятежной. Смеешься ты, Лукавый сатана! И что же? Вдруг мохнатой, Белокрылой В ее окно Влетает голубь милый. Над ней он порхает И кружит, И пробует веселые напевы, И вдруг летит В колени милой девы, Над розою садится И дрожит, Клюет ее, Колышется, Ветится, И носиком, И ножками трудится. Он, точно он. Мария поняла, Что в голубе Другого угощала. К олени сжав Еврейка закричала, Вздыхать, Дрожать, Молиться начала, Заплакала. Но голубь торжествует, В жару любви Трепещет и воркует, И падает, Объятый легким сном, Приосенят цветок Любви крылом. Он улетел. Усталая Мария Подумала, Вот шалости какие! Один, два, три! Как это им не лень! Могу сказать, Перенесла тревогу. Досталась я В один и тот же день Лукавому Архангелу И Богу. Всевышний Бог, Как водится, Потом признал Своим Еврейской Девы сына. Но Гавриил, Завидная судьбина, Не приставал Являться ей тайком. Как многие, Иосиф был утешен, Он пред женой По-прежнему безгрешен, Христа любил, Как сына своего, Зато Господь И наградил его. Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы? Навек забыв Старинные проказы, Я пел тебя, Крылатый Гавриил, Смиренных струн Тебе я посвятил, Усердное спасительное пенье. Храни меня, Внимли Мое моленье. Досель Я был Еретиком В любви, Младых богинь Безумный обожатель, Друг демона, Повеса и предатель, Раскаянье мое Благослови. Приемлю я Намеренья благие, Переменюсь. Елену видел я, Она мила, Как нежная Мария, Подвластна ей Навек душа моя. Моим речам Придай очарование, Понравится поведай тайну мне, В ее душе Зажги любви желанья, Не то Пойду молиться Сатане. Но дни бегут, И время седяною Мою главу Тишком посеребрит, И важный брак С любезную женою Пред алтарем Меня соединит. Иосифа Прекрасный утешитель, Молю тебя, Колено преклоня, О, рогачей Заступник и хранитель, Молю, Тогда благослови меня, Даруй ты мне Блаженное терпение, Молю тебя, Пошли мне вновь И вновь Спокойный сон В супруге Уверенье, В семействе мир И к ближнему Любовь. Конец поэмы Гавриили Ада Поэма Братья-разбойники Из собрания сочинений В десяти томах Том 3 Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста, Посетите веб-сайт LibriVox.org Поэмы Братья-разбойники Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений В десяти томах Том 3 Не стая воронов Слеталась На груды тлеющих костей За Волгой Ночью В круг огней У далых шайка Собиралась Какая смесь Одежды лиц Племен Наречий Состояний Из хат Из келей Из темниц Они стеклися Для стяжаний Здесь цель одна Для всех сердец Живут без власти Без закона Меж ними Зрится и беглец С брегов воинственного дона И в черных локонах Еврей И дикие сыны степей Калмык Башкирец Безобразный И рыжий фин И с ленью Праздный Везде Кочующий цыган Опасность Чарко-пен Пен Вина Из рук В другие Переходит Простерто На земле Сарой Иные Чутко Засыпают И сны Зловещие Летают Над их Преступной Головой Другим Рассказы Сокращают Угрумой ночи Праздный Час Умолкли Все Их Занимает Пришельца Нового Рассказ И все Вокруг Его Внимает Нас Было Двое Брат И я Росли Мы Вместе Нашу Младость Вскормила Чуждая Семья Нам Детям Жизнь Была Не в Радость Уже Мы Знали Нужды Глаз Сносили Горькое Презренье И Рана Волновала Нас Жестокой Зависти Мученья Не Оставалось У сирот Ни Бедной Хижинки Ни Поля Мы Жили В горе Средь Забот Наскучила Нам Эта Доля И Согласились Меж Собой Мы Жребий Испытать Иной В Товарищи Себе Мы Взяли Булатный Нож До Темной Ночь Забыли Робость И Печали А Совесть Отогнали Прочь Ах Юность Юность Удалая Житье В то Время Было Нам Когда Погибель Презирая Мы Все Делили Пополам Бывало Только Месяц Ясный Из-под земелья Мы В лес Идем На промысел Опасный За деревом Сидим И ждем Идет ли Позднюю Дорогой Богатый Жит И попу Богой Все Наша Все Себе Берем Зимой Бывало В ночь Глухую Заложим Тройку Удалую Поем И свищем И стрелой Летим Над снежной Глубиной Кто Не боялся Нашей встречи Завидели В харчевне Свечи Туда К воротам И стучим Хозяйку Громко Вызываем Вошли Все Даром Пьем Едим И красных Девушек Ласкаем И что ж Попались Молодцы Недолго Братья Пировали Поймали Нас И кузнецы Нас друг К другу Приковали И стража Отвела В острог Я Старший Был Пятью Годами И Вынесть Больше Брата Мог В цепях Задушными Стенами Я Уцелел Он Изнемог С Трудом Дыша Томим Тоскою В забвенье Жаркой Головою Склоняясь К моему Плечу Он Умирал Твердя Всечасно Мне Душно Здесь Я В лес Хочу Воды Воды Но я Напрасно Страдальцу Воду Подавал Он Снова Жажду Утомился И Градом Пот По нем Катился В нем Кровь И мысли Волновал Жар Ядовитого Недуга Уж Он Меня Не Узнавал И Поминутно Призывал К себе Товарища И Друга Он Говорил Где Скрылся Ты Куда Свой Тайный Путь Направил Зачем Мой Брат Меня Оставил Среди Этой Смрадной Темноты Не Он Лисам От Мирных Пашин Меня В Дремучий Лес Сманил И Ночью Там Могущ И Страшен Убийствую Первый Научил Теперь Он Без Меня На Воле Один Гуляет В Чистом Поле Тяжело Машет Кистенем И Позабыл В завидной Доле Он О Товарища Совсем То Снова Разгорались В нем До Кучной Совести Мучения Пред Ним Толпились Привидения Грозя Перстом Издалека Всех Чаще Образ Старика Давно Зарезанного Нами Ему На мысли Приходил Больной Зажав Глаза Руками За Старца Так Меня Молил Брат Жалься Над Его Слезами Не Режь Его На Старый След Мне Дряхлый Крик Его Ужасен Пусти Его Он Не Опасен В нем Крови Капли Теплой Нет Не Смейся Брат Над Сединами Не Муч Его А Вось Мольбами Смягчит За Нас Он Божий Гнев Я Слушал Ужас Одолев Хотел Унять Больного Слезы И Удалить Пустые Грезы Он Видел Пляски Мертвецов В Тюрьму Пришедших Из Лесов То Слышал Их Ужасный Шепот То Вдруг Погони Близкий Топот И Диков Взгляд Его Сверкал Стояли Волосы Горою И Весь Как Лист Он Трепетал То Мнил Уж Видеть Пред Собою На Площадях Толпы Людей И Страшный Ход До Места Казни И Кнут И Грозных Палачей Без Чувств И Сполненной Боязни Брат Упадал Ко мне На Грудь Так Проводил Я Дни И Ночи Не Мог Минуты Отдохнуть И Сна Не Знали Наши Очи Но Молодость Свою Взяла Вновь Сила Брата Возвратились Болезнь Ужасная Прошла И С нею Грезы Удалились Воскресли Мы Тогда Сильнее Взяла Тоска По Прежней Доле Душа Рвалась К лесам И К воле Алкала Воздух А полей Нам Тошен Был И Мрак Темницы И Сквозь Решетки Свет Деницы И Стражек Клик И Звон Цепей И Легкий Шум Залетной Птицы По Улицам Однажды Мы В цепях Для Городской Тюрьмы Сбирали Вместе Подаянье И Согласились В тишине Исполнить Давнее Желание Река Шумела В стороне Мы К ней Из берегов Высоких Бух Поплали В водах Глубоких Цепями Общими Гремим Бьем Волны Дружными Ногами Песчаный Видим Островок И Рассекая Быстрый Ток Туда Стремимся Вслед за нами Кричат Лови Лови Уйдут Два Стражей Издали Плывут Но уж На остров Мы ступаем Оковы Камнем Разбиваем Друг с друга Рвем клочки Одежд Отягощенные Водою Погонь Увидим За собою Но смело Полные Надежд Сидим И ждем Один Уж тонет То захлебнется То застонет И как Свинец Пошел Ко дну Другой Проплыл уж Глубину С ружьем В руках Он вброд Упрямо Не внемля Крику Моему Идет Но в голову Ему Два камня Полетели Прямо И хлынула На волны Кровь Он Утонул Мы В воду Вновь За нами Гнаться Не посмели Мы Берегов Достичь Успели И в лес Ушли Но Бедный Брат И труд И волна Сеней Хлад Недавних Сил Его Лишили Опять Недуг Его сломил И злые Грезы Посетили Три дня Больной Не говорил И не смыкал Очей Дремотой В четвертой Грустную Заботой Казалось Он Исполнен Был Позвал Позвал Меня Пожал Мне Руку Потухший Взор Изобразил Одолевающую Муку Рука Задрогла Он Вздох И на груди Моей Уснул Над Хладным Телом Я Остался Три Ночи С ним Не Расставался Все Ждал Очнется Ли Мертвец И горько Плакал Наконец Взял Заступ Грешную Молитву Над Братней Ямой Совершил И тело В землю Схоронил Потом На прежнюю Ловитву Пошел Один Но Прежних Лет Уж Не дождусь Их Нет Как Нет Пиры Веселые Ночлеги Наши Буйные Набеги Могила Брата Все Взяла Влачусь Угрюмый Одинокий Окаменел Мой Дух Жестокий И в сердце Жалость Умерла Но Иногда Щежу Морщины Мне Страшно Резать Старика На Беззащитные Седины Не Подымается Рука Я Помню Как В тюрьме Жестокой Больной В цепях Лишенный Сил Без Памяти В Тоске Глубокой За Старца Брат Меня Молил Конец Поэмы Братья Разбойники Поэма Бахчисарайский Фонтан Из собрания Сочинений В десяти томах Том 3 Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox.org Звукозапись Сделана Ниной Поэма Бахчисарайский Фонтан Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений Десяти томах Том 3 Эпиграф Многие Так же Как и я Посещали Сей фонтан Но иных Уже нет Другие Странствуют Далече Сади Гирей Сидел Потупя взор Янтарь В устах Его дымился Безмолвно Раболепный Двор Вкруг хана Грозного Теснился Все было Тихо Во дворце Благоговея Все читали Приметы Гнева И печали На сумрачном Его лице Но повелитель Горделивый Махнул рукой Нетерпеливой И все Склонившись Идут вон Один В своих Чертогах Он Свободней Грудь Его вздыхает Живее Строгое Чело Волненье Сердце Выражает Так Бурной Тучей Отражает Залива Зыбкое Стекло Что Движет Гордую Душою Какую Мыслью Занят Он На Русь Ли Вновь Идет Войною Несет Ли Польша Свой Закон Горит Ли Местью Кровавой Открыл Ли В войске Заговор Страшится Ли Народов Гор Или Козни Гену И Лукавой Нет Он Скучает Бранной Славой Устала Грозная Рука Война От Мыслей Далека Ужель В его Гарем Измена С тезей Преступную Вошла И Дочи Неволи Нек И Цветут В унылой Тишине Под Стражей Бдительной И Хладной На Лоне Скуки Безотрадной Измен Не Ведают Они В тени Хранительной Темницы Утаяны Их Красоты Так Аравийские Цветы Живут За стеклами Теплицы Для них Унылой Чередой Дни Месяца Льта Проходят И Неприметно За собой И Младость И Любовь Уводят Однообразен Каждый День И Младые Жены Как-нибудь Желая Сердце Обмануть Меняют Пышные Уборы Заводят Игры Разговоры Или При шуме Водживых Над их Прозрачными Струями В прохладе Яворов Густых Гуляют Легкими Раями Меж Ними Ходит Злой Эвнух И Убегать Его Напрасно Его Ренивый Зор И Слух За всеми Следует Всечасно Его Старанием Заведен Порядок Вечный Воля Хана Ему Единственный Закон Святую Заповедь Корана Нестроже Наблюдает Он Его Душа Любви Не Просит Как Истукан Он Переносит Насмешки Ненависть Укор Обиды Шалости Нескромной Презренья Просьбы Робкий Взор И Тихий Вздох И Ропот Томный Ему Известен Женский Нрав Он Испытал Сколен Лукав И на Свободе И Вневоле Взор Нежный Слезупрек Немой Невластный Над Его Душой Он Им Уже Не Верит Боле Раскинув Легкие Влосы Как Идут Пленницы Молодые Купаться В Жаркие Часы И Льются Волны Ключевые На Их Волшебные Красы Забав Их Сторож Неотлучный Он Тут Он Видит Равнодушный Прелестниц Обнаженный Рой Он По горему В тьме Ночной Неслышными Шагами Бродит Ступая Тихо По коврам К послушным Крадится Дверям От Ложи К ложу Переходит В заботе Вечной Ханских Жен Роскошный Наблюдает Сон Ночной Подслушивает Лепет Дыхание Вздох Малейший Трепет Все Жадно Примечает Он И Горе Той Чей Шепот Сонный Чужое Имя Призывал Или Подруге Благосклонной Порочной Мысли Доверял Что ж Полон Грусти Ум Герея Чубук В руках Его Потух Недвижим И Дохнуть Не смея У двери Знака Ждет Эвнух Встает Задумчивый Властитель Пред Ним Дверь Настеж Молча Он Идет Заветную Обитель Еще Недавно Милых Жен Беспечно Ожидая Хана Вокруг Игревого Фонтана На шелковых Коврах Они Толпою Резвою Сидели И с детской Радостью Глядели Как рыба В ясной Глубине На мраморном Ходила Дне Нарочно К ней На дно Иные Роняли Серьги Золотые Кругом Невольницы Меж тем Шарбет Носили Ароматный И песню Звонкой И приятной Вдруг Огласили Весь Гарем Татарская Песня Дарует Небо Человеку Замены Слез И частых Бед Блажен Факир Узревший Мекку На старости Печальных Лет Блажен Кто Славный Брег Дуная Своей Смертью Осветит К нему Настречу Дева Рая С улыбкой Страстной Полетит Но Тон Блажен Ней О Зарема Кто Мир И негу Возлюбя Как Розу В тишине Гарема Лелеет Милая Тебя Они Поют Но Где Зарема Звезда Любви Краса Гарема Увы Печальная Бледна Похвал Не слушает Она Как Пальма Смятая Грозою Поникла Юной Головою Ничто Ничто Не мило Ей Зарему Разлюбил Гирей Он Изменил Но Кто С тобой Грузин Каравин Красотой Вокруг Лелейного Чела Ты Косу Дважды Обвела Твои Пленительные Очи Яснее Дня Чернее Ночи Чей Голос Выразит Сильней Порывы Пламенных Желаний Чей Страстный Поцелуй Живее Твоих Язвительных Лапзаний Как Сердце Полное Тобой Забьется Для Красы Чужой Но Равнодушный И Жестокий Гирей Презрел Твои Красы И Ночи Хладные Часы Проводит Мрачный Одинокий С тех Пор Как Польская Княжна В его Гарем Заключена Недавно Юная Мария Узрела Небеса Чужие Недавно Милой Красой Она Цела В стране Родной Седой Отец Гордился Ею И звал Отрадую Своею Для Старика Была Закон Ее Младенческая Воля Одну Заботу Видал Он Чтоб Дочери Любимой Доля Была Как Вешний День Ясна Чтоб Минутные Печали Ее Души Не Помрачали Чтоб Даже Замужем Она Воспоминала С умилением Девичье Время Дни Забав Велькнувших Легким Сновиденьем Все В ней Пленяла Тихий Нрав Движения Стройные Живые И Очи Томно Голубые Природы Милые Дары Она Искусством Украшала Она Домашние Перы Волшебной Арфой Оживляла Толпы Вельмош Богачей Руки Марии Наискали И Немного Юношей По ней Встраданье Тайном Изнывали Но В тишине Души Своей Она Любви Еще Не знала И Независимый Досуг В отцовском Замке Межподруг Одним Забавам Посвящала Давно Ль И что же Тьмы Татар На Польшу Хлынули Рекою Не Столь Ужасной Быстротой Пожат Вестелица Пожар Обезображенный Войною Цветущий Край Осиротел Тихо Марийна Светлица В домовой Церкви Где кругом Почует Мощи Хладным Сном С короной С княжеским Ербом Возниклась Новая Гробница Отец В могиле Дочь В плену Скупой Наследник В замке Правит И Тягостным Ермом Бесславит Опустошенную Страну Увы Дворец Бахчисарая Скрывает Юную Княжну В неволе Тихо И уведая Мария Плачет И грустит Гирей Несчастную Щадит Ее уныние Слезы Стоны Тревожат Хана Краткий Сон И для Нее Смягчает Он Гарем Острогие Законы Угрюмый Сторож Ханских Желк Ни днем Ни ночью К ней Не входит Рукой Заботливой Не он На ложе Сна Ее Возводит Не смеет Устремиться К ней Обидный Взор Его очей Она В купальне Потаенной Одна С невольницей Своей Сам Хан Боится Девы Пленной Печальне Возмущать Покой Гарема В дальнем Отдаленье Позволено Ежить Одной И Мниться В том Уединенье Сокрылся Некто Неземной Там День И ночь Горит Лампада Предликом Девы Пресвятой Души Тоскующая Отрада Там Упованья В тишине Смиренной Верой Обитает И сердце Все Напоминает О близкой Лучшей Стороне Там Дева Слезы Проливает Вдали Завистливых Подруг И Между Тем Как Все Вокруг В безумной Неге Утопает Святыню Строгую Скрывает Спасенный Чудом Уголок Так Сердце Жертва Заблуждений Среди Порочных Упоений Хранит Один Святой Залог Одно Божественное Чувство Настала Ночь Покрылись Тенью Тавриды Вдали Под тихой Лавров Сенью Я слышу Пенье Соловья За хором Звезд Луна Восходит Она С безумночных Небес На долы На холмы На лес Сиянье Томное Наводит Покрыты Белой Пеленой Как тени Легкие Мелькая По улицам Бахчисарая Из дома В дом Одна К другой Простых Татар Спешат Супруги Делить Вечерние Досуги Дворец Утих Уснул Гарем Объятый Негой Безмятежный Не прерывается Ничем Спокойства Ночи Страш Надежный Дозором Обошел Эвнух Теперь он Спит Но страх Прилежный Тревожит В нем И спящий Дух Измен Всечастных Ожидания Покоя Не дает Уму То чей-то Шорох То шептанье То крики Чудятся ему Обманутый Неверным Слухом Он пробуждается Дрожит Напуганным Приникнув Ухом Но все Кругом Его Молчит Одни Фонтаны Сладкозавучны Из мраморной Теницы Бьют И с милой Розой Неразлучны Во мраке Соловьи Поют Эвнух Еще им Долго Внемлет И снова Сон Его Объемлет Как Милы Темные Красы Ночей Роскошного Востока Как Сладко Льются Их Часы Для Обожателей Пророка Какая Нега В их Домах В очаровательных Садах Тиши Гаремов Безопасных И под влиянием Луны Все полно Тайн И тишины И вдохновений Сладострастных Все Жены Спят Не Спит Одна Едва Дыша Встает Она Идет Рукою Торопливая Открыла Дверь Во тьме Ночной Ступает Легкою Ногой Дремоте Чуткой И пугливой Прид ней Лежит Эвнух Седой Ах Сердце В нем Неумолимо Обманчив Сна Его Покой Как Дух Она Проходит Мимо Прид Нею Дверь С Недоуменьем Ее Дрожащая Рука Коснулась Верного Замка Вошла Взирает С изумлением И Тайный Страх В нее Проник Лампады Свет Уединенный Кивот Печально Озаренный Пречистой Девы Кроткий Лик И крест Любви Символ Священный Грузинка Все в душе Твоей Родное Что-то Пробудило Все Звуками Забытых Дней Невнятно Взруг Заговорило Пред ней Покоилась Княжна И Жаром Девственного Сна Ее Ланиты Оживлялись И Слез Являя Свежий След Улыбкой Томной Озарялись Так Озаряет Лунный Свет Дождем Почевал И Сонные Слезы Проливал О Бедной Пленнице Гарема Увы Зарема Что с Тобой Стеснилась Грудь Ее С тоской Невольно Клонится Колень И Молит Сжалься Надо Мной Не Отвергай Моих Молений Ее Слова Движенья Стон Прервали Девы Тихий Сон Княжна Со Страхом Пред Собою Младую Незнакомку Зрит В смятенье Трепетной Рукою Ее Подъемля Говорит Кто Ты Одна Порой Ночною Зачем Ты Здесь Я Шла К Тебе Спаси Меня В моей Судьбе Одна Надежда Мне Осталась Я Долго Счастьем Наслаждалась Была Беспечней День От Дня И Тень Блаженства Миновалась Я Гибну Выслушай Меня Родилась Я Не Здесь Далеко Далеко Но В памяти Моей Даны Не Врезаны Глубоко Я Помню Горы В небесах Потоки Жаркие В горах Непроходимые Дубравы Другой Закон Другие Нравы Но Почему Какой Судьбой Я Край Оставила Родной Не Знаю Помню Только Море И Человека В вышине Над Парусами Страх И Горе Даны Не Чужды Были Мне Я В безмятежной Тишине В тени Гарема Расцветала И Первых Опытов Любви Послушным Сердцем Ожидала Желания Тайные Мои Сбылись Гирей Для Мирной Неги Войну Кровавую Призрел Присек Ужасные Набеги И Свой Гарем Опять Узрел Придханов Смутным Ожидание Предстали Мы Он Светлый Взор Остановил На Мне Вмолчанье Позвал Меня И С этих Пор Мы В Беспрерывном Упоенье Дышали Счастьем И Ни Раз Ни Клевета Ни Подозренья Ни Ни Злобной Ревности Мученья Ни Скука Не Смущали Нас Мария Ты Пред Ним Явилась Увы С тех Пор Его Душа Преступной Думой Омрачилась Гирей Изменною Дыша Моих Не Слушает Укоров Ему Докучен Сердце Стон Ни Прежних Чувств Ни Разговоров Со Мною Не Находит Он Ты Преступленью Не Причастна Я Знаю Не Твоя Вина Итак Послушай Я Прекрасна Во Всем Гареме Ты Одна Могла Б Еще Мне Быть Опасна Но Я Для Страсти Рождена Но Ты Любить Как Я Не Можешь Зачем Жи Хладной Красотой Ты Сердце Слабое Тревожишь Оставь Гирея Мне Он Мой На Мне Горят Его Лапзанье Он Клятвы Страшные Мне Дал Давно Все Думы Все Желания Гирей С Моими Сочетал Меня Убьет Его Измена Я Плачу Видишь Я колено Теперь Склоняю Пред Тобой Молю Винить Тебя Не Смея Отдай Мне Радость И Покой Отдай Мне Прежнего Гирея Не Возражай Мне Ничего Он Мой Он Ослеплен Тобою Презрением Просьбою Тоскою Чем Хочешь Отврати Его Клянись Хоть Я Для Алкарана Между Невольницами Хана Забыла Веру Прежних Дней Но Вера Матери Моей Кинжалом Я Владею Я Близ Кавказа Рождена Сказав Исчезла Вдруг За Нею Не Смеет Следовать Княжна Невинной Деве Непонятен Язык Мучительных Страстей Но Голос Их Смутно Внятен Он Странен Он Ужасен Ей Какие Слезы И Моленья Ее Спасут От Посрамления Что Ждет Ее Уже Ли Остаток Горьких Юных Дней Провесть Наложницей Презренной О Боже Если Багирей В ее Темнице Отдаленной Забыл Несчастную Навек Или Кончиной Ускоренной Унылые Дни Ее Пресек С Какой Бо Радостью Мария Оставила Печальный Свет Мгновенья Жизни Дорогие Давно Прошли Давно Их Нет Что Делать Ей В пустыне Мира Уж Ей Пора Марию Ждут И В небеса Налона Мира Родной Улыбкою Зовут Промчались Дни Марии Нет Мгновенно Сирота Почила Она Давно Желанный Свет Как Новый Ангел Озарила Но Что Ж В гроб Ее Свело Тоскаль Неволи Безнадежной Болезнь Или Другое Зло Кто Знает Нет Марии Нежной Дворец Угрюмый Опустел Его Гирей Опять Оставил С толпой Татар В чужой Предел Он Злой Набег Опять Направил Он Снова В бурях Боевых Несется Мрачный Кровожадный Но В сердце Хана Чувств Иных Таится Пламень Безотрадный Он Часто В сечах Роковых Подъемлет Саблю Из Размаха Недвижим Остается Вдруг Глядит С безумием Вокруг Бледнеет Будто Полный Страха И Что-то Шепчет И Порой Горючие Слезы Льет Рекой Забытый Преданный Презренью Гарем Незрит Его Лица Там Обреченные Мученью Под Стражей Хладного Скопца Стареют Жены Между Ними Давно Грузинки Нет Она Гарема Стражами Немыми В пучину Вот Опущена В ту Ночь Как Умерла Княжна Свершилось И ее Страданья Какая Б ни Была Вина Ужасно Было Наказание Опустошив Огнем Войны Кавказу Близкие Страны И Селы Мирные России В Таврино Возвратился Хан И в память Горестной Марии Воздвигнул Мраморный Фонтан В углу Дворца Уединенный Над ним Крестом Осенена Магометанская Луна Символ Конечно Дерзновенный Незнание Жалкая Вина Есть Надпись Едкими Годами Еще не Сгладилась Она За чуждыми Ее чертами Журчит Во мраморе Вода И каплет Хладными Слезами Не умолкая Никогда Так Плачет Мать В одни Печали О сыне Паршем На войне Молодые Девы В той Стране Преданье Старины Узнали И мрачный Памятник Оне Фонтаном Слез Именовали Покинув Север Наконец Пиры Надолго Забывая Я посетил Бахчисарая В забвенье Дремлющий Дворец Среди Безмолвных Переходов Бродил Я там Где бич Народов Татарин Буйный Пировал И после Ужасов Набега В роскошной Лене Утопал Еще Поныне Дышит Нега В пустых Покоях И садах Играют В воды Рдеют Розы И вьются Виноградные Лозы И зла Тоблещет На стенах Я видел Ветхие Решетки За коями В своей весне Янтарной Разбирая Четки Вздыхали Жены В тишине Я видел Ханское Кладбище Владык Последнее Жилище Сии Надгробные Столбы Венчанны Мраморной Челмою Казалось Мне завет Судьбы Гласили Внятную Молвою Где Скрылись Ханы Где Гарем Кругом Все Тихо Все Уныло Все Изменилось Но Не тем В то время Сердце Полно было Дыхание Рос Фонтанов Шум Влекли К невольному Забвенью Невольно Придавался Ум Неизъяснимому Волнею И по дворцу Летучей тенью Мелькала Дева Придо мной Чью тень О друге Видел я Скажите Мне Чей образ Нежный Тогда Преследовал Меня Неотразим И Неизбежный Мария Иль Чистая Душа Явилась Мне И Лизарема Носилась Ревностью Дыша Среди Пустелого Гарема Я помню Столь же Милый Взгляд И красоту Еще Земную Все Думы Сердца К ней Летят Об ней В изгнании Тоскую Безумец Полно Перестань Не оживляй Тоски Напрасной Мятежным Снам Любви Несчастной Заплачена Тобою Дань Опомнись Долго Ль Узник Томный Тебе Оковы Лобы Зать И Всеветилирую Нескромно Своё Безумство Разглашать Поклонник Мус Поклонник Мира Забыв И славу И любовь О Скоро Вас Увижу Вновь Брега Веселые Салгира Приду На склон Приморских Гор Воспоминаний Тайных Полный И Вновь Таврические Волны Обрадует Мой Жадный Взор Волшебный Край Очей Отрада Всё Живо Там Холмы Леса Янтарь Яхонт Винограда Долин Приютная Краса И струи Тополей Прохлада Всё Чувство Путника Манит Когда В час Утро Безмятежный В горах Дорогою Прибрежной Привычный Конь Его Бежит И Зеленеющая Влага Прид ним И блещет И шумит Вокруг Утёсов Аюдага Конец Поэмы Бахчисарайский Фонтан Глава 15 Поэма Цыганы Из собрания Сочинений В 10 Томах Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтёра Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Звукозапись Сделана Фонисом Мусиным Поэма Цыганы Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В 10 Томах Том 3 Глава 15 Цыганы Шумную Толпой По Бессарабии Кочуют Они Сегодня Над рекой В шатрах Изодранных Ночуют Как вольность Веселых Вой Пустынном поле Она Привыкла К резвой воле Она Придёт Но вот уж Ночь И скоро Месяц Уж покинет Небес Далёких Облака Зимфира Зимфира Зимфиры Зимфиры Как нет И стынет Убогий Ужин Старика Но вот Она За нею Следом По степи Юноша Спешит Цыгану Вовсе Он Неведом Отец Мой Дева Говорит Веду Я гостя За курганом Его В пустыне Я нашла И в табор На ночь Зазвала Он Хочет Быть Как мы Цыганом Его Преследует Закон Но я Ему Подругой Буду Его Зовут Олег Он Готов Идти За мною Всюду Старик Я рад Останься До утра Под Сенью Нашего Шатра Иль Пробудь У нас И доли Как Ты Захочешь Я Готов С тобой Делить И хлеб И кров Будь Наш Привык Ни К нашей Доли Бродячей Бедности И воли А завтра С утренней Зарей В одной Телеге Мы Поедем Примись За промысел Любой Железо Куй Иль Песни Пой И сел И обходи С медведем Олег Я Остаюсь Земфира Он Будет Мой Кто Ж От Меня Его Отгонит Но Поздно Месяц Молодой Зашел Поля Покрыты Мглой И Сон Меня Невольно Клонит Светло Старик Тихонько Бродит Вокруг Безмолвного Шатра Вставай Земфира Солнце Всходит Проснись Мой гость Пора Пора Оставьте Дети Ложи Неги И С шумом Навысыпал Народ Шатры Разобраны Телеги Готовы Двинуться В поход Все Вместе Тронулась И Вот Толпа Валит В пустых Равнинах Ослы В перекидных Корзинах Детей Играющих Несут Мужья И Братья Жены Девы И Стар И Млад Во след Идут Крик Шум Цыганские Припевы Медведи Рев Его Цепей Нетерпеливое Бряцание Лохмотьев Ярких Пестрота Детей И Старцев Нагота Собак И Лай И Завыванье Волынки Говр Скрыб Телег Все Скудно Дико Все Нестройно Но Все Так Живо Неспокойно Так Чуждо Мертвых Наших Нег Так Чуждо Этой Жизни Праздный Как Песнь Рабов Однообразной Унылый Юноша Глядел На Пустелую Равнину И Грусти Тайную Причину Истолковать Себе Не смел С ним Черноокая Земфира Теперь Он Вольный Житель Мира И Солнце Весело Над ним Полуденной Красою Блещет Что Ж Сердце Юноши Трепещет Какой Заботой Он Томим Птичка Божья Не знает Ни Заботы Ни Труда Хлопотливо Не Свивает Долговечного Гнезда Вдолгу Ночь На ветке Дремлет Солнце Красное Взойдет Птичка Глаз У Бога Внемлет Встрепенется И поет За весной Красой Природой Лето Знойное Пройдет И туман И непогоды Осень Позднее Несет Людям Скучно Людям Горе Птичка В дальние Страны В теплый Край За Синем Море Улетает До весны Подобно Птичке Беззаботной И он Изгнанник Перелетный Гнезда Надежного Не знал И ни к чему Не привыкал Ему Везде Была Дорога Везде Была Ночлег Осень Прослувшись Поутру Свой день Он отдавал На волю Бога И жизни Не могла Тревога Смутить Его Сердечную Лень Его порой Волшебной Славы Манила Дальняя Звезда Нежданно Роскошь И забавы К нему Являлись Иногда Над Одинокой Головой И гром Нередко Крохотал Но он Беспечно Подгрозой И в ведро Ясное Дремал И жил Не признавая Власти Судьбы Коварной И слепой Но боже Как играли Страсти Его Послушной Душой С каким Волнением Кипели В его Измученной Груди Давно Ль Надолго Ль усмирели А не Не проснуться Погоди Земфира Скажи Мой друг Ты не жалеешь О том Что бросил Навсегда Олег Что ж Бросил Я Земфира Ты Разумеешь Людей Отчизны Города Олег О чем Жалеть Когда б Ты знала Когда бы Ты Воображала Неволю Душных Городов Там Люди В кучах За оградой Не дышат Утренней Прохладой Невешним Запахом Лугов Любви Стыдятся Мысли Гонят Торгуют Волею Своей Главы Пред Идолами Клонят И Просят Денег До Цепей Что бросил Я Измен Волненье Предрассуждень И Приговор Толпы Безумное Гонение Или Блистательный Позор Земфира Но Там Огромные Палаты Там Разноцветные Ковры Там Шумные Пиры Уборы Дев Там Так Богатый Олег Что Шум Веселий Городских Где Нет Любви Там Нет Веселий А Девы Как Ты Лучше Их И Без Нарядов Дорогих Без Жемчугов Без Ожерелей Не Изменись Мой Нижний Друг А Я Одно Мое Желание С Тобой Делить Любовь Досуг И Добровольное Изгнание Старик Ты Любишь Нас Хоть И Рожден Среди Богатого Народа Но Не Всегда Мила Свобода Тому Кто Книги Приучен Между Нами Есть Одно Предание Царем Когда-то Сослан Был Полудня Житель К Нам В Изгнание Я Прежде Знал Но Позабыл Его Мудренное Прозвание Он Был Уже Летами Стар Но Млад И Жив Душой Незлобный Имел Он Песен Дивный Дар И Голос Шумовод Подобный И Полюбили Все Его И Жил Он На Бригах Дуная Не Обижая Никого Людей Рассказами Пленя Не Разумел Он Ничего И Слаб И Робок Был Как Дети Чужие Люди За Него Зверей И Рыб Ловили В Сети Как Мерзла Быстрая Река И Зимние Вихри Бушевали Пушистой Кожей Покрывали А Несвятого Старикам Но Он К Заботам Жизни Бедной Привыкнуть Никогда Не Мог Скитался Он И Сохший Бледный Он Говорил Что Гневный Бог Его Карал За Преступление Он Ждал Придет Ли Избавление И Все Несчастный Тосковал Бродя По Берегам Дуная Да Горькие Слезы Проливал Свой Дальний Град Воспоминая И Завещал Он Умирая Чтобы На Юг Перенесли Его Тоскующие Кости И Смертью Чуждой Сей Земли Не Успокоенные Гости Олег Так Вот Судьба Твоих Сынов О Рим О Горькая Держава Певец Любви Певец Богов Скажи Мне Что Такое Слава Могильный Гул Хвалебный Глаз Из Рода В Роды Звук Дыгущий Или Под Сенью Дымной Кущи Цыгана Дикого Рассказ Прошло Два Лета Так Ж Бродят Цыганы Мирную Толпой Везде По Прежнему Находят Гостеприимство И Покой Презрев Оковы Просвещения Олег Уволен Как Они Он Без Забот В Сожаление Ведет Кочующие Дни Все Тот Же Он Семья Все Та Же Он Прежних Лет Не Помня Даже К Бытию Цыганскому Привык Он Любит Их Ночлегов Сени И Упоение Вечной Лени И Бедный Звучный Их Язык Медведь Беглец Родной Берлоги Косматый Гость Его Шатра В селениях Вдоль Степной Дороги Близ Молдаванского Двора Перед Толпою Осторожный И тяжко Пляшет И ревет И цепь Докучную Грызет На посох Опершись Дорожный Старик Лениво В бубны Бьет Олега С пеньем Зверя Водит Земфира Поселян Обходит И Даней Хвольную Берет Настанет Ночь Они Все Трое Варят Нежатые Пшеном Старик Уснул И все В покое В шатре И тихо И темно Старик На вешнем Солнце Греет Уж Остывающую Кровь У люльки Дочь Поет Любовь Олега Внемлет И Бледнеет Земфира Старый Муж Грозный Муж Режь Меня Жги Меня Я Тверда Не боюсь Ни ножа Ни огня Ненавижу Тебя Презираю Тебя И другого Люблю Умирая Любя Олегу Молчи Мне пение Надоело Я Диких Песен Не люблю Земфира Не любишь Мне Какое Дело Я Песню Для Себя Пою Режь Меня Жги Меня Не Скажу Ничего Старый Муж Грозный Муж Не Узнаешь Его Он Свежее Весны Жарче Летнего Дня Как Он Молод И Смел Как Он Любит Меня Как Ласкала Его Я В Ночной Тяжене Как Смеялись Тогда Мы Твоей Седине Олегу Молчи Земфира Я Доволен Земфира Так Понял Песню Ты Мою Олегу Земфира Земфира Ты Сердиться Волен Я Песню Про Тебя Пою Уходит И Поет Старый Муж И Прочь Старик Так Помню Помню Песня Эта Во Время Наши Сложена Уж Давно В Забаву Света Поется Меж Людей Она Качу Я На Степях Кагула Ее Бывало В Зимню Ночь Моя Певала Мариул Перед Огнем Качая Дочь В Уме Моем Минувшее Лето Час От Часу Темнее Темнее Но Заранилась Песня Эта Глубоко В памяти Моей Отец Олег Страшен Послушай Сквозь Тяжелый Сон И Стонет И Рыдает Он Старик Не тронь Его Храни Молчание Слыхал Я Русское Предание Теперь Полуночный Порой Успящего Теснит Дыхание Домашний Дух Перед Зарей Уходит Он Сиди Со Мной Замфира Отец Мой Шепчет Он Замфира Старик Тебя Он Ищет И Во Ты для него дороже мира Замфира Его Любовь Постыла Мне Мне Скучно Сердце Воли Просит Уж Я Но Тише Слышишь Он Другое Имя Произносит Старик Чье Имя Замфира Слышишь Хриплый Сон И Скрежет Ярый Как Ужасно Я Разбужу Его Старик Напрасно Ночного Духа Не гони Уйдет И Сам Замфира Он Повернулся Привстал Зовет Меня Проснулся Иду К нему Прощай Усни Олег Олегу Где ты Была Замфира С Отцом Сидела Какой-то Дух Тебя Томил Во сне Душа Твоя Терпела Мученья Ты Меня Страшил Ты Сонный Скрижетал Зубами И Звал Меня Олега Мне Снилось Ты Я Видел Будто Между Нами Я Видел Страшные Мечты Замфира Не Верь Лукавым Сновиденьям Олегу Ах Я Не Верю Ничему Ни Снам Ни Сладким Увереньям Ни Даже Сердцу Твоему Старик О чем Безумец Молодой О чем Вздыхаешь Ты Всечасно Здесь Люди Вольны Небо Ясно И Жены Славятся Красой Не Плач Тоска Тебя Погубит Олегу Отец Она Меня Не Любит Старик Учешься Друг Она Дитя Твоё Уныние Безрассудно Ты Любишь Горестно И Трудно А Сердце Женское Шутя Взгляни Под Отдалённым Сводом Гуляет Вольная Луна На Всю Природу Мимоходом Равно Сиянье Льёт Она Заглянет В облако Любое Его Так Пышно Озарит И Вот Уж Перешла В другое И То Недолго Посетит Кто Место В небе Ей Укажет Примолвя Там Остановись Кто Сердцу Юной Девы Скажет Люби Одно Не Изменись Утешься Олегу Как Как Любила Как Нежно Преклонялась Ко Мне Она В пустынной Тишине Часы Ночные Проводила Веселье Детского Полна Как Часто Милым Лепетанием Или Упоительным Лапзанием Мою Задумчивость Она В минуту Разогнать Умела И Что Ж Земфира Неверна Моя Земфира Охладела Старик Послушай Расскажу Тебе Я Повесть О Самом Давно Давно Когда Дунаю Не Угрожал Еще Москаль Вот Видишь Я Припоминаю Олегу Старую Печаль Тогда Боялись Мы Султана Оправил Буджаком Паша С Высоких Башен Акермана Я Молод Был Моя Душа В то Время Радостно Кипела И Ни Одна В Кудрях Моих Еще Сединка Не Велела Между Красавиц Молодых Одна Была И Долго Ею Как Солнцем Любовался Я И Наконец Назвал Моею Ах Быстро Молодость Моя Звездой Подучую Мелькнула Но Ты Пара Любви Минула Еще Быстрее Только Год Меня Любила Мариула Однажды Близ Когульских Вод Мы Чуждый Табор Повстречали Цыганы Те Свои Шатры Разбив Близ Наших Угоры Две Ночи Вместе Ночевали Они Ушли На Третью Ночь И Брося Маленькую Дочь Ушла За ними Мариула Я Мирно Спал Заря Блеснула Проснулся Я Подруги Нет Ищу Зову Пропал И след Тоскуя Плакала Земфира И Я Заплакал С этих Пор Постыли Мне Все Девы Мира Меж Ими Никогда Мой Взор Не Выбирал Себ Подруги Кем Я Не Делил Олег Да Как Ж Ты Не Поспешил Тот Час Во След Неблагодарный И Хищником И Ей Коварный Кинжала В Сердце Не Водзил Старик К Чему Вольнее Птицы Младость Кто В силах Удержать Любовь Чередую Всем Дается Радость Что Было То Не Будет Вновь Олег Я Не Таков Нет Я Не Споря От Прав моих Не Откажусь Или Хоть Мщением Наслажусь О Нет Когда Б Над Бездной Море Нашел Я Спящего Врага Клянусь И Тут Моя Нога Не Пощадила Б Злодея Я Волны Моря Небледнее И Беззащитного Втолкнул Внезапный Ужас Пробуждения Свирепым Смехом Упрекнул И Долго Мне Его Падение Смешон И Сладок Молодой Цыган Еще Одно Одно Лапзанье Зимфира Пора Мой Муж Ревнив И Зол Цыган Одно На Доле На Прощанье Зимфира Прощай Пока Мест Не Пришел Цыган Скажи Когда Опять Свиданье Зимфира Сегодня Как Зайдет Луна Там За курганом Над Могилой Цыган Обманет Не Придет Она Зимфира Вот Он Беги Придумай Милый Олег Спит В Его Уме Видение Смутное Играет Он С Криком Пробудясь Во тьме Ревниво Руку Простирает Но Обробелая Рука Покровы Хладные Хватает Его Подруга Далека Он Стрепетом Привстал И Внемлет Все Тихо Страх Его Объемлет По Нем Текут И Жар И Хлад Встает Он Из Шатра Выходит Вокруг Телег Ужасен Бродит Спокойно Все Поля Молчат Темно Луна Слышат Первый Олег Олег Ум Ум Стар Старик приближайся рёк. Оставь нас, гордый человек. Мы дики, нет у нас законов. Мы не терзаем, не казним. Не нужно крови нам и стонов. Но жить с убийцей не хотим. Ты не рождён для дикой доли. Ты для себя лишь хочешь воли. Ужасен нам твой будет глаз. Мы робки и добры душою. Ты зол и смел, оставь же нас. Прости, да будет мир с тобою. Сказал, и шумную толпою поднялся табор кочевой. С долины страшного ночлега, и скоро все вдали степной, сокрылась лишь одна телега, убогим крытая ковром, стояла в поле роковом. Так иногда перед зимою, туманной утренней порою, когда подъемлется с полей, в станице поздних журавлей, и с криком вдаль на юг несётся, пронзённый гибельным светцом, один печально остаётся, повиснув раненым крылом. Настала ночь, в телеге тёмной, огня никто не разложил. Никто под крышей подъёмной до утра сном не опочил. Конец поэмы «Цыганы». Звукозапись сделана Фанисом Мусиным. www.kardry.com Поэма «Граф Нулин» из собрания сочинений в 10 томах. Том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтёра, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Граф Нулин» поэма Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в 10 томах. Том 3. Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах. Выходит барин на крыльцо, всё подбочась обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет. Чекмень, затянутый на нём, турецкий нож за кушаком, за пазухой во фляжке ром и рог на бронзовой цепочке. В ночном чипце, в одном платочке, глазами сонными жена сердито смотрит из окна на сборно-псарную тревогу. Вот мужу подвели коня. Он холку «Хвать!» и встремя ногу, кричит жене «Не жди меня!» и выезжает на дорогу. В последних числах сентября, презренной прозой говоря, в деревне скучно. Грязь, ненастья, осенний ветер, мелкий снег, двой волков. Но то-то счастье охотнику, не зная нег, в отъезжем поле он горцует, везде находит свой ночлег, бронится, мокнет и пирует опустошительный набег. А что же делает супруга, одна в отсутствии супруга? Занятий мало ли есть у ней? Грибы солить, кормить гусей, заказывать обед и ужин, в анбар и в погреб заглянуть. Хозяйке глаз повсюду нужен, он вмиг заметит что-нибудь. К несчастью, героиня наша... Ах, я забыл ей имя дать. Муж просто звал ее Наташа, но мы, мы будем называть Наталья Павловна. К несчастью, Наталья Павловна совсем своей хозяйственной участию не занималась, за тем, что не в отеческом законе она воспитана была, а в благородном пансионе у эмигрантки Фальбала. Она сидит перед окном. Пред ней открыт четвертый том сентиментального романа «Любовь Элизы и Армана» или «Переписка двух семей». Роман классический, старинный, отменно длинный, 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 нравоучительный и чинный, без романтических затей. Наталья Павловна сначала его внимательно читала, но скоро как-то развлеклась перед окном возникшей дракой козла с дворовой собакой, и ею тихо занялась. Кругом мальчишки хохотали. Меж тем печально под окном индейки с криком выступали, во след за мокрым петухом. Три утки полоскались в лужи, шла баба через грязный двор белье повесить на забор. Погода становилась хуже. Казалось, снег идти хотел. Вдруг колокольчик зазвенел. Кто долго жил в глуши печальный, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальный порой волнует сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, товарищ юности удалый? Уж не она ли? Боже мой, вот ближе, ближе, сердце бьется, но мимо, мимо звук несется. Слабей. И смолкнул за горой. Наталья Павловна к балкону бежит, обрадована звону. Глядит и видит, за рекой у мельницы коляска скачет. Вот на мосту, к нам точно. Нет, поворотила влево. Вслед она глядит и чуть не плачет. Но вдруг, о радость, косогор, коляска на бок. Филька, Васька, кто там? Скорей, вон там коляска. Сейчас везти ее на двор и барина просить обедать. Да жив ли он? Беги проведать. Скорей, скорей. Слуга бежит. Наталья Павловна спешит взбить пышный локон, шаль накинуть, задернуть зависть, стул подвинуть и ждет. Да скоро ли, мой творец? Вот едут, едут на конец. Забрызганный, в дороге дальный, опасно раненый, печальный, кое-как тащится экипаж. Вслед барин молодой хромает. Слуга француз не унывает и говорит, «Алон, кураж!» Вот у крыльца, вот все не входят. Пока месть барину теперь, покой особенный отводит, и настежь отворяют дверь. Пока пекарь шумит, хлопочет, и барин одеваться хочет, сказать ли вам, кто он таков? Граф Нулин, из чужих краев, где промотал он вихремоды свои грядущие доходы. Себя оказать, как чудный зверь, в Петрополь едет он теперь, с запасом фраков, жилетов, шляп, вееров, плащей, корсетов, булавок, запонок, ларнетов, цветных платков, чулков ажур, с ужасной книжкой у Гизота, с тетрадью злых карикатур, с романом в новом Вальтер Скотта, с бом-мод в Парижского двора, с последней песней Беранжера, с мотивами Рассини, Пера, etc., etc. Уж стол накрыт, давно пора, хозяйка ждет нетерпеливо, дверь отворилась, входит граф, Наталья Павловна, привстав, осведомляется учтиво, каков он, что нога его, граф отвечает, ничего, идут за стол, вот он садится, к ней подвигает свой прибор, и начинает разговор, святую Русь бронит, девица, как можно жить в ее снегах, жалеет о Париже страх, а что театр? О, сиротеет, c'est bien-mouve, café-pitié, тальма совсем оглох, слабеет, а мамзель Марс, уй, стареет, зато потье, le grand potier, он славу прежнюю в народе, да ныне поддержал один. Какой писатель нынче в моде? Все, Дарлин Кур и Ла Мартин, у нас им так же подражают, нет, право, так у нас умы, уж развиваться начинают, дай бог, чтоб просветились мы, как тальки носит, очень низко, почти до, вот до этих пор, позвольте видеть ваш убор, так, рюши, банты, здесь узор, все это к моде очень близко, мы получаем телеграф, ага, хотите ли послушать, прелестный водевиль? И граф поет, да граф, извольте ж кушать, я сыт и так, и за стола встают, хозяйка молодая, чрезвычайно весела, граф о Париже забывая, девица, как она мила, проходит вечер неприметно, граф сам не свой, хозяйке взор, то выражается приветно, то вдруг потуплен безответно, глядишь, и полночь вдруг на двор, давно храпит слуга в передней, давно поет петух соседней, в чугунную доску сторож бьет, в гостиной свечки догорели, Наталья Павловна встает, пора, прощайте, ждут постели, приятный сон, с досадой встав, полувлюбленный, нежный граф целует руку ей, и что же, куда кокетство не ведет, проказница, прости ей, боже, тихонько графу руку жмет, Наталья Павловна раздета, разведать, как успела, но госпожа ей, наконец, сказала, полно, надоело, спросила кофту и чипец, легла и выйти вон велела, своим французом, между тем, и граф, раздет уже совсем, ложится он, сигару просит, месье Пикарр ему приносит, графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, щипцы с пружиной, будильник и неразрезанный роман, в постели лежа, Вальтер Скотта глазами пробегает он, но граф душевно развлечен, неугомонная забота его тревожит, мыслит он, неужто в правду я влюблен, что, если можно, вот забавно, однако ж это было б славно, я, кажется, хозяйке мил, и нулен свечку погасил, несносный жар его объемлет, не спится графу, бес не дремлет и дразнит грешную мечтой в нем чувства, пылкий наш герой воображает очень живо хозяйке взор красноречивый, довольно круглый, полный стан, приятный голос, прямо женский, лица румянят деревенские, здоровье, краше всех румян, он помнит кончик ножки нежной, он помнит, точно, точно так, она ему рукой небрежной пожала руку, он дурак, он должен был остаться с нею, ловить минутную затею, но время не ушло, теперь отворена, конечно, дверь, и тотчас, на плеча накинув свой пестрый шелковый кхалат и стул в потемках опрокинув, в надежде сладостных наград, к лукреции торквиний новый отправился на все готовый. Так иногда лукавый кот, жеманный баловень служанки, за мышью крадется с лежанки, украдкой, медленно идет, полузажмурясь подступает, свернется в ком, хвостом играет, разинит когти хитрых лап, и вдруг бедняжку цап-сарап. Влюбленный граф в потемках бродит, дорогу ощупью находит, желанием пламенным томим едва дыханье переводит, трепещет, если пол под ним вдруг заскрипит. Вот он подходит к заветной двери и слегка жмет ручку медную замка. Дверь тихо-тихо уступает, он смотрит, лампа чуть горит и бледно спальню освещает, хозяйка мирно почивает или притворяется, что спит. Он входит, медлит, отступает, и вдруг упал к ее ногам. Она, теперь с их позволения, прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей и разрешить, что делать ей. Она, открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой ей сыплет чувства выписные и дерзновенную рукой коснуться хочет одеяло, совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она и гнева гордого полна, а, впрочем, может быть, и страха, она торквению с размаха дает пощечину. Да-да, пощечину, да ведь какую! Скорел граф Нулин от стыда, обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он досадой страшного пылая, но шпиц косматый вдруг золая прервал параши крепкий сон. Услышав граф ее походку и приклиная свой ночлег и свою нравную красотку, в постыдный обратился бег. Как он, хозяйка и параша, проводит остальную ночь, воображайте, воля ваша, я не намерен вам помочь. Восстав поутру молчаливо, граф одевается лениво, отделкой розовых ногтей, зевая, занялся небрежно и галстук вяжет неприлежно, и мокрой щеткой своей не гладит стриженных кудрей. О чем он думает, не знаю, но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев неловкий стыд и тайный гнев, идет. Проказница молодая, на смешливый потупе взор и губки алые кусая, заводит скромно разговор о том, о сём. Сперва смущённый, но постепенно ободрённый, с улыбкой отвечает он. Получаса не проходило, уж он и шутит очень мило и чуть ли снова не влюблён. Вдруг шум в передней входит. Кто же? Наташа, здравствуй! Ах, мой Боже, граф, вот мой муж! Душа моя, граф Нулин, рад, сердечная, какая скверная погода! У кузницы я видел ваш совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода мы затравили русака. Эй, водки! Граф, прошу отведать, прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? И полно, граф, я вас прошу, жена и я гостям мы рады. Не знаю, правая, я спешу. Нет, граф, останьтесь! Но с досадой и все надежды потеряв, упрямится печальный граф. Уж подкрепив себя стаканом, пекар кряхтит за чемоданом, уже к коляске двое слуг несут привинчивать сундук. К крыльцу подвезена коляска, пекар всё скоро уложил, и граф уехал. Тема и сказка могла бы кончиться, друзья, но слова два прибавлю я. Когда коляска ускакала, жена всё мужу рассказала, и подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей Павловной смеялся? Не угадать вам, почему ж муж как не так, совсем не муж. Он очень этим оскорблялся, он говорил, что граф дурак, молокосос, что если так, то графа он визжать заставит, чтоб сами он его затравит. Смеялся Лидин, их сосед, помещик двадцати трёх лет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, друзья мои, совсем не дива. конец поэмы граф Нулин посвящение и песнь первая поэма Полтава из собрания сочинений в десяти томах том третий Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтёра пожалуйста посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Полтава Поэмы Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в десяти томах том третий Эпиграф Посвящение Тебе Но голос Музы Темный Коснётся Люха Твоего Поймёшь ли ты Душою Скромной Стремление Сердца Моего Или Посвящение Поэта Как Некогда Его Любовь Перед Тобой Без Ответа Пройдёт Неприснанная Вновь Узнай По крайней Мере Звуки Бывало Милые Тебе И думай Что В одни Разлуки В моей Изменчивой Судьбе Твоя Печальная Пустыня Последний Звук Твоих Речей Одно Сокровище Святыня Одна Любовь Души Моей Песнь Первая Богат И славен Кочубей Его Луга Необозримы Там Табуны Его Коней Пасутся Вольно Нехранимы Кругом Полтавы Хутора Окружены Его Садами И Много У него Добра Мехов Атласа Серебра И на виду И под Замками Но Кочубей Богатый горд Ни Долгогривыми Конями Ни Златом Данью Крымский Хорд Ни Родовыми Хуторами Прекрасной Дочерью Своей Гордится Старой Кочубей И То Сказать В Полтаве Нет Красавицы Марии Равной Она Свежа Как Вешний Цвет Взлелейный В тени Дубравный Как Тополь Киевских Высот Она Стройна Ее Движенья То Лебедя Пустынных Вод Напоминают Плавный Ход То Лани Быстрые Стремления Как Пена Грудь Ее Бела Вокруг Высокого Чела Ее Глаза Ее Уста Как Роз Рдеют Но Ни Единая Краса Мгновенный Цвет Молвою Шумной В Молодой Марии Почтена Везде Прославилась Она Девицей Скромной И Разумной Зато Завидных Женихов Ешлет Украина И Россия Но От Венца Как Атаков Бежит Пугливая Мария Всем Женихам Отказ И Вот За ней Сам Гетман Сватов Шлет Он Стар Он Удручен Годами Войной Заботами Трудами Но Чувства В нем Кипят И Вновь Мазе Поведает Любовь Мгновенно Сердце Молодое Горит И Гаснет В нем Любовь Проходит И Приходит Вновь В нем Чувства Каждый День Иное Не Столь Послушно Не Слегка Не Столь Мгновенными Страстями Пылает Сердце Старика Окаменелое Годами Упорно Медленно Оно В огне Страстей Раскалено Но Поздний Жар Уж Не Остынет И С жизнью Лишь Его Покинет Несерно Под Утес Уходит Орла Послыша Тяжкий Лед Одна В синях Невеста Бродит Трепещет И Решенье Ждет И Вся Полна Негодованием К ней Мать Идет И С содроганием Схватив Ей Руку Говорит Бестыдный Старец Нечестивый Возможно Ль Нет Пока Мы Живы Нет Он Греха Не Совершит Он Должный Быть Отцом И Другом Невинной Крестницы Своей Безумец На закате Дней Он Вздумал Быть Ее Супругом Мария Вздрогнула Лицо Покрыло Бледность Гробовая И Охладев Как Неживая Упала Дева На крыльцо Она Опомнилась Но Снова Закрыла Очи И Ни Слова Не Говорит Отец И Мать Ей Сердце Ищет Успокоить Боязнь И Горесть Разогнать Тревогу Смутных Дум Устроить Напрасно Целые Два Дня То Молча Плача То Стеня Мария Не Пила Не Ела Шатаясь Бледная Как Тень Не Зная Сна На Третий День Ее Светлица Опустела Никто Не Знал Когда И Как Она Сокрылась Лишь Рыбак Той Ночью Слышал Конский Топот Казачью Речь И Женский Шепот И Утром След Осьми Подков Был Виден На Росе Лугов Не Только Первый Пух Ланит Да Руссы Кудри Молодые Порой И Старца Строгий Вид Рубцы Чела Влосы Седые И Вскоре Слуха Кочубея Коснулась Роковая Весть Она Забыла Стыд И Честь Она В Объятиях Злодея Какой Позор Отец И Мать Молву Не Смеют Понимать Тогда Лишь Истина Явилась Своей Ужасной Наготой Тогда Лишь Только Объяснилась Душа Преступницы Молодой Тогда Лишь Только Стало Явно Зачем Бежала Своенравно Она Семейственных Оков Томилась Тайно Воздыхала И На Привет Женихов Молчанием Гордым Отвечала Зачем Так Тихо За Столом Она Лишь Гетману Внимала Когда Беседа Ликовала И Чаша Пенилась Вином Зачем Она Всегда Певала Те Песни Кои Он Слагал Когда Он Беден Был И Мал Когда Молва Его Не Знала Зачем Снеженскую Душой Она Любила Конный Строй И Бранный Звон Литавры И Клики Пред Бунчукому Буловой Малороссийского Владыки Богат И Знатен Кочубей Довольно У него Друзей Свою Омыть Он Может Славу Он Может Возмутить Полтаву Внезапно Средь Его Дворца Он Может Мчением Отца Постигнуть Гордого Злодея Он Может Верную Рукой Кочубея Была Та Смутная Пора Когда Россия Молодая В Бареньях Сила Напряга Мужала С Гением Петра Суровый Был В Науке Славы Ей Дан Учитель Не Один Урок Нежданный Кровавый Задал Ей Шведский Паладин Но В Искушениях Долгой Кары Перетерпев Судеб Удары Окрепла Русь Так Тяжкий Млад Дробя Стекло Кует Булат Венчанной Славой Бесполезной Отважный Карл Скользил Над Бездной Он Шел На Древнюю Москву Взметая Русские Дружины Как Вихрь Годит Прах Долины И Клонит Пыльную Траву Он Шел Путем Где След Оставил В дни Наши Новый Сильный Враг Когда Падением Ославил Муж Рока Свой Попятный Шаг Украина Глухо Волновалась Давно В ней Искра Разгоралась Друзья Кровавой Старины Народной Чаяли Войны Роптали Требуя Кичливо Чтоб Гетман Узый Их Расторг И Карла Ждал Нетерпеливо Их Легкомысленный Восторг Вокруг Мазепа Раздавался Мятежный Крик Пора Пора Но Старый Гетман Оставался Послушным Подданным Петра Храня Суровость Обычайну Спокойно Ведал Он Украину Молве Казалось Невнимал И равнодушно Пировал Что ж Гетман Юноши Твердили Он Изнемог Он Слишком Стар Труды И годы Угасили В нем Прежний Деятельный Жар Зачем Дрожащую Рукою Еще Он Носит Булаву Теперь Бы Грянуть Нам Войною На Ненавистную Москву Когда Вы Старый Дорошенко Или Самойлович Молодой Или Наш Полей Или Гордиенко Владели Силой Войсковой Тогда В снегах Чужбины Дальной Не погибали Казаки И Малороссии Печальной Освобождались Уж Полки Так Своеволием Пыла Роптала Юность Удалая Опасных Алча Перемен Забыв Отчизны Давний Плен Богдана Счастливые Споры Святые Брани Договоры И Славу Дедовских Времен Но Старость Ходит Осторожно И Подозрительно Глядит Чего Нельзя И Что Возможно Еще Не Вдруг Она Решит Кто Снидит В глубину Морскую Покрытую Недвижно Льдом Кто Испытующим Умом Проникнет Бездну Рукавую Души Коварной Думы В ней Плоды Подавленных Страстей Лежат Погружено Глубоко И Замысел Давнишних Дней Быть Злей Чем Сердце В нем Хитрей И Ложней Тем С виду Он Неосторожней И В обхождении Простей Как Он Умеет Самовластно Сердца Привлечь И Разгадать Умами Править Безопасно Чужие Тайны Разрешать С Какой Доверчивостью Лживой Как Добродушно На пирах Со Старцами Старик Болтливый Жалеет Он О Прошлых Днях Свободу Славит Своевольным Поносит Власти С Недовольным С Ожесточенным Слезы Льет С Глупцом Разумную Речь Ведет Немногим Может Быть Известно Что Дух Его Неукротим Что Рад И Честно И Бесчестно Вредить Он Недругам Своим Что Ни Единая Он Обиды С Тех Пор Как Жив Не Забывал Что Далеко Преступны Виды Старик Надменный Простирал Что Он Не Ведает Святыни Что Он Не Помнит Благостыни Что Он Не Любит Ничего Что Кровь Готов Он Лить Как Воду Что Презирает Он Свободу Что Нет Отчизны Для Него Издавно Умысел Ужастый Взлелеял Тайно Злой Старик В Душе Своей Но Взор Опасный Враждебный Взор Его Проник Нет Дерзкий Хищник Нет Губитель Скрижеща Мыслит Кочубей Я Пощажу Твою Обитель Темницу Дочери Моей Ты Не Истлеешь Средь Пожара Ты Не Исдохнешь От Удара Казачьей Сабли Нет Злодей В Руках Московских Палачей В Крови Причетных Отрицаниях На Дыбе Корчись В Истязаниях Ты Проклянешь И День И Час Когда Ты Дочь Крестил У Нас И Пир На Коем Чести Чашу Тебе Я Полну Наливал И Ночь Когда Голубку Нашу Ты Старый Коршун Заклевал Так Было Время С Кочубеем Был Друг Мазепа Вон И Дни Как Солью Хлебом И И И И Делились Чувствами Они Их Кони По Полям Победы Скакали Рядом Сквозь Огни Нередко Долгие Беседа Наедине Вели Они Пред Кочубеем Гетман Скрытный Души Мятежной Ненасытной Отчасти Бездну Открывал И О Грядущих Изменениях Переговорах Возмущениях В речах Неясных Намекал Так Было Сердце Кочубея В то Время Предано Ему Но В горькой Злобе Свирепея Теперь Позыву Одному Оно Послушно Он Голубит Едину Мысль И день И ночь Или Сам Погибнет Или Погубит Отомстит Поруганную Дочь Но Предприимчивую Злобу Он Крепко В сердце Затаил Бессильной Горести Как Гробу Теперь Он Мысли Устремил Он Зла Мазепи Не желает Всему Виновна Дочь Одна Но Он И Дочери Прощает Пусть Богу Даст Ответ Она Покрыв Семью Свою Позором Забыв И небо И закон А между Тем Орлином Взором В кругу Домашним Ищет Он Себе Товарищей Отважных Неколебимых Непродажных Во всем Открылся Он Жене Давно В глубокой Тишине Уже Донос Он Грозный Копит И Гнева Женского Полна Несерпеливая Жена Супруга Злобного Торопит В тиши Ночей Наложа сна Как некий Дух Ему Она Омщенье Шепчет Укоряет И слезы Льет И ободряет И клятвы Требует И ей Клянется Мрачный Кочубей Удар Обдуман С Кочубеем Бесстрашный Искра Заодно И оба Мыслят Одолеем Врага Паденье Решено Но кто Ж Усердим Пламене Ревнуя К общему Добру Донос На мощного Злодея Предубежденному Петру К ногам Положат Не рабея Между Полтавских Казаков Презренных Девою Несчастный Один С ладеческих Годов Ее любил Любовью Страстный Вечерней Утренней Порой На берегу Реки Родной В тени Украинских Черешин Бывало Он Марию Ждал И ожиданием Страдал И краткой Встречей Был Утешен Он Безнадежд Ее любил Не докучал Он ей Мольбою Отказов Он Не пережил Когда Наехали Толпою К ней Женихи Из их Рядов Унылый Сир Он Удалился Когда Же Вдруг Меж Казаков Позор Мариин Огласился И Беспощадная Молва Ее Со смехом Поразила И тут Мария Сохранила Над ним Привычные Права Но Если Кто Хотя Случайно Пред Ним Мазепу Называл То Он Бледнел Терзаясь Тайно И Взоры В землю Опускал Кто При Звездах И При Луне Так Поздно Едет На Коне Чей-то Конь Неутомимый Бежит В степи Необозримый Казак На Север Держит Путь Казак Не хочет Отдохнуть Ни в Чистом Поле Ни в Дубраве Ни при Опасном Переправе Как Сткло Булат Его Блестит Мешок За Пазухой Звенит Не спотыкаясь Конь Ретивый Бежит Размахивая Гривой Червонцу Нужно Для Конца Булат Потеха Молодца Ретивый Конь Потеха Тоже Но Шапка Для Него Дороже За Шапку Он Оставит Рад Коня Червонца И Булат Но Выдаст Шапку Только Сбою И То Лишь Сбудень Головою Зачем Он Шапкой Дорожит Затем Царю Петру От Кочубея Грозы Нечуя Между Тем Не Ужасаем Ничем Мазепа Козни Продолжает С ним Полномощный Язуит Мятеж Народный Учреждает И Шаткой Трон Ему Сулит Во Тьме Ночной Они Как Воры Ведут Свои Переговоры Измену Ценят Меж Собой Слагают Цифру Универсалов Торгуют Царской Головой Торгуют Клятвами Вассалов Какой-то Нищий Во дворец Неведомо Отколе Ходит И Орлик Гетманов Делец Его Приводят И Выводят Повсюду Тайно Сеют Яд Его Подосланные Слуги Там На Дону Казачьи Круги Они С Булавином Мутят Там Будет Диких Орд Отвагу Там За Порогами Днепра Стращают Буйную Ватагу Самодержавием Петра Мазе Повсюду Взор Кидает И Письма Шлет Из края В край Угрозы Хитрый Подымает Он На Москву Бахчисарай Король Ему В Варшаве Внемлет В стенах Очакова Паша Восстанет Карл И царь Не Дремлет Его Коварная Душа Он Думой Думу Развивая Верней Готовит Свой Удар В нем Не Ослабеет Воля Злая Не Утомим Преступный Жар Но Как Он Вздрогнул Как Воспрянул Когда Пред Ним Внезапно Грянул Упадший Гром Когда Ему Врагу России Самому Вельможи Русские Послали В Полтаве Писанный Донос И Вместо Праведных Угроз Как Жертве Ласки Расточали И Озабоченной Войной Кнушаясь Мнимой Клеветой Донос Оставя Без внимания Сам Царь Иуду Утешал И Злобу Шумом Наказания Смирить Надолго Обещал Мазепа В горести Притворной К царю Возносит Глаз Покорный И Знает Бог И Видит Свет Он Бедный Гетман Двадцать Лет Царю Служил Душою Верной Его Щедроту Безмерной Осып Он Дивно Вознесен О Как Слепа Безумно Злоба Ему Теперь У двери Гроба Начать Учение Измен И Потемнять Благую Славу Не Он Ли Помощь Станиславу С негодованием Отказал Стыдясь Отверг Венец Украины И Договор И Письма Тайны К царю Подолгу Отослал Не Он Ли На Учением Хана И Цареградского Салтана Был Глух Усердием Горя С врагами Белого Царя Умом И Саблей Рад Был Спорить Трудов И Жизни Не Жалел И Ныне Злобный Недруг Смел Его Седины Опозорить И Кто Ж И 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 Слезами В Холодной Дерзости Своей И Казни Требуют Злодей Чьей Казни Старец Непреклонный Чья Дочь В Объятиях Его Но Хладно Сердце Своего Он Заглушает Ропот Сонный Он Говорит В Неравный Спор Зачем Вступает Сей Безумец Он Сам Надменный Вольнодумец Сам Точит На Себя Топор Куда Бежит Зажавший Вежды На Чем Он Основал Надежды Или Но Дочери Любовь Главы Отцовской Не Искупит Любовник Детману Уступит Не То Моя Прольется Кровь Мария Бедная Мария Краса Черкасских Дочерей Не Знаешь Ты Какого Змия Ласкаешь На Груди Своей Какой Же Властью Непонятной К душе Свирепой И Развратной Так Сильно Ты Привлечена Кому Ты В Жертву Отдана Его Кудрявые Сидины Его Глубокие Морщины Его Блестящий Впалый Взор Его Лукавый Разговор Тебе Всего Всего Дороже Ты Мать Забыть Для них Могла Соблазном Посланная Ложа Ты Отче Сенья Предпочла Своими Своими Чудными Очами Тебя Старин Заворожил Своими Тихими Речами В тебе Он Совесть Усыпил Ты На него С благоговением Возводишь Ослепленный Взор Его Лелеешь С умилением Тебе Приятен Твой Позор Ты Им В безумном Упоении Как Целомудрием Горда Ты Прелесть Нежную Стыда В своем Утратила Паденье Что Стыд Марии Что Молва Что Для нее Мирские Пени Когда Склоняется В колени К ней Старца Гордая Глава Когда Снегетман Забывает Судьбы Своей И Труд И Шум Иль Тайны Смелых Грозных Дум Ей Деви Робкой Открывает И Дней Невинных Ей Не Жаль И Душу Ей Одна Печаль Порой Как Туча Затмевает Она Унылых Пред Собой Отца И Мать Воображает Она Сквозь Слезы Видит Их В Бездетной Старости Одних И Мнится Пенем Их Внимает Ой Если Б Ведала Она Что Уж Узнала Вся Украина Но От Нее Сохранена Еще Убийственная Тайна Конец Песни Первый Из Поэмы Полтава Песня Вторая Поэма Полтава Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма Полтава Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти В Десяти Томах Том Третий Песнь Вторая Мазепа Мрачен Ум его Смущен Жестокими Мечтами Мария Нежными Очами Глядит На старца Своего Она Обняв Его колени Слова Любви Ему Твердит Напрасно Черных Помышлений Ее Любовь Не удалит Пред Бедной Девой С невниманием Он Хладно Потупляет Взор И Ей На Ласковый Укор Одним Ответствует Молчанием Удивлена Оскорблена Едва Дыша Встает Она И Говорит С Негодованием Послушай Гетман Для Тебя Я Позабыла Все На Свете Навек Однажды Полюбя Одно Имела Я В Предмете Твою Любовь Я Для Нее Сгубила Счастье Мое Но Ни О Чем Я Не Жалею Ты Помнишь В страшной Тишине В ту Ночь Как Стала Я Твоею Меня Любить Ты Клялся Вне Зачем Же Ты Меня Не Любишь Мой Друг Несправедливо Ты Оставь Безумные Мечты Ты Подозрением Сердца Губишь Нет Душу Пылкую Твою Волнуют Ослепляют Страсти Мария Верь Тебя Люблю Я Больше Славы Больше Власти Неправда Ты Со мной Хитришь Давно Мы Были Неразлучны Теперь Ты Ласк моих Бежишь Теперь Они Тебе Докучны Ты Целый День В кругу Старшин В Пирах Разъездах Я Забыта Ты Долгой Ночью Или Один Или С Нищем Или У Изуита Любовь Смиренная Моя Встречает Хладную Суровость Ты Дульской Это Новость Кто Это Дульская И Ты Ревниво Мнель В маиле Лето Искать Надменного Привета Самолюбивой Красоты И Стану Ль Я Старик Суровый Как Праздный Юноша Вздыхать Влащить Позорные Оковы И Жен Притворством Искушать Нет Объяснись Без Отговорок И Просто Прямо Отвечай Покой Души Твоей Мне Дорог Мария Так И Быть Узнай Давно Замыслили Мы Дело Теперь Оно Кипит У нас Благое Время Нам Приспело Борьбы Великой Близок Час Без Милой Вольности И Славы Склоняли Долгом И Главы Под Покровительством Варшавы Под Самовластием Москвы Но Независимой Державой Украй Не Быть Уже Пора И Знамя Вольности Кровавой Я Подымаю На Петра Готово Все В Переговорах Со Мною Оба Короля И Скоро В Смутах В Бранных Спорах Быть Может Трон Воздвигну Я Друзей Надежных Я И Дургская И С Не Мой Язуит Да Нищесей К Концу Мой Замысел Приводит Через Руки Их Ко Ты Твои Мечтания Рассеяны Ль О Милый Мой Ты Будешь Царь Земли Родной Твоим Сединам Как Пристанет Корона Царская Постой Не Все Свершилось Буря Грянет Кто Может Знать Что Ждет Меня Я Близ Тебя Не Знаю Страха Ты Так Могущ О Знаю Я Трон Ждет Тебя А Если Плаха С Тобой На Плаху Если Так Ах Пережить Тебя Могули Но Нет Ты Носишь Власти Знак Меня Ты Любишь Я Люблю Ли Скажи Отец Или Супруг Тебе Дороже Милый Друг К Чему Вопрос Такой Тревожит Меня Напрасно Он Семью Стараюсь Я Забыть Мою Я Стала Ей В позор Быть Может Какая Страшная Мечта Моим Отцом Я Проклита А За Кого Так Я Дороже Тебе Отца Молчишь О Боже Что Ж Отвечай Реши Ты Сам Послушай Если Было Б Нам Ему Или Мне Погибнуть Надо А Ты Б Нам Судьей Была Кого Б Ты В Жертву Принесла Кому Б Ты Была Ограда Ах Полно Сердце Не Смущай Ты Искуситель Отвечай Ты Бледен Речь Твоя Сурова О Не Не Сердись Всем Всем Готова Тебе Я Жертвовать Поверь Но Страшны Мне Слова Так Довольно Помни Жа Мария Что Ты Сказала Мне Теперь Тихо Тихо Украинская Ночь В Глубоком Тяж Размышлений А Кован Кочубей Сидит И Мрачно На Нем Глядит За Утро Казнь Но Без Боязни Он Мыслит Об Ужасной Казни О Жизни Не Жалеет Он Что Смерть Ему Желанный Сон Готов Он Лечь Во Гроб Кровавый Дрема Долит Но Боже Правый К ногам Злодея Молча Пасть Как Бессловесное Создание Царем Быть Отдану Во Власть Врагу Царя На Поруганье Утратить Жизнь И С нею Честь Друзей С собой Наплаху Весть Над Гробом Слышать Их Проклятия Ложась Безвином Под топор Врага Веселый Встретить Взор И смерти Кинуться В объятья Не завещая Никому Вражды К злодею Своему И Вспомнил Он Свою Полтаву Обычный Круг Семьи Друзей Минувших Дней Богатства Славу И Песни Дочери Своей И Старый Дом Где Он Родился Где Знал И Труд И Мирный Сон И Все Чем В жизни Насладился Что Добровольно Гремит И Пробужден Несчастный Думает Вот Он Вот На пути Моем Кровавом Мой Вождь Под Знаменем Креста Грехов Могущий Разрешитель Духовной Скорби Врач Служитель За нас Распятого Христа Его Святую Кровь И Тело Принесший Мне Да Укреплюсь Да Приступлю Ко смерти Смело Из Жизни Вечной Приобщусь И С Сокрушением Сердечным Готов Несчастный Кочубей Перед Всесильным Бесконечным Излить Тоску Мольбы Своей Но Не Отшельника Святого Он Гости Узнает Иного Свирепый Орлик Перед Ним И Отвращением Томим Страдалец Горького Прошает Ты Здесь Жестокий Человек Зачем Последний Мой Ночлег Еще Мазепа Возмущает Допрос Не Кончен Отвечай Я Отвечал Уже Ступай Оставь Меня Еще Признание Пан Гетман Требует Но В чем Давно Сознался Я Во всем Что Вы Хотели Показания Мои Все Ложны Я Лукав Я Строю Козни Гетман Прав Чего Вам Более Мы Знаем Что Ты Несчетно Был Богат Мы Знаем Ни Единый Клад Тобой В диканке Укрываем Свершится Казнь Твоя Должна Твое Имение Сполна В казну Поступит Войсковую Таков Закон Я указую Тебе Последний Долг Открой Где Клады Скрытые Тобой Так Не Ошиблись Три Клада Всей Жизни Были Мне Отрада И Первый Клад Мой Честь Была Клад Этот Пытка Отняла Другой Был Клад Невозвратимый Честь Дочери Моей Любимой Я День И Ночь Над Ним Дрожал Мазепа Этот Клад Украл Но Сохранил Я Клад Последний Мой Третий Клад Святую Месть Ее Готовлюсь Богу Снесть Старик Оставь Пустые Бредни Сегодня Покидая Свет Питайся Мыслью Суровой Шутить Не Время Дай Ответ Когда Не Хочешь Пытки Новый Где Спрятал Деньги Злой Холоп Окончишь Ли Допрос Нелепый Повремени Дай Лечь Мне В гроб Тогда Ступай Себе С Мазепой Мое Наследие Считать Окровавленными Перстами Мои Подвала Разрывать Рубить И Жечь Сады С домами Собой Возьмите Дочь Мою Она Сама Вам Все Расскажет Сама Все Клады Вам Укажет Но Ради Господа Молю Теперь Оставь Меня В покое Где Спрятал Деньги Укажи Не Хочешь Деньги Где Скажи Или Выйдет Следствие Плохое Подумай Место Нам Назначь Молчишь Ну В пытку Ей Палач Палач Вошел О Ночь Мучений Но Где Же Гетман Где Злодей Куда Бежал От Угрызений Змейной Совести Своей Светлица Девы Усыпленной Еще Незнанием Блаженной Близ Ложа Крестницы Молодой Сидит С поникшей Угловой Мазе Потихией И Угрюмой В Его Душе Проходят Думы Одна Другой Мрачнее Мрачнее Умрет Безумный Кочубей Спасти Нельзя Его Чем Ближе Цель Гетмана Тем Тверже Он Быть Должен Властью Облечен Тем Перед Ним Склоняться Ниже Должна Вражда Спасения Нет Доносчик И Его Клеврет Умрут Но Бросив Зор На Ложе Мазе Подумает О Боже Что Будет С ней Когда Она Услышит Слово Роковое Досель Она Еще В Покое Но Тайна Быть Сохранена Не Может Долия Секира Упав Поутру Загремит Мира Вокруг Нее Заговорит Ах Вижу Я Кому Судьбою Волненья Жизни Суждены Тот Стой Один Перед Грозою Не Призывай К себе Жены В Одну Телегу Впрячь Не Можно Коня Трепетную Лань Забыл Сия Не Осторожно Теперь Плачу Безумство Дань Все Что Цены Себе Не Знает Все Все Чем Жизнь Мила Бывает Бедняжка Принесла Мне Вдар Мне Старцу Мрачному И Что Же Какой Готовлю Ей Удар И Он Глядит На Тихом Ложе Как Сладок Юности Покой Как Сон Ее Лелеет Нежно Уста Раскрылись Безмятежно Дыхание Груди Молодой А Завтра Завтра Содрогаясь Мазепа Отвращает Взгляд Встает И Тихо Пробираясь В уединенный Сходит Сад Тиха Украинская Ночь Прозрачно Небо Звезды Блещут Свои Дремоты Превозмочь Не хочет Воздух Чуть Стрепещут В сребристых Тополей Листы Но Мрачны Странные Мечты В душе Мазепы Звезды Ночи Как обвинительные Очи За ним Насмешливо Глядят И Тополей Стеснившись В ряд Качая Тихо Головою Как Судьи Шепчут Меж Собою И Летней Теплой Ночи Тьма Душна Как Черная Тюрьма Вдруг Слабый Крик Невнятный Стон Как Бо Из Замка Слышит Он То Был Ли Сон Воображенья Иль Плач Совы Иль Зверя Вой Иль Пытки Стон Иль Звук Иной Но Только Своего Волненья Преодолеть Не мог Старик И На протяжный Слабый Крик Другим Ответствовал Тем Криком Которым Он Веселье Диком Поля Сражения Оглашал Когда С Забелой С Гомолеем И С ним И С этим Кочубеем Он В бранном Пламени Скакал Зари Багряны Полоса Объемлет Ярко Небеса Блеснули Долы Холмы Нивы Вершины Рощ И Волны Рек Раздался Утро Шум Игривый И Пробудился Человек Еще Мария Сладко Дышит Дремой Объятая И Слышит Сквозь Легкий Сон Что Кто-то К ней Вошел И Ног Ее Коснулся Она Проснулась Но Скорей С улыбкой Взор Ее Сомкнулся От Блеска Утренних Лучей Мария Руки Протянула И Снегой Томную Шепнула Мазепа Ты Но Голос Ей Иной Ответствует О Боже Вздрогнув Она Глядит И Что Жа Пред Нею Мать Молчи Молчи Не Погуби Нас Я Вночи Сюда Прокралась Осторожно С Мольбой Сегодня Казнь Тебе Одной Свирепство Их Смягчить Возможно Спаси Отца Какой Отец Какая Казнь Или Ты Доныне Не Знаешь Нет Ты Не В пустыне Ты Во дворце Ты Знать Должна Как Сила Гетмана Грозна Как Он Врагов Своих Карает Как Государь Ему Внимает Но Вижу Скорбную Семью Ты Отвергаешь Для Мазепы Тебя Я Сонно Застаю Когда Свершают Суд Свирепый Когда Читают Приговор Когда Готов Отцу Топор Друг Друг Вижу Мы Чужие Опомнись Дочь Моя Мария Беги Поди К его Ногам Спаси Отца Будь Ангел Нам Твой Взгляд Злодеем Руки Свяжет Ты Можешь Их Топор Отвесть Рвись Требуй Гетман Не Откажет Ты Для Него Забыла Честь Родных И Бога Что Со Мною Отец Мазепа Казнь С Мольбою Здесь В этом Замке Мать Моя Нет Или Ума Лишилась Я Или Это Греза Бог С Тобою Нет Нет Ни Греза Ни Мечты Ужель Еще Не Знаешь Ты Что Твой Отец Ожесточенный Бесчестия Дочери Не Снес И Жаждой Мести Увлеченной Царю Нагетмана Донес Что В истязаниях Кровавых Сознался В умыслах Лукавых В стыде Безумной Клеветы Что Жертва Смелой Правоты Врагу Он Выдан Головою Что Пред Громадой Войсковою Когда Его Не Осенит Десница Вышняя Господня Он Должен Быть Коснен Сегодня Что Здесь Пока Местон Сидит В Тюремной Башне Боже Боже Сегодня Бедный Мой Отец И Дева Падает На Ложе Как Хладный Падает Мертвец Пестреют Шапки Копья Блещут Бьют В бубны Скачут Сердюки В строях Равняются Полки Толпы Кипят Сердца Трепещут Дорога Как Змейный Хвост Полна Народу Шевелится Средь Поля Роковой На Мост На Нем Гуляет Веселится Палач И Алчно Жертвы Ждет То В руки Белые Берет Играющий Топор Тяжелый То Шутит Веселый В гремучий Говор Все слилось Крик Женской Брань И смех И ропот Вдруг Восклицание Раздалось И смолкло Все Лишь Комской Топот Был слышен В грозной Тишине Там Окруженный Сердюками Вельможный Гетман С старшинами Скакал На вороном Коне А там По Киевской Дороге Телега Ехала В тревоге Все взоры Обратили К ней В ней С миром С небом Примиренный Могущей верой Укрепленный Сидел Безвинный Кочубей С ним Искра Тихий Равнодушный Как Агнец Жребию Послушный Телега Стала Раздалось Моленье Ликов Громогласных Скодил Куренье Поднялось За упокой Души Несчастных Безмолвно Молится Народ Страдальцев За врагов И вот Идут Они Взошли На плаху Крестясь Ложится Кочубей Как будто В гробе Тьмы Людей Молчат Топор Блеснул С размаху И отскочила Голова Все поле Охнуло Другая Катится Вслед за ней Мигая Зарделась Кровью Трава И Сердцем Радуясь Во злобе Палач Сачуп Поймал И хоби И напряженную Рукой Потряс И хоби Над толпой Свершилась Казнь Народ Беспечный Идет Рассыпавшись Домой И про Свои Заботы Вечно Уже Толкует Меж Собой Пустеет Поле Понемногу Тогда Через Пеструю Дорогу Перебежали Две Жены Утомлены Запалены Они Казалось К месту Казни Спешили Полные Боязни Уж Поздно Кто-то Им Сказал И в Поле Перстом Указал Там Роковой На мост Ломали Молился В черных Ризах Поп И на Телегу Подымали Два Казака Дубовый Гроб Один Предконную Толпой Мазепа Грозин Удалялся От места Казни Он Терзался Какой-то Страшной Пустотой Никто К нему Не приближался Не Говорил Он Ничего Весь В пене Мчался Конь Его Домой Приехав Что Мария Спросил Мазепа Слышит Он Ответы Робкие Глухие Невольным Страхом Поражен Идет Он К ней Светлицу Входит Светлица Тихая Пуста Он В сад И там Сметерный Бродит Но В круг Широкого Пруда В кустах Вдоль Сеней Безмятежных Все Пусто Нет Нигде Следов Ушла Зовет Он Слух Надежных Своих Проборных Сердюков Они Бегут Храпят Их Кони Раздался Дикий Клик Погони Верхом И скачут Молодцы Во весь Опор Во все Концы Бегут Мгновенья Дорогие Не Возвращается Мария Никто Не ведал Не слыхал Зачем И как Она Бежала Мазепа Молча Скрижетал Затикнув Челядь Трепетала В груди Кипучий Яд Нася В светлице Гетман Заперся Близ Ложе Там Во мраке Ночи Сидел Он Не смыкая Очи Нездешней Мукой Утомим Поутру Посланные Слуги Один Явились За другим Чуть Кони Двигались Подпруги Подковы Узды Чепраки Все было Пеной Покрыто В крови Растеряно Избито Но Ни один Ему Принесть Не мог О бедной Деве Весть И След Ее Существования Пропал Как будто Звук Пустой И Мать Одна Во мрак Изгнания Умчала Горе С Нищетой Конец Песни Второй Из поэмы Полтава Поэма Полтава Из собрания Сочинений В десяти Томах Том Третий Песнь Третья Души Глубокая Печаль Стремится Дерзновенно Вдаль Вождю Украины Не мешает Твердея В вымысли Своем Он С гордым Шведским Королем Свои Сношения Продолжает Меж тем Чтоб Обмануть Верней Глаза Враждебного Сомнения Он Окружась Толпой Врачей Наложем Мнимого Мучения Станая Молит Исцеленья Плоды Страстей Войны Трудов Болезни Дряхлости Печали Предтечи Смерти Приковали Его Кадру Уже Готов Он Скоро Бренный Мир Оставить Святой Обряд Он Хочет Править Он Архипасторя Зовет Кадру Сомнительной Кончиной И на Коварные Седины Елей Таинственный Течет Но Заря войны народной. Кто опишет негодование, гнев царя? Гремит анафема в соборах, Мазепы лик терзает кат, На шумной ради в вольных спорах Другого гетмана творят. С брегов пустынных Енисея Семейство искры Кочубея Поспешно призвано Петром. Он с ними слезы проливает, Он их лаская осыпает И новой честью, и добром. Мазепы враг, наездник пылки, Старик полей из мракосылки В Украину едет в царский стан, Трепещет бунт осиротелый, На плахе гибнет чечель смелый И запорожский атаман. И ты, любовник пранной славы, Для шлема кинувший венец, Твой близок день, Ты вал Полтавы вдали завидел, наконец. И царь туда ж помчал дружины, Они, как буря, притекли, И оба ста на средь равнины Друг друга хитро облегли. Не раз избитый в схватке смелый, Заранее кровью опьянелый, С бойцом желаном, наконец, Так грозный сходится боец. И злобись видит Карл могучий, Уж не расстроенные тучи Несчастных нарвских беглецов, А нить полков блестящих, стройных, Послушных, быстрых и спокойных, И ряд незыблемых штыков. Но он решил, за утро бой, Глубокий сон восстанет шведа, Лишь под палатку одной Ведется шепотом беседа. Нет, вижу я, нет, орлик мой, Поторопились мы не кстати, Расчет и дерзкий, и плохой, И в нем не будет благодати. Пропал, видно, цель моя. Что делать? Дал я промах важный, Ошибся в этом Карле я. Он мальчик бойкой и отважный, Два-три сражений разыграть, Конечно, может он с успехом, К врагу на ужин прискакать, Ответствовать на бомбу смехом, Не хуже русского стрелка, Прокрасыв в ночь ко вражью стану, Свалить, как нынче, казака, И обменять на рану-рану. Но не ему вести борьбу С самодержавным великаном. Как полк вертеться, Он судьбу принудить хочет барабаном. Он слеп, упрям, нетерпелив, И легкомысленно кичлив. Бог весть, какому счастью верит, Он в силы новые врага Успехом прошлым только мерит. Сломите ему свои рога. Стыжусь, воинственным бродягой Увлекся я на старый след, Был ослеплен его отвагой И беглом счастьем побед, Как дева ровкая. Сраженья дождемся, Время не ушло, С Петром опять войти в сношенья, Еще поправить можно зло, Разбитый нами, нет сомненья, Царь не отвергнет примиренья. Нет, поздно, русскому царю Со мной мириться невозможно. Давно решилась непреложно Моя судьба, Давно горю, стесненный злобой. Под Азовом однажды я с царем суровым В оставки ночью пировал. Полны вином кипели чаши, Кипели с ними речи наши. Я слово смелое сказал. Смутились гости молодые, Царь, вспыхнув, чашу уронил, Из-за усы моей седые Меня с угрозой ухватил. Тогда, смирясь в бессильном гневе, Отмстить себе я клятву дал. Носил ее, как мать в очреве Младенца носит. Срок настал. Так обо мне воспоминаниях Хранить он будет до конца. Петру я послан в наказанье, Я терн в листах его венца. Он дал бы града родовые И жизни лучшие часы, Чтоб снова, как в одни былые, Держать Мазепу за усы. Но есть еще для нас надежды, Кому бежать, решит заря. Умолк и закрывает вежды Изменник русского царя. Горит восток зарей новый, Уж на равнине по холмам Грохочут пушки, дым багровый Кругами всходит к небесам Навстречу утренним лучам. Полки ряды свои сомкнули, В кустах рассыпались стрелки, Катятся ядра, свищут пули, Нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, Сквозь огни окопов рвутся шведы, Волнуясь, конница летит, Пехота движется за нею, И тяжкой твердостью своею Ее стремление крепит. И битвы поле роковое Гремит, пылает здесь и там. Но явно счастье боевое Служить уж начинает нам. Пальбой отбитые дружины, Мешаясь, падают в опрах, Уходит розан сквозь теснины, Сдается пылкой шлипенбах. Тесним мы шведов, рать за ратью, Темнеет слава их знамен, И бога брани благодатью Наш каждый шаг запечатлен. Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный глаз Петра. За дело, с богом! Из шатра Толпой любимцев окруженный Выходит Петр, его глаза сияют, Лик его ужасен, Движения быстры, он прекрасен, Он весь, как божья гроза. Идет, ему коня подводит, Ретив и смирен верный конь, Почуя роковой огонь, дрожит, Глазами косо водит И мчится в прахе боевом, Гордясь могучим седоком. Уж близок полдень, Жар пылает, Как пахарь битва отдыхает, Кой-где горцуют казаки, Равняясь строятся полки, Молчит музыка боевая, На холмах пушки присмирев, Прервали свой голодный рев. И се равнину оглашая, Далече грянуло «Ура!» Полки увидели Петра. И он промчался пред полками, Могуч и радостен, как бой, Он поле пожирал очами, За ним во след неслись толпой Сии птенцы гнезда Петрова, В пременах жребия земного, В трудах державства и войны Его товарищи, сыны, И Шереметьев благородный, И Брюс, и Боур, и Репнин, И счастье баловень безродный, Полудержавный властелин. И перед синими рядами Своих воинственных дружин, Несомый верными слугами, В качалке, бледен, Недвежим, страдая раной, Карл явился. Вожди героя шли за ним. Он в думу тихо погрузился, Смущенный взор изобразил Необычайное волнение. Казалось, Карла приводил Желанный бой в недоумение. Вдруг слабым манием руки На русских двинул он полки. И с ними царские дружины Сошлись в дыму среди равнины. И грянул бой, Полтавский бой. В огне, под градом раскаленным, Стеной живою отраженным, Над падшим строем свежий строй Штыки смыкает. Тяжкой тучей Отряды конец и летучей Браздами, саблями звуча, Сшибаясь, рубится с плеча. Бросая груды тел на груду, Шары чугунные повсюду Меж ними прыгают, разят, Прохруют и в крови шипят. Швед, русский, колет, рубит, режет, Бой барабанной клики скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон. Среди тревоги и волненья На битву взором вдохновенья Вожди спокойные глядят, Движенья ратные следят, Предвидят гибель и победу, И в тишине ведут беседу. Но близ московского царя Кто воин сей под сединами? Двумя поддержан казаками, Сердечной ревностью горя, Он оком опытным героя Взирает на волненье бою. Уж на коня не вскочит он, А дрях в изгнанье сиротея, И казаки на клич полея Не налетят со всех сторон. Но что ж его сверкнули очи, И гневом, будто мглою ночью Покрылось старое чело, Что возмутить его могло? Или он сквозь бранный дым Увидел врага Мазепу, И сей миг своей лета возненавидел Обезоруженный старик? Мазепа, вдумом погруженный, Взирал на битву, Окруженный толпой мятежных казаков, Родных старшин и сердюков. Вдруг выстрел. Старец обратился. У Войнаровского в руках Мушкетный ствол еще дымился. Сраженный в нескольких шагах Молодой казак в крови валялся, А конь, весь в пене и пыли, Почуя волю, дико мчался, Скрываясь в огненной доли. Казак на Гетмана стремился Сквозь битву с саблей в руках С безумной яростью в очах. Старик, подъехав, Обратился к нему с вопросом. Но казак уж умирал, Потухший зрак Еще грозил врагу России. Был мрачен помертвелый лик, И имя нежное Марии Чуть лепетал еще язык. Но близок, близок миг победы, Ура, мы ломим, гнутся шведы. О, славный час, о, славный вид, Еще напор, и враг бежит. И следом конница пустилась, Убийством тупятся мечи, И падшими вся степь покрылась, Как роем черной саранчи. Пирует Петр, и горд, и ясен, И славы полон взор его, И царский пир его прекрасен. При кликах войска своего, В шатре своем он угощает Своих вождей, вождей чужих, И славных пленников ласкает, И за учителей своих За здравный кубок подымает. Но где же первый званый гость, Где первый грозный наш учитель, Чью долговременную злость Смирил полтавский победитель? И где ж Мазепа, где злодей, Куда бежал Иуда в страхе? Зачем король не меж гостей? Зачем изменник не на плахе? Верхом, в глуши степей ногих, Король и Гетман мчатся оба. Бегут! Судьба связала их. Опасность близкая и злоба Даруют силу королю. Он рану тяжкую свою забыл. Поникнув головою, Он скачет русскими гоним, И слуги верные толпою Чуть могут следовать за ним. Обозревая зорким взглядом Степей широкой полукруг, С ним старый Гетман скачет рядом. Пред ними хутор. Что же вдруг Мазепа будто испугался? Что мимо хутора помчался Он стороной во весь опор? Или этот запустелый двор, И дом, и сад уединенный, И в поле отпертая дверь, Какой-нибудь рассказ забвенный, Ему напомнили теперь? Святой невинности губитель! Узнал ли ты сию обитель, Сей дом, веселый прежде дом, Где ты вином разгоряченный, Семьё счастливо окружённый, Шутил бывало за столом? Узнал ли ты приют укромный, Где мирный ангел обитал, И сад, откуда ночью тёмный, Ты вывел в степь? Узнал, узнал! Ночные тени степь объемлют, На бреге синего Днепра, Между скалами чутко дремлют Враги России и Петра. Щадят мечты покой героя, Урон Полтавы он забыл, Но сон Мазепы смутен был, В нём мрачный дух не знал покоя, И вдруг в безмолвии ночном Его зовут. Он пробудился, Глядит над ним, грозя перстом, Тихонько кто-то наклонился, Он вздрогнул, как под топором. Пред ним, с развитыми волосами, Сверкая впалыми глазами, Вся врубище худа, бледна, Стоит луноя священа. Или это сон? Мария, ты ли? Ах, тише, тише, друг! Сейчас отец и мать глаза закрыли. Постой, услышать могут нас. Мария, бедная Мария, опомнись, Боже, что с тобой! Послушай, хитрости какие! Что за рассказ у них смешной? Она за тайну мне сказала, Что умер бедный мой отец, И мне тихонько показала Седую голову. Творец! Куда бежать нам от злоречья? Подумай, эта голова Была совсем не человечья, А волчья, видишь, какова, Чем обмануть меня хотела? Не стыдно ли ей меня пугать? И для чего? Чтоб я не смела С тобой сегодня убежать. Возможно ли? С горестью глубокой Любовник ей внимал жестокий, Но вихрью мысли предана. «Однако ж, — говорит она, — Я помню поле, Праздник шумный, И чернь, и мертвые тела На праздник мать меня вела. Но где ж ты был? С тобой, Розно, Зачем начиски-то осья? Пойдем домой, скорей, уж поздно. Ах, вижу, голова моя Полна волнения пустого. Я принимала за другого Тебя, старик. Оставь меня, твой взор Насмешлив и ужасен, Ты безобразен, он прекрасен. В его глазах блестит любовь, В его речах такая нега, Его усы белее снега, А на твоих засохла кровь». И с диким смехом завизжала, И легче серно молодой Она вспрыгнула, побежала И скрылась в темноте ночной. Редела тень, восток олел, Огонь казачий пламенел, Пшеницу казаки варили, Драбанты у брегу Днепра Коней расседленнох поили. Проснулся Карл. «Ого, пора! Вставай, Мазепа, Рассветает!» Но Гетман уж не спит давно, Тоска, тоска его снедает, В груди дыханье стеснено. И молча он коня седлает, И скачет с беглым королем, И страшно взор его сверкает, С родным прощаясь с рубежом. Прошло сто лет, И что ж осталось От сильных, гордых сих мужей Столь полных воли и страстей? Их поколение миновалось, И с ним исчез кровавый след Усилий, бедствий и побед. В гражданстве северной державы, В ее воинственной судьбе, Лишь ты воздвиг, Герой Полтавы, Огромный памятник себе. В стране, где мельниц ряд крылатый, Ограды мирный обступил, Бендер пустынные раскаты, Где бродят буйволы рогаты Вокруг воинственных могил, Останки разоренной сени, Три углубленные в земле И мхом поросшие ступени, Гласят о шведском короле. С них отражал герой безумный, Один в толпе домашних слуг, Турецкой рати приступ шумный, И бросил шпагу под бунчук. И тщетно там пришлет с унылой, Искал бы гетманской могилы, Забыт Мазепа с давних пор, Лишь в торжествующей святыне, Раз в год анафемой до ныне, Грозя, гремит о нем собор. Но сохранилась могила, Где двух страдальцев Прах почил, Меж древних праведных могил Их мирно церковь приютила. Цветет в адеканке Древний ряд дубов Друзьями насажденных, Они о праотцах казненных До ныне внукам говорят. Но дочь преступница, Предания об ней молчат, Ее страдания, Ее судьба, Ее конец, Непроницаемую тьмою От нас закрыты. Лишь порою Слепой украинский певец, Когда в селе перед народом Он песни гетмана бренчит, О грешной деве Мимоходом Казачкам юным Говорит Конец песни третьей Из поэмы Полтава Конец поэмы Полтава Поэма Тазит Из собрания сочинений В десяти томах Том третий Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста, Посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Тазит Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений В десяти томах Том третий Не для бесед и ликований Не для кровавых совещаний Не для расспросов кунака Не для разбойничьей потехи Так рано съехались одехи На двор Гасуба старика В нежданной встрече Сын Гасуба Рукой завистника убит Вблизи развален Татар Туба В родимой сакле он лежит Обряд творится погребальный Звучит уныло песнь муллы Ворбу впряженные валы Стоят пред саклею печальной Двор полон тесной толпой Подъемлют гости скорбный вой И с плачем бьют на грудной броне И в нем ля шум небоевой Метутся спутанные кони Все ждут Из сакли наконец Выходит между жен отец Два узденя за ним выносят На бурке хладный труп Толпу по сторонам Раздаться просят Слагают тело на арбу И с ним кладут снаряд воинский Неразреженную пищаль Колчаный лук Кинжал грузинский И шашки крестовую сталь Чтобы крепка была могила Где храбрый ляжет почевать Чтоб мог на зов он Азраила Исправным воином восстать В дорогу шествие готово И тронулась арба За ней Адехи следуют сурово Смиряя молча пыл коней Уж потухал закат огнистый Злотя на горные скалы Когда долина каменистой Достигли тихие валы В долине той Враждою жадной Сражен наездник молодой Там ныне Тень могилы хладной Воспримет труп его немой Уж труп землей взят Могила завалена Толпа вокруг Мольбы последние творила Из-за горы явились вдруг Старик седой И отрок стройный Дают дорогу пришлицу И скорбному старик отцу Так молвил Важный и спокойный Прошло тому тринадцать лет Как ты В аул чужой пришед Вручил мне слабого младенца Чтоб воспитанием из него Я сделал храброго чеченца Сегодня сына одного Ты преждевременно хоронишь Гасуп Покорен будь судьбе Другого я привел тебе Вот он Ты голову преклонишь К его могучему плечу Твою потерю им заменишь Труды мои Ты сам оценишь Хвалиться ими Не хочу Умолкнул Смотрит торопливо Гасуп на отрока Тазит Главу потупе молчаливо Ему недвижим предстоит И в горе им Гасуп любуясь Влеченью сердца повинуясь Объемлет ласково его Потом наставника ласкает Благодарит и приглашает Под кровлю дома своего Три дня Три ночи С кунаками Его он хочет угощать И после честно провожать С благословением и дарами Ему ж отец печальным нит Обязан благом я бесценным Слугой и другом неизменным Могучим мстителем обид Проходят дни Печаль заснула В душе Гасуба Но Тазит Все дикость прежню хранит Среди родимого аула Он как чужой Он целый день в горах один Молчит и бродит Так в сакле кормленный олень Все в лес глядит Все в глушь уходит Он любит По крутым скалам скользить Ползти тропой кремнистой Внимая бури голосистой И в песне воющим волнам Он иногда до поздней ночи Сидит печален над горой Недвижно вдаль уставя очи Опершись на руку главой Какие мысли в нем проходят Чего желает он тогда Из мира дольнего Куда младые сны его уводят Как знать Незримо глуп сердец В мечтаниях отрок своеволен Как ветер в небе Но отец уже тазитом недоволен Где ж, мыслит он В нем плод наук Отважность, хитрость и проворство Лукавый ум и сила рук В нем только лень и непокорство Или сына взор мой не проник Или обманул меня старик Тазит из табуна выводит Коня, любимца своего Два дни в ауле нет его На третий он домой приходит Где был ты, сын? В ущелье скал Где прорван каменистый берег И путь открыт на Дориял Что делал там? Я слушал телек А не видал ли ты грузин Или русских? Видел я С товаром Тифлиски ехал армянин Он был со стражей? Нет, один Зачем нечаянным ударом Не вздумал ты сразить его И не прыгнул к нему с утеса? Потупил очи сын черкеса Не отвечая ничего Тазит опять коня седлает Два дня, две ночи пропадает Потом является домой Где был? За белой угорой Кого ты встретил? На кургане от нас бежавшего раба О, милосердная судьба! Где ж он? Уже ли на Аркане Ты беглеца не притащил? Тазит опять главу склонил Гасуп нахмурился в молчанье Но скрыл свое негодование Нет, мыслит он Не заменит он никогда другого брата Не научился мой Тазит Как шашкой добывают злата Ни стат моих, ни табунов Не наделят его разъезды Он только знает без трудов Внимать волнам, глядеть на звезды А не в набегах отбивать Коней с нагайскими быками И с боевзятыми рабами Суда в Анапе нагружать Тазит опять коня седлает Два дня, две ночи пропадает На третий, бледен как мертвец Приходит он домой Отец, его увидя, вопрошает Где был ты? Около станиц Кубани Близ лесных границ Кого ты видел? Супостата Кого-кого? Убийцу брата Убийцу сына моего Приди, где голова его? Тазит! Мне череп этот нужен Дай, нагляжусь! Убийца был Один, изранен, безоружен Ты долго крови не забыл Врага ты навзнича прокинул Не правда ли? Ты шашку вынул Ты в горло сталь ему воткнул И трижды тихо повернул Упился ты его стенанием Его змеиным издыханием Где ж голова? Подай! Нет сил! Но сын молчит Потупя очи И стал гасуп чернее ночи И сыну грозного запил Пади ты прочь! Ты мне не сын! Ты не чеченец! Ты старуха! Ты трус! Ты раб! Ты армянин! Будь проклят мной! Пади! Чтоб слуха Никто оробком не имел Чтоб вечно ждал Ты грозной встречи Чтоб мертвый брат Тебе на плечи Окровавленной кошкой сел И к бездне гнал тебя нещадно Чтоб ты, как раненый олень Бежал, тоскуя безотрадно Чтоб дети русских деревень Тебя веревкую поймали И как волчонка затерзали Чтоб ты... Беги! Беги скорей! Не оскверняй моих очей! Сказал и на землек И очи закрыл И так лежал до ночи Когда же приподнялся он Уже на синий небосклон Луна блестая восходила И скал вершины серебрила Тазита трижды он позвал Никто ему не отвечал Ущелье горных поселенцы В долине шумно собрались Привычные игры начались Верхами юные чеченцы В пыли несясь во весь опор Стрелою шашку пробивают Иль трижесложенный ковер Булат им сразу рассекают То скользко тешится борьбой То пляской быстрой Жены, девы, меж тем поют И гул лесной Далече вторят их напевы Но между юношей один Забав наездничьих не делят Верхом не мчится вдоль стремнин Из лука звонкого не целит И между девами одна Молчит уныла и бледна Они в толпе четою странной Стоят, не видя ничего И горе им Он сын изгнанный Она любовница его Ох, было время С ней украдкой Видался юноша в горах Он пил огонь от травы сладкой В ее смятенье В речи крадко В ее потупленных очах Когда с домашнего порогу Она смотрела на дорогу С подружкой резвой говоря И вдруг садилась и бледнела И отвечая не глядела И разгоралась, как заря От нашей сакли тощий голод Из собрания сочинений в десяти томах Том 3 Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма «Домик в Коломне» Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в десяти томах Том 3 Четырестопный ямп мне надоел Им пишут всякий Мальчикам забаву Пора б его оставить Я хотел давным-давно Приняться за октаву А в самом деле Я бы совладел Стройным созвучием Пущусь на славу Ведь рифмы запросто со мной живут Две придут сами Третью приведут А чтоб им путь открыть широкий, вольный Глаголы тотчас им я разрешу Вы знаете, что рифмой на глагольной Внушаемся мы Почему? Спрошу Так писывал Шахматов Богомольный По большей части так и я пишу К чему? Скажите Уж и так мы голы Отныне в рифмы буду брать глаголы Не стану их надменно браковать Как рекрутов, добившихся увечья Или как коней за их плохую стать А подбирать союза да наречья Из мелкой сволочи вербу и рать Мне рифмы нужны Все готов сберечь я Хоть весь словарь Что слог, то и солдат Все годны в строй У нас ведь не парад? Ну, женские и мужеские слоги Благословясь, попробуем Слушай Равняйтеся Вытягивайте ноги И по три в ряд в октаву заезжай Не бойтесь Мы не будем слишком строги Держись вольней и только не плашай А там уже привыкнем, слава Богу И выйдем на ровную дорогу Как весело стихи свои вести Под цифрами, в порядке Строй за строем Не позволять им в сторону брести Как войску в пух рассыпанному боем Тут каждый слог замечен И в чести Тут каждый стих Глядит себе героем А стихотворец С кем же равен он? Он Тамерлан Или сам Наполеон? Немного отдохнем На этой точке Что? Перестать Или пустить на пе? Признаться вам Я в пятистопной строчке Люблю цезуру На второй стопе Иначе стих То в яме То на кочке И хоть лежу теперь на канапе Все кажется мне Будто в тряском беге И померзлой пашне Мчусь я на телеге Что за беда? Не все ж гулять пешком По Невскому граниту Или на Бале Лощить паркет Или скакать верхом В степи киргизской Поплетусь-ка далее Со станции на станцию Шажком Как говорят о том оригинале Который не кормя На рысаке Приехал из Москвы К Неверике Скажу, рысак Парнаский находец Его не обогнал бы Но пегас Стар Зуб уж нет Им вырытый колодец Иссох Парос крапивы У парнас В отставке Феб живет А хороводец Старушек мус Уж не прельщает нас И табор свой С классических вершинок Перенесли мы На толкучий рынок Усядься, муза Ручки в рукава Под лавку ножки Не вертись, резвушка Теперь начнем Жила-была вдова Тому лет восемь Бедная старушка С одной дочерью У покрова Стояла их смиренная лачушка За самой будкой Вижу, как теперь Светелку, три окна Крыльцо и дверь Три дни тому Туда ходил я вместе С одним знакомым Перед вечерком Лачушки этой Нет уж там На месте ее Построен трехэтажный дом Я вспомнил о старушке О невесте Бывало тут сидевших Под окном О той поре Когда я был моложе Я думал Живы ли они И что же Мне стало грустно На высокий дом Глядел я косо Если в эту пору Пожар его бы Охватил кругом То моему Позлобленному взору Приятно было пламя Странным сном Бывает сердце полно Много вздору Приходит нам на ум Когда придем Одни Или с товарищем Вдвоем Тогда блажен Кто крепко Словом правит И держит мысль На привязи свою Кто в сердце Усыпляет Или давит Мгновенно Прошипевшую змею Но кто болтлив Того молва Прославит Вмиг извергом Я воды Леты пью Мне докторам Запрещена унылость Оставим это Сделайте мне милость Старушка Я сто крат Видал точь-в-точь В картинах Ребната Такие лица Носила чепчик И очки Но дочь Была Ей-ей Прекрасная девица Глаза и брови Темные Как ночь Сама Бела Нежна Как голубица В ней вкус Был образованный Она Читала сочинения Имена Играть умела Так же на гитаре И пела Стонет сизый голубок И выдулья И то, что уж постаре Все, что у печки В зимний вечерок Или скучной осенью При самоваре Или весною Обходя лесок Поет уныло Русская девица Как муза Наша грустная певица Фигурно Или буквально Всей семьей От емщика До первого поэта Мы все поем Уныло Грустный бой Песнь русская Известная примета Начав за здравие За упокой Сведем как раз Печалью согрета Гармония И наших Мус и дев Но нравится Их жалобный напев Параша Так звалась Красотка наша Умела мыть Гладить Шить и плесть Всем домом Правила Одна параша Порученные Было счеты Весть При ней Варилась Гречневая каша Сей важный труд Ей помогала Несть Стрепуха Фекла Добрая старуха Давно лишенная Чутья и слуха Старушка Диана Томной Звали Смеренья Графиня Из-за ушей О балах За ней Графиня И вышла Шла девушка Ни разу Ни разу Долго чести Не наруша Ходи за мной За дочерью Моей Усердно будь Присчитывать Не смей Проходит день Другой В кухарке Толку Довольно Мало То переварит То пережарит То с посуды Полку Уронит Вечно все Пересолит Шить Сядет Не умеет Взять иголку Ее бронят Она себе Молчит Везде Во всем Уж как-нибудь Подгадит Параша Бьется А никак Не сладит Поутру В воскресенье Мать и дочь Пошли к обедне Дома лишь Осталась Мавруша Видите У ней Всю ночь Болели зубы Чуть жива Таскалась Корицы Нужно было Натолочь Пирожное Из печи Назбиралось Ее оставили Но в церкви Вдруг На старую вдову Нашел Испуг Она подумала Мавруша Ловкой Зачем К пирожному Припала Страсть Пирожница Ей-ей Глядит Плутовкой Не вздумала Ль она Нас обокрасть Да улеснуть Вот будем Мы с обновкой Для праздника Ахти Какая страсть Так думая Старушка Обмирала И наконец Не вытерпев Сказала Стой тут Параша Я схожу домой Мне что-то страшно Дочь Не разумела Чего ей страшно С паперти долой Чуть-чуть Моя старушка Не слетела Мне сердце Билось Как перед бедой Пришла В лачушку В кухню Посмотрела Мавруша Мавруша Вдова Вдова к себе В покой Вошла И что ж О боже Страх какой Пред зеркальцем Параши Чинно сидя Кухарка Брилась Что с моей вдовой Ах Ах И шлепнулась Ее увидя Та в торопях С намыленной щекой Через старуху Вдовью честь Обидя Прыгнула В сене Прямо на крыльцо Да ну бежать Сокрыв себе лицо Обедник кончилось Пришла Параша Что маменька Ах Пашенька моя Маврушка Что Что с ней Кухарка наша А помнится До сель Не в силах я За серкальцем Вся в мыле Воля ваша Мне право Ничего понять нельзя Так где ж Мавруша Ах Она разбойник Она здесь брилась Точно мой покойник Параша Закраснелась Или нет Сказать вам Не умею Но Маврушке С тех пор Как не было Простыл и след Ушла Не взяв в оплату Ни полушки И не успев Наделать важных бед У красной девушки И у старушки Кто заступил Маврушу Признаюсь Не ведаю И кончить тороплюсь Как Разве Все тут Шутите Ей богу Так вот Куда Октавы Нас вели К чему Ж такую Подняли Тревогу Скликали Рать И с похвальбой Ушли Завидную Ж вы Избрали Дорогу Уже Иных Предметов Не нашли Да нет Ли хоть У вас Нравоучения Нет Или Есть Минуточку Терпения Вот вам мораль По мнению моему Кухарку даром Нанимать Опасно Кто Ж родился Мужчину Тому Рядиться В юбку Странно И напрасно Когда-нибудь Придется же ему Брить бороду Себе Что Не согласна С природой Дамской Больше Ничего Не выжмешь Из рассказа Моего Конец Поэмы Домик В Коломне Часть первая Поэма Анжела Из собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Dot org Поэма Анжела Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Часть Первая В одном из городов Сочинений хотел восстановить порядок упущенный. Но как? Зло явное, терпимое давно, молчанием суда уже дозволено, и вдруг его казнить совсем несправедливо и странно было бы тому же особливо, кто первый сам его потворством ободрял. Что делать? Долго Дуг терпел и размышлял. Размыслив, наконец, решился он на время придать иным рукам верховной власти бремя, чтоб новый властелин расправой новый мог порядок вдруг завесть, и был бы крут и строг. Был некто Анжела, муж опытный, не новый в искусстве властвовать, обычаем суровый, бледнеющий в трудах, учении, посте, за нравы строгие, прославленный везде, стеснивший весь себя оградою законной, с нахмуренным лицом и с волей непреклонной. Его-то старый Дуг наместником нарек, и в ужас ополчил им милостью облег, неограниченный права ему вручая. А сам, докученного внимания избегая, с народом не простясь, инкогнито один пустился странствовать, как древний паладин. Лишь только Анжела вступила в управление, и все тот час другим порядком потекло. Пружины ржавые опять пришли в движение, законы поднялись, хватая в когти зло. На полных площадях, безмолвных от боязни, по пятницам пошли разыгрываться казни. И ухо стал себе почесывать народ и говорить. Эхе, да этот уж не тот. Между законами, забытыми в ту пору, жестокий был один. Закон сей изрекал, при Любодею смерть. Такого приговору в том городе никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анжела в громаде уложения открыл его, и в страх по весам городским опять его на свет пустил для исполнения, сурово говоря, помощником своим. Пора нам зло пугнуть. В балованном народе преобразились привычки уж в права и шмигут кругом закона на свободе, как мыши около зевающего льва. Закон не должен быть пужала и стряпицы, на коем, наконец, уже садятся птицы. Так Анжела на всех навел невольно дрожь. Роптали вообще, смеялась молодежь и в шутках строгого вельможа не щадила. Меж тем, как ветрено над бездну скользило. И первый под топор беспечной головой попался Клавдио, Патрицей молодой. В надежде всю беду со временем исправить и нелюбовницу, супругу, в свет представить, Джульетту нежную успел обольстить и к таинствам любви безбрачной преклонить. Но их последствия, к несчастью, явны стали. Молодых любовников свидетели застали, ославили в суде взаимный их позор, и юноши прочли законный приговор. Несчастный, выслушав жестокое решение, с поникшей головой обратно шел в тюрьму, невольно к каждому внесшая сожаленья и горько сетуя. Навстречу вдруг ему попался Луцо, гуляка беззаботный, повесов, вздорный в раль, но малый доброхотный. — Друг, — молвил Клавдио, — молю, не откажи, сходи ты в монастырь к сестре моей, — скажи, что должен я на смерть идти. Чтоб поспешила она спасти меня, друзей бы упросила, или даже бы пошла к наместнику сама. В ней много Луцо искусства и ума, Бог дал ее речам уверчивость и сладость, к тому ж и без речей рыдающая младость мягчит сердца людей. — Изволь, поговорю, — куляка отвечал, и сам к монастырю тот час отправился. Молодая Изабелла в то время с важной у монахини сидела. Постричься через день она должна была, и разговор о том со старицей вела. Вдруг Луцо звонит и входит. У решетки его приветствует, перебирая четки полузатворница. — Кого угодно вам. — Девица. И, судя по розовым щекам, уверен я, что вы девица в самом деле. Нельзя ли доложить прекрасной Изабелле, что к ней меня прислал ее несчастный брат? — Несчастный? Почему? Что с ним? Скажите смело. Я Клавдио сестра. — Нет, право? Очень рад. Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело? Ваш брат в тюрьме. — За что? За то, за что бы я благодарил его, красавица моя, и не было б ему иного наказания. Тут он в подробные пустился описания, немного жесткие, своей наготой для девственных ушей отшельницы молодой. Но со вниманием все выслушала дева, без приторных причудств дливости и гнева. Она чиста была душой, как эфир. Ее смутить не мог неведомый ей мир своей суетой и праздными речами. — Теперь, — примолвил он, — осталось лишь мольбами вам тронуть Анжела, и вот о чем просил вас, братец. — Боже мой, — девица отвечала, — когда под слов моих я пользы ожидала, но сомневаюсь, во мне не станет сил. — Сомнения нам враги, — тот жаром возразил. Нас неудачу предатели стращают, и благо верное достать не допущают. Ступайте, Анжела, и знайте от меня, что, если девица, колено преклоняя перед мужчину, и просит, и рыдает, как бог, он все дает, чего не пожелает. Девица, отпросясь у матери честной, с усердным лутцем к вельможа поспешила, и на колено встав, смиренную мольбой, за брата своего наместника молила. — Девица, — отвечал суровый человек, — спасти его нельзя. Твой брат отжил свой век, он должен умереть. Заплакав, Изабелла склонилась перед ним и прочить тихо тело, но он доброе луцо девицу удержал. — Не отступайтесь так, — он тихо ей сказал. — Просите вновь его, бросайтесь на колени, хватайтесь за плащ, рыдайте. Слезы, пени — все средства женского искусства вы должны теперь употребить. Вы слишком холодны, как будто речь идет между вами про иголку. Конечно, если так не будет верно толку, не отставайте же, еще! Она опять усердную мольбой садлива умолять жестокосердного блюстителя закона. — Поверь мне, — говорит, — ни царская корона, ни меч наместника, ни бархат судьи, ни полководства жезл, все почести сии земных властителей ничто не украшает, как милосердие. Оно их возвышает. Когда во власть твою мой брат был облечен, а ты был Клавдио, ты мог бы упасть, как он, но брат бы не был строг, как ты. Ее укором смущен был Анджела, сверкая мрачным взором. — Оставь меня, прошу, — сказал он тихо ей. Но дева скромная и жарче и смелее была час от часу. — Подумай, — говорила, — подумай, если тот, чья праведная сила прощает и целит, судил бы грешных нас без милосердия. Скажи, что было б с нами? Подумай, и любви услышишь в сердце глаз, и милость нежная твоими дыхнет устами, и новый человек ты будешь. Он в ответ. — Поди, твои мольбы пустая слов утрата. Не я, закон казнит. Спасти нельзя мне брата, и завтра он умрет. — Как завтра? Что? Нет, нет, он не готов еще, казнить его не можно. Уже ли, Господу, пошлем неосторожно, мы жертву наскоро? Мы даже и цыплят не бьем до времени, так скоро не казнят. Спаси, спаси его, подумай в самом деле. Ты знаешь, государь, несчастный осужден за преступление, которое доселе прощалось каждому. Постраждет первый он. Закон не умирал, но был лишь высыпление, теперь проснулся он. Будь милостив. Нельзя потворствовать греху, есть тоже преступление. Карая одного, спасаю многих я. Ты ль первый изречешься, и приговор ужасный. И первой жертвой мой будет брат несчастный. Нет, нет, будь милостив. Уже ли душа твоя совсем безвинная? Спросись у ней. Уже ли и мысли грешные в ней отроду не тлели? Невольно он вздрогнул, поникнул головой и прочить тихотел. Она. Постой, постой, послушай, воротись. Великими дарами я задарю тебя. Прими мои дары. Они не суетны, но честны и добры. И будешь ими ты делиться с небесами. Я одарю тебя молитвами души. Предутренней зарей, в полуночной тиши. Молитвами любви, смирения и мира. Молитвами святых, угодных небу дев. В уединении умерших уж для мира. Живых для Господа. Смущен и присмирев. Он ей свидание на завтра назначает. И в отдаленные покои поспешает. Конец первой части. Поэмы Анджела. Часть вторая. Поэма Анджела. Из собрания сочинений в десяти томах. Том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма Анджела. Поэма Александра Сергеевича Пушкина. Из собрания сочинений в десяти томах. Том 3. Часть вторая. День целый. Анджела, безмолвный и угрюмый, сидел, уединясь, объят одною думой, одним желанием. Всю ночь не тронул сон, усталых вежд его. Что ж это, — мыслит он, — уже ли ее люблю, когда хочу так сильно услышать вновь ее и взор мой усладить девичьей прелестью? По ней грустит умильно душа. Или когда святого уловить захочет бес, тогда приманкает святою и манит он на крюк. Не скромной красотой я не был отроду к соблазнам увлечен. И чистой девою теперь я побежден. Влюбленный человек доселе мне казался смешным, и я его безумству удивлялся. А ныне... Размышлять, молиться хочет он, но мыслит, молится рассеяно. Словами он небу говорит, а волей и мечтами стремится к ней одной. В уныние погружен, устами праздными жевал он имя Бога, а в сердце грех кипел. Душевная тревога его осилила. Правление для него, как дельная, завно затверженная книга, несносным сделалось. Скучал он, как от иго, отречься был готов отца на своего. А важность мудру, который столь гордился, который весь народ бессмысленно дивился, ценил он ни во что и сравнивал с пером, носимым в воздухе летучим ветерком. Поутру Канжела явилась Изабелла, и странный разговор с наместником имела. — Что скажешь? — Полю я твою пришла узнать. — Ах, если бы ее могла ты угадать! Твой брат не должен жить, а мог бы. — Почему же простить нельзя его? — Простить? Что в мире хуже столь гнусного греха? Убийство легче. — Да, так судят в небесах, но на земле. Когда? — Ты думаешь? Так вот, тебе предположение. Что, если поддали тебе на разрешение оставить брата в лечка Плахина убой, или скупить его, пожертвовав собой и плоть предав греху? — Скорее, чем душою, я плотью жертвовать готова. — Я с тобою теперь не о душе толкую. Дело в том, брат осужден на казнь. Его спасти грехом не милосердие ль? — Пред Богом я готова душою отвечать. Греха в том никакого, по вере нет. Спаси ты, брата моего, тут милость, а не грех. Спасешь ли ты его, коль милость на весах равно с грехом потянет? О, пусть моим грехом спасение брата станет, коль только это грех. О том, готова я молиться день и ночь. Нет, выслушай меня. Или ты слов моих совсем не понимаешь, или понять меня нарочно избегаешь. Я проще изъяснюсь. Твой брат приговорен. — Так. Смерть и срек ему решительно закон. — Так точно. Средства есть одно к его спасению. Все это клонится к тому предположению, и только есть вопросы больше ничего. Положим, тот, кто б мог один спасти его. Наперсник судей, или сам по сану властный закон утолковать, смягчить их смысл ужасный. К тебе желанием был преступным воспален и требовал, чтоб ты казнь брата искупила своим падением. Не то решит закон. Что скажешь? Как бы ты в уме своем решила? — Для брата, для себя, решилась бы скорее поверь, как яхонты носить рубцы бичей и лечь в кровавый гроб спокойно, как на ложе, чем осквернить себя. — Твой брат умрет. — Так что же? Он лучший путь себе, конечно, изберет. Без честь всеми сестры души он не спасет. Брат, лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно. — За что ж казалось тебе бесчеловечно решение суда? Ты обвиняла нас в жестокосердии. Давно ли еще? Сейчас ты праведный закон тираном называла, а братний грех едва ли не шуткой почитала. Прости, прости меня. Невольно я душой тогда лукавила. Увы, себе самой противуречила я, милая спасая и ненавистная притворно извиняя. Мы слабы. — Я твоим признанием ободрен. Так женщина слаба. Я в этом убежден и говорю тебе. Будь женщина, не более. Или будешь ничего. Так покорися воле судьбы своей. Тебя я не могу понять. Поймешь. Люблю тебя. Увы, что мне сказать? Джульетту брат любил, и он умрет, несчастный. — Люби меня, и жив он будет. — Знаю. Властный испытывать других ты хочешь? Нет. Клянусь. От слова моего теперь не отопрусь. Клянусь от честью. О, много-много чести и дело честное. Обманщик, демон лести. Сейчас мне, Клавдио, свободу подпиши. Или поступок твой и черноту души я всюду разглашу и полно лицемерить тебе перед людьми. И кто же станет верить? По строгости моей известен свету я. Молва всеобщая. Мой сан, вся жизнь моя. И самый приговор над братней головою представит твой донос безумной клеветою. Теперь я волю дал стремлению страстей. Подумай и смирись пред волею моей. Брось эти глупости и слезы, и моленья, и краску робкую. От смерти, от мучения тем брата не спасешь. Покорностью одной искупишь ты его от плахи роковой. До завтра от тебя я стану ждать ответа. И знай, что твоего я не боюсь извета. Что хочешь говори, не пошатнуся я. Всю истину твою низвергнет ложь моя. Сказал и вышел вон, невинную девицу оставя в ужасе. Поднявши к небесам молящий ясный взор и чистую десницу, От мерзостных палат спешит она в темницу. Дверь отворилась ей, и брат ее глазам представился. В цепях, в унынии глубоком, о светских радостях стараясь не жалеть, Еще надеясь жить, готовясь умереть, безмолвенно он сидел. И с ним в плаще широком, под черным куколем с распятием в руках, Сокбедной старостью беседовал монах. Старик доказывал страдальцу-молодому, Что смерть и бытие равны одна другому, Что здесь и там одна бессмертная душа, И что под лунным мир не стоит ни гроша. С ним бедный Клавдио печально соглашался, А в сердце милую Джульетты занимался. Отшельница вошла. Мир вам! Очнулся он и смотрит на сестру, мгновенно оживлен. — Отец мой! — говорит монаху Изабелла. — Я с братом говорить одна бы здесь хотела. Монах оставил их. — Что ж, милая сестра, что скажешь? — Милый брат, пришла тебе пора. — Так нет спасения. — Нет. Или разве поплатиться душой за голову? — Так средство есть одно? — Так, есть. Ты мог бы жить. Судья готов смягчиться. В нем милосердие бесовское. Оно тебе дарует жизнь за узы муки вечной. — Что? Вечная тюрьма? — Тюрьма. Хоть без оград, без цепи. — Изъяснись, что ж это? — Друг сердечный. Брат милый. — Я боюсь. Послушай, милый брат, Семь-восемь лишних лет Ужель тебе дороже Всегдашней чести. Брат, боишься ли умереть? Что чувство смерти? Миг. И много ли терпеть? Раздавленный червяк при смерти Терпит то же, что терпит великан. Сестра, или я трус, Или идти на смерть во мне Не станет силы. Поверь, без трепета от мира отрешусь, Коль должен умереть. И встречу ночь могилы, Как деву милую. — Вот, брат мой, узнаю, Из гроба слышу я отцовский голос. Точно, ты должен умереть. Умри же беспорочно. Послушай, ничего тебе не утаю. Тот грозный судья, Святоша тот жестокий, Чьи взоры строгие Во всех родят боязнь, Чья избранная речь Шлет отроков на казнь, Сам демон. Сердце в нем черно, Как ад глубокий, И полно мерзостью. — Наместник? — Ад облег Его в свою броню. Лукавый человек. Знай, Если б я его бесстыдное желание Решилась утолить, Тогда бы мог ты жить. — О, нет, Не надо б на. — На гнусное свидание, Сказал он, Нынче в ночь должна я поспешить, Или завтра ты умрешь. — Не иди, сестра. — Брат милый, Бог видит, Кежели одной моей могилой Могла бы я тебя От казни искупить, Не стала б более Иголки дорожить, Я жизнью моей. — Благодарю, Друг милый. — Так завтра, Клавдио, Ты к смерти Будь готов. — Да, Так, И страсти в нем Кипят С такой усилой. — Или в этом И грехов Грех это меньший. — Как? — Такого Прегрешения Там верно Не казнят. Для одного Мгновения Ужель себя Сгубить Решился Пон навек. — Нет, Я не думаю, Он умный Человек. — Ах, Изабелла! — Что, Что скажешь? — Смерть Ужасна, И стыд Ужасен. — Так, Однако ж Умереть, Идти, Неведомо Куда В огробе Тлеть В холодной Тесноте. Увы, Земля Прекрасна И жизнь Мила, А тут Войти В немую Мглу, Стремглав Низвергнуться В кипящую Смолу, Или во льду Застыть, Или с ветром Быстротечным Носиться В пустоте Пространством Бесконечным. И все, Что грезится Отчаянной Мечте. Нет, Нет, Земная Жизнь В болезни, В нищете, В печалях, В старости, В неволе Будет раем В сравнении С тем, Чего за гробом Ожидаем. О, Боже, Друг ты мой, Сестра, Позволь мне жить. Уж если будет грех Спасти от смерти Брата, Природа Извинит. Что смеешь Говорить? Трус, Тварь бездушная, От сестры На разврата Себе ты жизни Ждешь. Кровосмеситель. Нет, Я думать не могу, Нельзя, Чтоб жизни Свет Моим отцом Тебе даны. Прости мне, Боже. Нет, Осквернила Мать Отеческая Ложа, Коль понесла Тебя. Умри. Когда бы я Спасти тебя могла Лишь волею Моею, То все-таки Теперь Свершилась Касть твоя. Я Тысячу Молитв За смерть Твою Имею, За жизнь Уж Ни одной. Сестра, Постой, Постой, Сестра, Прости Меня. И Узник Молодой Удерживал Ее За платье. Изабелла От гнева Своего На силу Охладела И Брата Бедного Простила И Опять Лаская Начала Страдальца Утешать. Конец Второй части Из поэмы Анжела Часть третья Поэма Анжела Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox.org Поэма Анжела Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том третий Часть Третья Монах Больницы Я слышал Все Сказал Ты похвалы Достойно Свой долг Осполнила Ты свято Но теперь Придайся Ж ты Моим Советам Будь покойна Все к лучшему Придет Послушным Будь И верь Тут он Ей Объяснил Своё Предположение И дал Прощальное Своё Благословение Друзья Поверитель Чтоб Мрачное Чело Угрюмой Злой души Печальное Зерцало Желанья Женские Навеки Привязала И нежной Красоте Понравиться Могло Не чудно ли Но так Сей Анжела Надменный Сей злобный Человек Сей грешник Был Любим Душою Нежным Печальный Смиренный Душой Отверженной Мучителем Своим Он был Давно Женат Летунья Легкокрила Молодой Его жены Молва Не пощадила Без доказательства Насмешлива Коря И он Ее прогнал Надменно Говоря Пускай Себе Молвы Не права Обвинения Нет нужды Не должно Коснуться Подозрения К супруге Кесаря С тех пор Она жила Одна В предместе Печально Изнывая Об ней То Вспомнил Дуг И дева Молодая По наставлению Монаха К ней Пошла Марьяна Наградив Его Условленной Наградой Чуть Внятным Шепотом Прощаясь Ошепнуть Лишь только То Теперь О брате Не забудь Марьяна Бедная Сквозь слезы Улыбалась Готовилась Дрожа И дева С ней Рассталась Всю ночь В темнице Дуг Последствия Ожидал И Сидя С Клавдио Страдальца Утешал Предсветом Снова К ним Явилась Изабелла Все шло Как надобно Сейчас У ней Сидела Марьяна Бледная С успехом Возвратясь И мужа Обманув Деница Занялась Вдруг Запечатанный Приказ Приносит Вестник Начальнику Тюрьмы Читают Что ж Наместник Немедля Узника Приказывал Казнить И голову Его в палаты Предъявить Замыслив Новую Затею Дуг Представил Начальнику Тюрьмы Свой перстень И печать И казнь Остановил А Канжело Отправил Другую Голову Народ Без слез Снимайся Ждань На меня Отчаяние Устремил Прости Виже ты его И дуг Его простил Конец Третьей части Из поэмы Анжела Конец Поэмы Анжела Глава 25 Поэма Медный всадник Из собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста, посетите Веб-сайт LibriVox .org Звукозапись Сделана Леной Поэма Медный всадник Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Вступление Медный всадник Петербургская повесть Предисловие Происшествие Описанное В всей повести Основано На истине Подробности Наводнения Заимствованы Из тогдашних Журналов Любопытные Могут справиться С известием Составленным Берхом Вступление На берегу Пустынных Волн Стоял он Дум Великих Полн И вдаль Глядел Пред ним Широко Река Неслася Бедный Челн По ней Стремился Одиноко По мшистым Топким Берегам Чернели Избы Здесь И там Приют Убогого Чухонца И лес Неведомый Лучам В тумане Спрятанного Солнца Кругом Шумел И думал Он Отсель Грозить Мы будем Шведу Здесь Будет Город Заложен Назло Надменному Соседу Природой Здесь Нам суждено В Европу Прорубить Окно Ногою Твердой Стать Примори Сюда По новым Им Волнам Все Флаги В гости Будут К нам И запируем На просторе Прошло Сто лет И юный Град Полночных Стран Краса И дива Из тьмы Лесов Из топ И блат Вознесся Пышно Горделиво Где прежде Финский Рыболов Печальный Пасынок Природы Один У низких Берегов Бросал В неведомые Воды Свой Ветхий Невод Ныне Там По оживленным Берегам Громады Стройные Теснятся Дворцов И башен Корабли Толпой Со всех Концов Земли К богатым Пристаням Стремятся В гранит Оделась Нева Мосты Повисли Над водами Темнозелеными Садами Ее покрылись Острова И перед Младшею Столицей Померкла Старая Москва Как перед Новою Царицей Парфироносная Вдова Люблю И светла Адмилартийская Игла И не пуская Тьму Ночную На золотые Небеса Одна Заря Сменить Другую Спешит Дав Ночи Полчаса Люблю Зимы Твоей Жестокой Недвижный Воздух И мороз Бег Санок Вдоль Невы Широкой Дивичьи Лица Ярче Роз И блеск И шум И говор Балов А в час Пирушки Холостой Шипенье Пенистых Бокалов И пунша Пламень Голубой Люблю Воинственную Живость Потешных Марсовых Полей Пехотных Ратей И коней Однообразную Красивость В их Строй На зыблемом Строю Лоскуте Сих Знамен Победных Сиянье Шапок Этих Медных Насквозь Простреленных В бою Люблю Военная Столица Твоей Твердыни Дым И гром Когда Полночная Царица Дарует Сына В царский Дом Или Победу Над врагом Россия Снова Торжествует Или Взломав Свой Синий Лед Нева К морям Его Несет И Чуя Вешние Дни Ликует Красуйся Град Петров И стой Неколебимо Как Россия Да Умирится Же С тобой И Побежденная Стихия Вражду И плен Старинный Свой Пусть Волны Финские Забудут И Тщетной Злобою Не Будут Тревожить Вечный Сон Петра Была Ужасная Пора Об ней Свежо Воспоминание Об ней Друзья Мои Для Вас Начну Своё Повествование Печален Будет Мой Рассказ Конец Вступления Поэмы Медный Всадник Клава 26 Поэма Медный Всадник Часть 1 Собрание Сочинений В 10 Томах Том 3 Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Dot Org Звукозапись Сделана Леной Поэма Медный Всадник Часть 1 Поэма Александра Сергеевича Пушкина И Собрание Сочинений В 10 Томах Том 3 Глава 26 Над Омраченным Петроградом Дышал Ноябрь Осенним Хладом Плеская Шумную Волной В края Своей Ограды Стройной Нева Металась Как Больной В своей Постели Беспокойной Уж Было Поздно И Темно Сердито Бился Дождь В окно И Ветер Дул Печально Воя В то Время Из гостей Домой Пришел Евгений Молодой Мы будем Нашего Героя Звать Этим Именем Оно Звучит Приятно С ним Давно Мое Перо К тому же Дружно Прозвание Нам его Не нужно Хотя В минувшие Времена Оно Быть может И Блистало И Под пером Карамзина В родных Преданиях Прозвучало Но Ныне Светом И Молвой Оно Забыто Наш Герой Живет В Коломне Где-то Служит Дичится Знатных И Не Тужит Ни О Подчующее Родне Ни О Забытой Старине Итак Домой Пришед Евгений Стряхнул Шинель Разделся Лег Но Долго Он Заснуть Не Мог В Волнении Разных Размышлений О Чем Же Думал Он О Том Что Был Он Беден Что Трудом Он Должен Был Себе Доставить И Независимость И Честь Что Мог Б Бог Ему Прибавить Ума И Денег Что Ведь Есть Такие Праздные Счастливцы Ума Недальнего Ленивцы Которым Что Служит Он Всего Два Года Он Так Же Думал Что Погода Не Унималась Что Река Все Прибывала Что Едва Ли С Невы Мостов Уже Не Сняли И Что С Парашей Будет Он Ни На Два На Три Разлучен Евгений Тут Вздохнул Сердечно И Размечтался Как Поэт Жениться Ну Зачем Же Нет Оно И Тяжело Конечно Ну Что Ж Он Молод И Здоров Трудиться День И Ночь Готов Он Кое Как Себе Устроит Приют Смиренный И Простой И В нем Параша Успокоит Пройдет Быть Может Год Другой Местечко Получу Параша Припоручу Хозяйство Наше И Воспитание Ребят И Станем Жить И Так До Гроба Рука С Так Он Мечтал И Грустно Было Ему В ту Ночь И Он Желал Чтоб Ветер Выл Не Так Уныло И Чтобы Дождь В окно Стучал Не Так Сердито Сонны Очи Он Наконец Закрыл И Вот Редеет Мгла Ненастной Ночи И Бледный День Уж Настает Ужасный День Нева Всю Ночь Рвалась К Морю Против Бури Не Одолев Их Буйной Дури И Спорить Стало Ей Не В Мочь По Утру Над ее Бригами Теснился Кучами Народ Любуя С Брызгами Горами И Пеной Разъяренных Вод Но Силой Ветров От Залива Перегражденная Нева Обратно Шла Гневна Бурлива И Затопляла Острова Погода Пуще Свирепела Нева Вздувалась И Ревела Котлом Клокочей Клубясь И Вдруг Как Зверь Остервенясь На Город Кинулась Пред Нею Все Побежало Все Вокруг Вдруг Опустело Воды Вдруг Втекли В подземные Подвалы К решеткам Хлынули Каналы И Всплыл Петрополь Как Тритон По Пояс Воду Погружен Осада Приступ Злые Волны Как Воры Лезут В окна Челны С разбега Стекла Бьют Кормой Лотки Под Мокрой Пеленой Обломки Хижин Бревны Кровли Товар Запасливой Торговли Пожитки Бледной Нищеты Грозой Снесенные Мосты Граба С размытого Кладбища Плывут По улицам Народ Зрит Божий Гнев И Казни Ждет Увы Все Гибнет Кров И Пища Где Будет Взять В тот Грозный Год Покойный Царь Еще Россией Со Славой Правил На Балкон Печален Смутен Вышел Он И Молвил С Божьей Стихией Царям Не Совладать Он Сел И В думе Скорбными Очами На Злое Бедствие Глядел Стояли Стогны Озерами И В них Широкими Реками Вливались Улицы Дворец Казался Островом Печальным Царь Молвил И С конца В конец По Ближним Улицам И Дальним В опасный Путь Средь Бурных Вод Его Пустились Генералы Спасать И Страхом Обуялой И Дома Тонущий Народ Тогда На площади Петровой Где дом В углу Вознесся Новый Где Над возвышенным Крыльцом С подъятой Лапой Как живые Стоят Два льва Сторожевые Над зверем Раморным Верхом Без шляпы Руки Сжав Крестом Сидел Недвижный Страшно Бледный Евгений Он Страшился Бедный Не за Себя Он Не слыхал Как Подымался Жадный Вал Ему Подошвы Подмывая Как Дождь Ему В лекцо Хлистал Как Ветер Буйно Завывая С него И шляпу Вдруг Сорвал Его Отчаянные Взоры На край Один Наведены Недвижно Были Словно Горы Из возмущенной Глубины Вставали Волны Там И злились Там Буря Выло Там Носились Обломки Боже Боже Там Увы Близехонько К волнам Почти У самого Залива Забор Некрашенный Да Ива И ветхий Домик Там Они Вдова И дочь Его Параша Его Мечта Или Во сне Он Это Видит Или Вся Наша И жизнь Ничто Как Сон Пустой Насмешка Неба Над Землей И Он Как будто Околдован Как будто К мрамору Прикован Сойти Не Может Вкруг Него Вода И Больше Ничего И Обращен К нему Спиною В Неколебимой Вышине Над Возмущенную Невою Стоит С простертою Рукою Кумир На Бронзовом Коне Конец Поэмы Медный Всадник Часть 1 Глава 27 Поэма Медный Всадник Из Собрания Сочинений В 10 Томах Том 3 Это Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVax Все Звукозаписи LibriVax Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVax .org Звукозапись Сделана Леной Поэма Медный Всадник Часть 2 Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В 10 Томах Том 3 Глава 27 Но вот Насытись Разрушением И наглым Буйством Утомясь Нева Обратно Повлеклась Своим Любуясь Возмущением И покидая С небрежением Свою Добычу Так Злодей Свирепой Шайкою Своей В село Ворвавшись Ломит Режет Крушит И грабит Вопли Скрежет Насилье Брань Тревога Вой Злобно Собою Ворвавшись Граф Полон Он Скитался Его Терзал Какой-то Сон Прошла Неделя Месяц Он К себе Домой Не возвращался Его Пустынный Уголок Отдал В наймы Как вышел Срок Хозяин Бедному Поэту Евгений За своим Добром Не приходил Он Скоро Свету Стал Чужд Весь День Бродил Пешком А спал На пристани Питался В окошко Поданным Куском Одежда Ветхая На нем Рвалась И тлела Злые Дети Бросали Камни Вслед Ему Нередко Кучерские Плеть Его Стегали Потому Что Он Не разбирал Дороги Уж Никогда Казалось Он Не Примечал Он Оглушен Был Шумом Внутренней Тревоги И Так Он Свой Несчастный Век Влачил Ни Зверь Ни Человек Ни То Ни Сё Ни Житель Света Ни Призрак Мертвый Раз он спал У Невской Пристани Дни лета Клонились К осени Дышал Ненастный Ветер Мрачный Вал Плескал На пристань Ропща Пени И Бьясь Об Гладкие Ступени Как Человечек У дверей Ему Невнемлющих Судей Видняк Проснулся Мрачно Было Дождь Капал Ветер Выл Уныло И С ним Вдали Во тьме Ночной Перекликался Часовой Вскочил Евгений Вспомнил Живо Он Прошлый Ужас Торопливо Он Встал Пошел Бродить И Вдруг Остановился И Вокруг Тихонько Стал Водить Очами С боязнью Дикой На лице Он Очутился Под столбами Большого Дома На крыльце С подъятой Лапой Как Живые Стояли Львы Староживые И Прямо В темной Вышине Над Огражденную Скалою Кумир С простертую Рукою Сидел На бронзовом Коне Евгений Вздрогнул Прояснились Нем Страшно Мысли Он Узнал И место Где потоп Играл Где волны Хищные Толпились Бунтуя Злобно Вкруг Него И Львов И площадь И того Кто Неподвижно Возвышался Во мраке Медной Угловой Того Чьей волей Роковой Под морем Город Основался Ужасен Он В окрестной Мгле Какая Дума На челе Какая Сила В нем Сокрыта О всем Коне Какой Огонь Куда Ты Скачешь Гордый Конь И Где Опустишь Ты Копыта О Мощный Властелин Судьбы Не Так Ли Ты Над Самой Бездной На Высоте Уздой Железной Россию Поднял На Дыбы Кругом Подножия Кумира Безумец Бедный Обошел И Взоры Дикие Навел На Лик Державца Полумира Стеснилась Грудь Его Чело К решетке Хладное Прилегло Глаза Подернулись Туманом По Сердцу Пламень Пробежал Вскипела Кровь Он Мрачен Стал Пред Горделивым Истуканом И Зубы Стиснув Пальцы Сжав Как Обуянной Силой Черной Добро Строитель Чудотворный Шепнул Он Злобно Задрожав Ужо Тебе И Вдруг Стремглав Бежать Пустился Показалось Ему Что Грозного Царя Мгновенно Гневом Возгоря Лицо Тихонько Обращалось И Он По площади Пустой Бежит И Слышит За собой Как будто Грома Грохотания Тяжелозвонкое Скакание Посотрясенной Мостовой И Озарен Луною Бледной Простерш Руку В вышине За ним Несется Всадник Медный На Звонко Скачущем Коне И Во всю Ночь Безумец Бедный Куда Стопы Не Обращал За ним Повсюду Всадник Медный С тяжелым Топотом Скакал И С той С той Порой Когда Случалось Идти Той Площадью Ему В Его Лице Изображалось Сметение К Сердцу Своему Он Прижимал Поспешно Руку Как Боево Блинки Наводнение Туда Играя Занесло Домишко Ветхий Над Водою Остался Он Как Черный Куст Его Прошедшую Весною Свезли На Барке Был Он Пуст И Весь Разрушен У Порога Нашли Безумца Моего И Тут Же Хладный Труп Его Похоронили Ради Бога Конец Поэмы Медный Всадник Песнь Первая Поэма Монах Из собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox .org Поэма Монах Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том Третий Песнь Первая Святой Монах Грехопадение Юбка Хочу Воспеть Как дух Нечистой Ада Оседлен Был Бродатым Стариком Как Овладел Он Черным Клобуком Как Он Втолкнул Монаха Грешных В стадо Певец Певец Любви Нечистой как-нибудь стих за стихом польется. Невдалеке от тех прекрасных мест, где дерзостный восстал Иван Великой, на голове золотой носящий крест, в глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой, был монастырь. В глухих его стенах под старость лет один седой монах святым житьем молитвами спасался и дней к концу спокойно приближался. Наш труженик не слишком был богат, за пышность он не мог попасться в ад. Имел кота, имел псалтир и четки, клобук, стихарь, да чтоб зеленой водки. Взошедший в дом, где мирно жил монах, ни золото увидели б вы горы, ни мрамор там престил бы ваши взоры, там не висел Рафаэль на стенах. Увидели б вы стул о трех ногах, да в уголку скамейка в поларшина, на кое спал и завтракал монах. Там пуховик над лавкой не вздувался, хотя монах, он в пухе не валялся между двух простынь на мягких тюфяках. Весь круглый год святой отец постился, весь божий день он в келье провождал, помилуй мя, в полголоса читал, ел плотно, спал и всякий час молился. А ты, монах, мятежный язуит, красней теперь, коль ты краснеть умеешь, коль в совести хоть капельку имеешь. Красней и ты, богатый кармелит, и ты стыдись, печорской лавры житель, сердец и душ смиренный повелитель. Но, Лира, стой, далеко занесло уже меня противу ряса кровенья, бесить попов не наше ремесло. Панкрати жил счастлив в уединении, надеялся увидеть вскоре рай, но ни один земли безвестный край защитить нас от дьявола не может. И в тех местах, где черный сатана под стражу от злости когти гложет, узнали вдруг, что разгоражена к монастырям свободная дорога. И вдруг толпой все черти поднялись, по воздуху на крыльях понеслись, иной в Париж к плешивым кортезианцам с копейками с червонцами полез. Тот в Ватикан к брюхатым итальянцам бургундского и макарони нес. Тот девку с прилатом повалился, тот молодцом к монашенкам пустился. И слышал я, что будто старый поп, одной ногой, уже вступивший в гроб, двух молодых венчал перед налоем. Черт прибежал, а Муров с целым роем, и вдруг дичок накрылась и всхрапел. Поп замолчал, на девицу глядел, а девица на диакона глядела. У жениха кровь сильно закипела, а бес всех и к себе же в ад повел. Уж темная ночь на небеса сходила, уж в городах утих вседневный шум, луна в окно монаха осветила. В молитвенник весь устремивший ум Панкратий наш Николы пред иконой со вздохами земные клал поклоны. Пришел Молок, так дьявола зовут, Панкратия под черной ряской скрылся. Святой монах молился, уж молился, вздыхал, вздыхал, а дьявол тут как тут. Бьет час, Молок не хочет отцепиться, бьет два, бьет три, нечистый все сидит. Уж будешь мой, он сам с собой ворчит, а наш старик уж перестал креститься, на лавку сел, потер глаза, зевнул, с молитвы три раза протянулся, зевнул опять и чуть-чуть не заснул. Однако ж нет, Панкратий вдруг проснулся, и снова без монаха соблазнять, чтоб усыпить, Боброва стал читать. Монах скучал, монах там удивился, век не зевал, как Богу он молился. Но нет уж сил, кресты, псалтирь, слова, все позабыл. Седая голова, как яблоко по груди покатилась, со лбу рука в колени опустилась, молитвенник упал из рук под стол, святой вздремал, всхрапел, как старый вол. — Несчастный, спи! Панкратий вдруг проснулся, взад и вперед со страхом оглянулся, перекрестясь с постели, он встает. Глядит вокруг, светильно нагорело, чуть слабый свет вокруг себя льет. Что-то в углу как будто забелело. Монах идет. — Что ж, юбку видит он. — Что вижу я, или это только сон? — вскричал монах, остолбенев, бледнея. — Как? Это что? И продолжать не смея, как вкопанный, пред белой юбкой стал. Молчал, краснел, смущался, трепетал. Огню любви единственна преграда, любовника сладчайшая награда и прелести единственный покров. О, юбка, речь к тебе я обращаю, строки сии тебе я посвящаю. — Одушеви, перо мое, любовь. Люблю тебя, о, юбка дорогая, когда, меня под вечер ожидая, Наталья, сняв парчевый сарафан, тобою лишь окружит тонкий стан. Что может быть тогда тебя милее? И ты, виясь вокруг прекрасных ног, струи ручьев прозрачнее, светлее, касаешься тех мест, где юный бог покоится меж розой и лелеей. Или, как Филон, за Хлоей побежав, прижать ее в объятия стремится, зеленый куст тебя вдруг удержав. Она должна, стыдясь, остановиться. Но поздно все, Филон ее догнав, с ней на траву душистую валится, и пламенно дрожащая рука счастливого любовью пастуха тебя за край тихонько поднимает. Она ему взортомный осклабляет, и он... Но нет, не смею продолжать, я трепещу, и сердце сильно бьется, и, может быть, читатели, как знать, и ваша кровь с стремлением страсти льется. Но наш монах о юбке рассуждал не так, как я. Я молод, не пострижен, и счастьем немало не обижен. Он не был рад, что юбку увидал, и в тот же час смекнул и догадался, что в когти он нечистого попался. Конец песни первой. Из поэмы «Монах». Песня вторая. Поэма «Монах». Из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Монах». Поэмы Александра Сергеевича Пушкина из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Песнь вторая. Горькие размышления, сон, спасительная мысль. Пока месть ночь еще не удалилась, Пока месть свет лила еще луна, То юбка все еще была видна. Как скоро ж твердь зарею осветилась, От взоров вдруг сокрылась она. А наш монах, увы, лишен покоя. Уж он не спит, не гладит он кота, Не помнит он церковного налоя. Со всех сторон панкратию беда. Как, мыслит он, когда из собачонки В монастыре и духа нет моем, Когда здесь век не видывал ее пчонки, Кто мог ее принесть ко мне же в дом? Уж мнится мне, прости, владыка, в том, Уж нет ли здесь, страшусь сказать, девчонки. Монах краснел и делать что не знал, Во всех углах под лавками искал. Все тщетно, нет, ни с чем старик остался. Зато весь день, как бледный тень, таскался, Не ел, не пил, покойно и не спал. Проходит день, и вечер наступая, Зажег везде лампады и свечи. Уже монах, с главы клобук снимая, Ложился спать. Но только что лучи луна с небес В окно его пустила, И юбку вдруг на лавке осветила. Зажмурился встревоженный монах, И, чтоб не впасть кое-как в искушение, Хотел уже навек лишиться зрения, Лишь только бы на юбку не смотреть. Старик, кряхтя, на бок перевернулся, И в простыню тепленько завернулся, Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть. Тот час молок вдруг в муху превратился, И полетел жужжать вокруг него. Летал, летал, по комнате кружился, И на нос сел монаха моего. Панкратье вновь он соблазнять пустился, Монах храпит и чудно видит сон. Казалось ему, что средь долины, Между цветов, стоит под миртом он, Покруг него сатиров, фавнов, сонм. Иной смеясь льет в кубок пенной вины, Зеленый плющ на черных волосах, И виноград на голове висящий, И легкий фирс у ног его лежащий. Все говорит, что вечно юный вакх, Веселье бог сатира покровитель. Другой, надув пастушечу свирель, Поет любовь, и сердце повелитель Одушевлял его весел утрель. Под липами там пляшут хороводом Толпы детей и юношей, и дев. А далее, ветвей под темным сводом, В густой тени развесистых дерев, На ложе роз, любовью распаленные, Чуть-чуть дыша, веселем истощенные, Средь радостей и сладостных прохлад, Обнявшися любовники лежат. Монах на все взирал сметенным оком, То на стакан он взоры обращал, То на девиз глядел чернец со вздохом, Пляшивый лоб с досадой чесал, Стоя, как пень, и рот в сажень разинув. И вдруг, в душе почувствовав кураж, И на бекрень, взъярясь клобук надвинув, В зеленый лес, как белоусый паш, Как легкий конь за девку упогнался. Быстрей орла, быстрей звука лир, Прелестница летела, как зефир. Но наш монах Эол пред ней казался, Без отдыха за новый дафный гнался. «Не дам!» — ворчал я промаха в кольцо. Но леший вдруг, мелькнув из-за кусточка, «Панкратия, хвать, юбчонкую в лицо!» И вдруг исчез приятный вид лесочка. Ручья, холмов и нимф не видит он. Уж фавнов нет, вспорхнул и купидон, И нет следа красоточки прелестной. Монах один, в степи глухой, безвестной, На хмуре взор. Темнеет небосклон, вдруг грянул гром. Монаха поражает, Панкратий, «Ах!» И вдруг проснулся он. Смущенный взор он всюду обращает. На небесах, как яхонты горя, Уже восток румянила заря. И юбки нет. Панкратий встал, умылся, И, помолясь, он плакать сильно стал, Сел под окно и горько горевал. «Ах!» — думал он. «По что ты прогневился? Чем виноват, владыка, пред тобой? Как грешником вертит нечистый мной? Хочу не спать, хочу тебе молиться, Возьму псальтир, а тут юбка вдруг. Хочу вздремать и ночью сном забыться, Что ж снится мне? Смущается мой дух. Услышь мое усердное моленье, Не дай мне впасть, Господь, в искушенье». Услышал Бог молитвы старика, И ум его в минуту просветился. Из бедного седого простяка Панкратий вдруг в нефтоны притворился. Обдумывал, смотрел, сличал, смекнул И в радости свой опрокинул стул. И, как мудрец, кем сиракуз спасался, По улице бежавший босс и гол, Открытием своим он восхищался И громко всем кричал «Нашел, нашел!» «Ну, — думал он, — От бесов и юбчонки избавлюсь я, И милые девчонки Уже меня во сне не соблазнят. Я заживу опять, монах монахом, Я стану ждать последний час со страхом И с верою, и все пойдет на лад». Так мыслил он. И очень ошибался. Могущий рок вселенной господин Панкратием, как куклой, забавлялся. Монах водой наполнил свой кувшин, Забормотал над ним слова молитвы И был готов на грозный ада битвы. Ждет юбки он. С своей же стороны Нечистый дух весь день был на работе, И весь в жару, в грязи, в пыли и поте Предупредить спешил восход луны. Конец песни второй. Из поэмы «Монах». Песнь третья. Поэма «Монах». Из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера, Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма «Монах». Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в десяти томах. Том третий. Песнь третья. Пойманный бес. Ах, отчего мне дивная природа Карет Джо искусства не дала? Тогда б в число парнастского народа Лихая страсть меня не занесла. Чернилами я не марал бы пальцы, Не засорял бумагой у чердак. И за бюро, как девица за пяльцы, Стихи писать не сел бы я никак. Я кисти взял бестрепетной рукою, И, выпив в миг шампанского стакан, Трудиться б стал я с жаркой головою, Как цициан или пламенный албан. Представил бы все прелести Натальи, На полную грудь спустил бы прядь волос, В круг головы венок душистых роз, В круг милых ног одежду резвой тальи, Стан обхватил киприда пояс злат, И кистью б был счастливей я сто крат. Иль краски б взял вернета, Иль пуссина, В волной реки струилась бы холстина, На небосклон палящих южных стран, Возведший ночь с задумчивой луною, Представил бы над серою скалою, В круг кое бьет шумящий океан, Высокие, покрытым мохом стены. И там, в волнах, где дышит ветерок, На серебре, в круг скал блестящей пены, Зефирами колеблемый челнок. Нарисовал бы в нем я Кантемиру, Ее красы, И рад бы бросить лиру, От чистых хмус навеки удалясь. Но Рубенсом на свет я не родился, Не рисовать, я рифмы плесть пустился. Мартынов пусть пленяет кистью нас, А я, я вновь взмостился на парнас, Исполнившись иройской отвагой, Опять беру чернильницу с бумагой И стану вновь я песни продолжать. Что делает теперь седой Панкратий? Что делает и враг его косматый? Уж перестал Феб землю освещать, Со всех сторон уж тени налетают, Туман сокрыл ветрощицы лесов, Уж кое-где и звездочки блистают, Уж и луна мелькнула сквозь лесов. Ни жив, ни мертв, сидит под образами чернец, Молясь обеими руками. И вдруг бела, как вновь напавший снег Москвы реки на каменистый брег, Как легкая тень, в глазах явилась юбка. Монах встает, как пламень покраснев, Как модинки прелестные Алла Губка Схватил кувшин, весь гневом возгорев, И всей водой он юбку обливает. О, чудо! Вмиг сей призрак исчезает. И вот пред ним с рогами и с хвостом, Как серый волк щетина весь покрытый, Как добрый конь с подкованным копытом, Предстал молок, дрожащий под столом, С главы до ног облитый весь водою, Закрыв себя подолом япончи, Вращал глаза, как фонари в ночи. «Ура!» — вскричал монах с усмешкой злою. «Поймал тебя, подземный чародей! Ты мой теперь, не вырвешься злодей, Все шалости заплатишь головою! Иди в бутыль, закупорю тебя! Сейчас ее в колодец брошу я! Ага, мамон, дрожишь передо мною!» «Ты победил, почтенный старичок!» Так отвечал смирнехонько молок. «Ты победил, но будь великодушен, В гнилой воде меня не потопи, Я буду век зато тебе послушен, Спокойно ешь, спокойно ночью спи, Уж соблазнять тебя никак не стану!» «Уж от тебя, мой друг, я не отстану, Ведь плутни все твои я не забыл!» «Прости меня, доволен будешь мною, Богатство все польют к тебе рекою, Как банково я в знать тебя пущу, Достану дом, куплю тебе кареты, Придут к тебе в переднюю поэты, Всех кланяться заставлю богачу, Сниму клобук, по моде причешу, Все променяв на длинный фрак с штанами, Поскачешь ты гордиться жеребцами, Народ, смеясь, колесами давить И аглинской каретой всех девить. Поедешь ты по тетю Шиловского, За ужином дремать у Горчакова, К Нарышкиной подправливать жилет, Потом все знать с министрами, с князьями, Ведь будешь жить, как скромными друзьями, Ты позовешь на пышный свой обед!» «Не соблазнишь! Тебя я не оставлю! Без дальних слов! Сейчас в бутыль иди!» «Постой, постой, голубчик, погоди! Я жен тебе и красных дев доставлю!» «Проклятый бес! Как? И в моих руках осмелился ты думать о женах? Смотри, какой! Но нет, работник ада, Ты не прельстишь панкратье суетой! За все, про все готова уж награда! Раскаешься, служитель беса злой!» «Минуту дай с тобою объясниться! Оставь меня! Не будь врагом моим! Поступок сей, наверное, наградится! А я тебя свезу в Иерусалим!» При сих словах монах себя не вспомнил. «В Иерусалим?» – девясь он бесу молвил. «В Иерусалим!» – «Да-да, свезу тебя!» «Ну, если так, тебя избавлю я!» «Старик, старик, не слушай ты молока! Оставь его! Оставь Иерусалим! Лишь ищет бес поддеть святого сбока! Не связывай ты тесной дружбы с ним!» «Но ты меня не слушаешь, Панкратий! Берешь седло, берешь чпра, кузду! Уж под тобой бодрится черт проклятый, Готовится на адскую езду!» «Лети, старик, сев на плеча молока, Толкай его и взад, и под бока, Лети, спеши в священный град Востока! Но помни то, что не на лошака Ты возложил свои почтенные ноги! Держись, держись всегда прямой дороги, Ведь в мрачный ад дорога широка!» Конец песни третьей из поэмы «Монах». Конец поэмы «Монах». Поэма «Бава» из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Поэма «Бава» Поэма Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений в 10 томах, том 3. Отрывок из поэмы Часто, часто я беседовал с болтуном страны Элинские И не смел осиплым голосом с Шепеленом и с Рифматовым Воспевать героев Севера. Несравненного Вергилия я читал и перечитывал, Не стараясь подражать ему в нежных чувствах и гармонии. Разбирал я немца Клопштока и не мог понять Премудрого. Не хотел я воспевать, как он. Я хочу, чтоб меня поняли все от мала до великого. За Мельтоном и Камоинсом Опасался я без крил парить, Не дерзал в стихах бессмысленных Херувимов жарить пушками, Сатаною обитать в раю Или святую Богородицу Вместе славить Сафродитую. Не бывал я греховодником. Но вчера в архивах Ройся Отыскал я книжку славную, Золотую, незабвенную, Катехизис-Остроуме, Словом, Жанну Орлеанскую. Прочитал и в восхищении Пробову пою царевича. О, Вольтер, о, муж единственный, Ты, которого во Франции Почитали богом неким, В Риме дьяволом, антихристом, Обезьяною в Саксонии, Ты, который на Радищева Кинул было взор с улыбкою, Будь теперь моею музою. Петь я тоже вознамерился, Но сравняюсь ли с Радищевым? Не запомню, сколько лет спустя, После Рождества Спасителя, Царь Дадон со славой царствовал В Светомире, сильном городе. Царь Дадон, венец со скипетром, Не прямой достал дорогою, Но убив царя законного, Бендокира слабоумного. Так бывало, верноподданы, Величали королей своих, Если короли беспечные, Ни в постели и ни ночкою Почивали с камергерами. Царь Дадон, не слабоумного, Был достоин злого прозвища, Но тирана неусыпного, Хотя, впрочем, не имел его. Лень мне все его достоинства И пороки вам показывать. Вы слыхали, люди добрые, О царе, что двадцать целых лет Не снимал с себя оружие, Не слезал с коня ретивого, Всюду пролетал с победою, Мир крещеный потопил в крови, Не щадил и не крещеного, И в ничтожество несверженной Александром, грозным ангелом, Жизнь проводит в унижении, И забытый всеми кличется На и Эльбой императором. Вот таков-то был и царь Дадон. Раз, собрав бородачей совет, Безбородых не любил Дадон. На престоле пригорюнившись, Произнес он им такую речь. Вы, которые советами Облегчили тяжесть скипетра, Усладили участь царскую, Не горька она была ему. Мудрые друзья, сподвижники, К вам прибегнуть я решаюся. Что мне делать ныне? Слушайте. Все привстали, важно хмуряся, Низко-низко поклонились, И, подправя ус и бороду, Сели на скамьи дубовые. Вам известно, Продолжал Дадон, Что искусством и неправдою Я достиг престола шаткого Бендакира слабоумного, Сочетался с милитрисою, Милой женкой Бендакировой, И в темницу посадил Баву, Принца крови сына царского. Легче, легче захватить было Слабоумного золотой венец, Чем, надев венец на голову, За собою удержать его. Вот уже народ бессмысленный, Ходя в праздники по улицам, Меж собой не разговаривал, Дай Бог помощь королевичу, Ведь Бава уже не маленький, Не в отца своей головушкой, Нужды нет, что за решеткой, Он опасен моим замыслом. Что мне делать с ним? Скажите мне, Не оставить ли в тюрьме его? Все собрание призадумалось, Все в молчанье потупили взор. То-то право, золотой совет, Не болтали здесь, а думали. Арзамор, муж старый, опытный, Рот открыл было, Советовать, знать хотелось посиделому. Громко крякнул, но одумался, И в молчанье закусил язык. Колбу перст приставят тщательно, Лекарь славный, Из кулапа внук, Эзельдорф, обритый шва обзевал, Табакеркою поскрипывал, Но молчал. Своей премудрости Он пред всеми не показывал. Вихромах, полкан с дубынею, Стражи трона, славные рыцари, Все сидели, будто вкопаны. Громобурь, известный силою, Но умом непроницательный, Думал, думал и нечаянно Задремал и захрапел в углу. Что премьера лучше действует, Что людьми сильнее ворочает. Вот зевнули под перчаткою Храбрый мировзор с Ивашкою И полкан, и арзамор седой, И ко груди преклонились Тихо головами буйными. Глядь, с дадоном задремал совет, Захрапели, многомысляще. Долго спать была советником, Если б немцу не пришлось из рук Табакерку на пол выронить. Табакерка покатилась, И аж в пору вдруг ударилась Громобуря крепко спавшего, Загремела, раздвоилась, Отлетела в разные стороны. Храбрый воин пробуждается, Озирает все собрание. Между тем табак рассыпался, К носу рыцаря подъемлется, И чихнул герой с досаду, Так что своды потрясаются, Окна все дрожат и сыплются. И на петлях двери хлопают, Пробуждается собрание. «Что тут думать?» Закричал герой. «Царь, баба тебе ненадобен, Ну и к черту королевича, Решено, ему в живых не быть. После братца вы рассудите, Как с ним надобно разделаться». Тем и кончил. Храбрые воины Речи любят лаконически. «Ладно, мы тебя послушаем», Царь промолвил потянувшийся. «Завтра, други, мы увидимся, А теперь вступайте все домой». Оплошал Дадон отсрочкою, Не твердил он верно в азбуке. «Не откладывай до завтрава, Что сегодня можешь выполнить». Разошлись все придворные. Ночь меж тем уже сгущалася. Царь Дадон в постелю царскую Вместе с милой лег к супругу, С несравненной Милитрисою. Но спиной оборотился к ней. В эту ночь его величеству Не играть, а спать хотелось. Милитрисина служаночка, Зоя, молодая девица, Ангел с таном, взором, личиком, Белой ручкой, нежной ножкой, С госпожи, сняв платье шелково, Юбку, чепчик, ленты, кружево, Все под ключ в комоде спрятала И пошла тихонько в девичью. Там она сама разделась, Подняла с трудом окошечко И легла в постель пуховую, Ожидая друга милого, Светозара, пажа царского. К темной ночке обещался он Из окна прыгнуть к ней в комнату. Ждет-пождет девица красная. Нет, как нет, все друга милого. Чу, бьет полночь, что же? Зоенька, видят, Входит к ней в окошечко. Кто же, друг ли сердца нежного? Нет, совсем не то, читатели. Видят тень, Иль призрак старого венциносца, С длинной шапкою, В балахоне вместо мантии, Опоясанной мочалкою. Вид невинный, Взор на выкате, Рот разинул, Зубы скалятся, Уши длинные, Ослинные над плечами громко хлопают. Зоя видит, И со трепетом узнает она о читателе Бендакира слабоумного. Трепетно смятенье полное Стала на колени, Зоенька, Съединила ручку с ручкой, Потупила очи ясные, Прочитала скорым шепотом То, что век не мог я выучить, Отче наш и Богородице, И тихохонько промолвила, Что я вижу, Боже, Господи, О, Никола, Сам вам ученик, Осени тебе защитную, Ты ли это, Царь наш батюшка, Отчего, скажи, Оставил ты Ныне царствие небесное? Глупым смехом Осветившийся Тень рекла Прекрасной Зоеньки. Зоя, Зоя, Не страшись, Мой свет, Не пугать тебя Мне хочется, Не на то сюда явился я С того света привидением. Весело пугать живых людей, Но могу ли веселиться я, Если сына Бендакирова, Милого Баву-Царевича, На костре изжарят завтра же? Бедный царь заплакал жалобно, Больно стало доброй девушке. Чем могу, скажи, помочь тебе? Я во всем тебе покорствую. Вот что хочется мне, Зоенька, Из темницы сына выручи, И сама в жилище мрачное Сядь на место королевича, Пострадай ты за невидного, Поклонюсь тебе, Низехонька, И скажу спасибо, Зоенька. Зоенька тут призадумалась За спасибо в темную яму сесть. Это жестко ей казалось, Но, имея чувства нежные, Зоя втайне согласилась На такое предложение. Так ты прав, Оракул Франции, Говоря, что жены слабые, Против стрел рота юного, Все имеют душу добрую, Сердце нежно-непритворное. Но скажи, О, царь возлюбленный, Зоя молвила покойнику, Как могу, Ну, посуди ты сам, Пронестись в темницу мрачную, Где горюет твой любезный сын. Пятьдесят отборных воинов Днем и ночью стерегут его. Мне ли, слабой робкой женщине, Обмануть их очи зоркие? Будь покойна, Случай найдется, Поклянись лишь только, Милая, Не отвергнуть его случая, Если сам тебе представится. Я клянусь, Сказала девица, Вмиг исчезло привидение, Из окошка быстро вылетев. Воздыхая тихо, Зоенька опустила тут окошечко, И в постели успокоившись, Скоро-скоро сном забылася. Конец поэмы Пава Поэма Исповедь Из собрания сочинений В десяти томах Том 3 Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием. Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма Исповедь Поэма Александра Сергеевича Пушкина И собрания сочинений В десяти томах Том 3 Вечерня отошла давно, Но в кельях тихо и темно, Уже и сам игумен строгий Свои молитвы прекратил И кости ветхие склонил, Перекрестясь на одр убогий. Кругом и сон, и тишина, Но церкви дверь отворена, Трепещет луч лампады, И тускло озаряет он, И темную живопись икон, И позлощенные оклады. И раздается в тишине То тяжкий вздох, То шепот важный, И мрачно дремлет в ошине Старинный свод, Глухой и влажный. Стоят за клиросом чернец И грешник, Неподвижны оба, И шепот их, Как глаз из гроба, И грешник бледен, Как мертвец. Монах Несчастный, Полно, перестань, Ужасно, исповедь злодея, Заплачена тобою дань тому, Кто в злобе пламенея Лукаво грешника блюдет И к вечной гибели ведет. Смирись, опомнись, Время, время, Раскаянье, покров, Я разрешу тебя, Грехов сложи, Мучительное бремя. Конец поэмы Исповедь Поэма о гитаристах И поэма Актеон Из собрания сочинений В десяти томах Том третий Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации И регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org Поэма о гитаристах И поэма Актеон Поэмы Александра Сергеевича Пушкина И собрания сочинений в десяти томах Том третий Поэма о гитаристах Иордаки План Два Арнаута хотят убить Александра и Псилантия Иордаки убивает их Поутру Иордаки объявляет Арнаутам его бегство Он принимает начальство И идет в горы, преследуемые турками, Секу Набросок начала поэмы Поля и горы ночь объемлет В лесу в толпе своих Под темной сенью небес И в Силанте дремлет Конец поэмы о гитаристах Поэма Актеон План Морфей влюблен в Диану Его двор Он усыпляет Эндемиона Диана Пропуск Назначает ему свидание И находит его спящим Актеон это узнает от Фионы Ищет Диану Не спит Наконец видит Диану в источнике Актеон Он фат Апрезавуар Седуи Тарон на яд Луи демонде Л'исторар скандалёс Диан Тарон Медиморфей Этсетара Этсетара Актеон Воа Диан Он девиен Амуре Ла трув Абен Мёр Дан Ла грот Де Теон Набросок Начала поэмы В лесах Гаргафий Счастливый За ланью Быстро и пугливый Стремился Долго Актеон Уже На тихий небосклон Восходит Бледная Диана И в сумраке Пускает он Последнюю Стрелу Колчана Конец Поэмы Актеон Поэма Вадим Из собрания Сочинений В десяти томах Том 3 Поэмы Вадим Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В десяти томах Том 3 Свод неба Мраком Обложился В волнах Варяжских Лунный луч Сверкая Межвечерних Туч Столпом Неровным Отразился Качаясь Лебедь На волне Заснул И все Кругом Почило Но вот По темной Глубине Стремится Белое Ветрило И блещет Пена При луне Летит Испуганная Птица Услыша Близкий Шум Весла Чей Это Парус Чья Десница Его Во мраке Напрягла Их Двое На весло Нагбенный Один Смиренный Житель Волн Гребет И к югу Правит Челн Другой Как волхвом Пораженный Стоит Недвижим На брега Глаза Вперив Не молвит Слова И через Челн Его нога Перешагнуть Уже Готова Плывут Причаливай Старик К утесу Правь И в волны Вмиг Прыгнул Пловец Нетерпеливый И берегов Уже Достиг Меж тем Рукой Неторопливой Другой Витрила Опустив Свычом К утесу Пригоняет К подошвам Двух Союзных Ив Узлом Надежным Укрепляет И входит Медленной Стопой На берег Дикий И крутой Кремень Звучит И пламя Вскоре Далеко Осветило Море Суровый Край Громады Скал На берегу Стоят Угрюмом Об них Мятежный Бьется вал И пена Плещет Сосны С шумом Качают Старые Главы Над Зыбкой Пеленой Пучины Кругом Ни цвета Ни травы Песок Дымох Скалы Стремнины Везде Хранят Клеймо Громов И след Потоков Остащенных И тлеют Кости Пир Волков В расселенных Окровавленных В глазах Уста Чужой Славянская Все В нем К верным берегам Глават Гневом Пучина Ступай А я Мне Путь Иной Старик С веселой Душой Благословляет Славянина Да Сохранят Тебя Перун Родитель Буря Царь Полночный И Световид И Лада Мощный Будь Здрав До Гроба Долго Юн Да Встретит Юная Супруга Тебя В веселье И Слезах Да Выпьешь Мед Из чаши Друга А Недруга Не зринешь В прах Потом Со скал Он К челну Сходит И Влажный Узел Развязал Надулся Парус Побежал Но Старец Долго Глаз Не сводит С крутых Прибрежистых Вершин Венчаных Темными Лесами Куда Уж Быстрыми Шагами Сокрылся Юный Славянин Конец Поэмы Вадим Поэмы Бава Мстислав Агосфер Кирджали Казачка И Черкес Из собрания сочинений В десяти томах Том 3 Эта звукозапись Сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста Посетите веб-сайт LibriVox.org Поэмы Бава Мстислав Агосфер Кирджали Казачка И Черкес Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания сочинений В десяти томах Том 3 Бава Планы Зинзивей осажден Маркобруном Бава слышит и едет Ночью дерется с воинами С лукопером И возвращается Раненый приезжает Рассказывает свою историю Смерть Гведона Темницу Любовницу Побег Взятие его разбойниками Продан Зинзивею На другую ночь Она его сажает на коня Он разбивает войско Зинзивей По наущению Посылает его к Маркобруну Он обокраден волшебником Приезжает к Маркобруну Мельчегрея Влюбляется в него Предлагает руку Бава В темнице Находит меч К нему Посылают палача Он его убивает И выходит вон За ним погоня Он с полканом Разбивает ее Булат Сказывает ему сказки Маркобрун В отсутствие Осаждает город И берет в плен Дружневну Бава На море разбойничает Находит пилигрима Который отдает ему Коня И три зелия Приезжает в царство Зинзивея Оно разряно Едет к себе Убивает Бава На престоле Отца своего Осада Ночь на башне Бой Жених убит Невеста Влюбляется Бава Проводит ночь У нее Открывает Свою историю Царь узнает И высылает Вон Баву Бава Едет вон Из государства Освобождает Разбойника Три службы Старец пилигрим Обкрадывает Его спящего На границах Бывшего Женихового Удела Бойны Его находят Приводят царю Бывав темнице Царевна Его обольщает Он Ее Презирает Она Чародейка Старец Дух Ею Подосланный Бывав Осужден На смерть Первая Служба Он Видит Корабль И едет К себе Буря Корабль Разрушен Вторая Служба Приезжает Убивает Додона Едет К невесте Находит Пилигрима Берет У него Тризелие По сказке Перечень Действующих Лиц Бова Сувор Милитриса Додон Гведон Мельчегрея Дружневна Наброски Начала Поэмы Кого Союзникам И другом Себе Ты выбрал Зиндивей Кто Будет Счастливым Супругом Царевны Дочери Твоей Она Мила Как Ландыш Мая Резва Как Лань Кавказских Гор Зачем Раздался Гром Войны Во славном Царстве Зиндивея Поля И села Зажжены Народ Кипит Гремят Народные Клики Пред Теремом Грузинского Владыки Съезжаются Могучие Цари Царевичи Князья Богатыри Царь Зиндивей Их Ласково Встречает Готовит Пир И Ровно Сорок Дней Своих Гостей Он Пышно Угощает Конец Поэмы Бова Поэма Мостислав Планы План Владимир Разделив На уделы Россию Остается В Киеве Молодые Богатыри Со скуки Разъезжаются С ними Илья Муромица Добрыня Печенеги Нападают На Киев Владимир Посылает Гонцов К сыновьям Дети Его Собираются Кроме Мстислава Илья Едет За ним Встречает Своего Сына Сражается С ним Мстислав При нем Молодые Богатыри Идут На Косогов Мстислав В горах Оставленные Богатыри Разъезжаются Илья Едет Далее Находит Его И везет К отцу Царевна За ними Едет Она Она Пристает К Печенегам Сражения А На Киев Нападают Соединенные Народы Б Боги Языческие Изгнанные Крещением Их Одушевляют Илья Хочет Представить Сына Владимиру Вместе Едут Царевна Косогов Влюбляется В Мстислава Ее Мать Волшебница Старается Заманить Мстислава Мстислав Упорствует Ее Прелестем Она В сражении Его Увлекает Под Видом Косога Убившего Его Друга Превращается Вновь Мстислав На острове Наслаждений Гонец Приезжает К его Дружине Не застает Его Владимир В отчаянии Царевна Жалуется Своей Матери Та Обещает Соединить Ее С Мстиславом Илья В молодости Обрюхатил Царевну Татарскую Она Вышла Замуж Объявила Сыну Сын Едет Отыскивать Отца Илья Находит Пустынника Который Пророчествует Ему Участь России Мстислав Увлечен Чародейством В горы Кавказские На Россию Нападают С разных Сторон Все Враги Ее Мстислав По вечерам Видит Ладию И Деву Конец Поэмы Мстислав Поэма Огосфер В еврейской Безу Старик Закрыв Святую Книгу Застежки Медные Сомкнул Старуха Ставит Бедный Ужин На стол И всю Семью Зовет Никто Не идет Забыв О пище Текут В безмолвии Часы Уснуло Все Под сенью Ночи Еврейской Хижины Одной Не посетил Отрадный Сон На колокольне Городской Бьет Полночь Вдруг Рукой Тяжелой Стучатся К ним Семья Вздрогнула Молодой Еврей Встает И дверь С недоумением Отворяет И входит Незнакомый Странник В его Руке Дорожный Посох Конец Поэмы Агосфер Поэма Кирджали В степях Зеленых Буджака Где пруд Заветная Река Обходит Русские Владения При Бедном Усте Ручейка Стоит Безвестное Селение Семействами Болгары Тут В беспечной Дикости Живут Храня Родительские Нравы Питаясь Трудом И не заботятся О том Как ротоборствуют Державы И грозно Правят Их Судьбой Конец Поэмы Кирджали Поэма Казачка И Черкес План Станица Терек За водой Невеста Черкес На том берегу Она Назначает Ему Свидание Он Хочет Увести Ее Тревога Бабы Убивают Молодого Черкеса Берут Его В плен Отсылают В крепость Обмен Побег Девушки С Черкесом Отрывок Текста Полюби Меня Девица Нет Что же Скажет Вся Станица Я С другим Обручена Твой Жених Теперь Далече Конец Поэмы Казачка И Черкес Поэма Езерский Незавершенная Поэма Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Эта звукозапись Сделана Для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для более Подробной Информации Или регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox.org Звукозапись Сделана Ниной Поэма Езерский Незавершенная Поэма Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из собрания Сочинений В 10 томах Том 3 Над омраченным Петроградом Осенний Ветер Тучи гнал Дышало Небо Влажным Хладом Нева Шумела Бил Совал О пристань Набережной Стройной Как челобитчик Беспокойный Об дверь Судейской Дождь В окно Стучал Печально Уж темно Все становилось В это время Иван Езерский Мой сосед Вошел В свой Тесный Кабинет Однако Шрот Его И племя И чины Службы И года Вам знать Нихуно Господа Начнем Об Ово Мой Езерский Происходил От тех Вождей Чей дух Воинственный И зверский Был Древле Ужасом Морей Калки Язерский Язерский Их древней Старин Из бар Слегает С усмешкой Скажет критик Мой Куда Завидного Героя Избрали Вы Кто Ваш Герой А что Калежский Регистратор Какой Вы строгий Литератор Его Пою Зачем Уже Нет Он Мой Приятел И сосед Державин Двух Своих Соседов И Смерть Мещерского Воспел Певец Фелиции Вытюмел Певцом Их Свадеб И Обедов И Похорон Сменивших Пир Хоть Этим Не Смущался Мир Заметят Мне Что Есть Разность Между Державином И Мной Что Красота И Безобразность Разделены Чертой Одной Что Князь Мещерский Был Сенатор А Николежский Регистратор Что Лучше Ежели Поэт Возьмет Возвышенный Предмет Что Нет К тому Же Перевода Прямым Героем Что Они Совсем Не Чудо В Наши Дни Или Я Не Этого Прихода Или Разве Меж Моих Друзей Двух Трех Великих Нет Людей Зачем Крутится Ветр Во Враге Подъемлет Зачем Арапа Своего Младая Любит Дездемона Как Месяц Любит Ночью Мглу Затем Что Ветру И Орлу И Сердцу Девы Нет Закона Гордись Таков И ты Поэт И Для Тебя Условий Нет Исполнен Мыслями Златыми Не Понимаем И Никем Перед Распутьями Земными Проходишь Ты Уныл Нем Столпой Не Делишь Ты Ни Гнева Ни 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 Но ты не Слышишь Идешь Куда Тебя Влекут Мечтай Ни Ни Тайные Твой Тебе Награда Им Ты Дышишь Оплот Его Бросаешь Ты Толпе Рабы Ни Сует Скажите Эка Эвздор Или Браво Или Не Скажите Ничего Я В том Стою Имел Я Право Избрать Соседа Моего В Герои Повести Смиренный Хоть Человек Он Не Военный Не Второклассный Донжуан Не Демон Даже Не Цыган А Просто Гражданин Столичный Каких Встречаем Всюду Тьму Ни По Лицу Ни По Уму От Нашей Братья Не Отличный Довольно Смирный И Простой А Впрочем Малый Деловой Конец Поэмы Езерский Незавершенная Поэма Поэма Юдив Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Эта Звукозапись Сделана Для Сайта LibriVox Все Звукозаписи LibriVox Являются Общественным Достоянием Для Более Подробной Информации Или Регистрации В качестве Волонтера Пожалуйста Посетите Веб-сайт LibriVox Dot Org Поэма Юдив Поэмы Александра Сергеевича Пушкина Из Собрания Сочинений В Десяти Томах Том Третий Когда Владыка Ассирийский Народы Казни Указнил И Алаферн Весь Край Азийский Его Десница Покорил Высок Смирением Терпеливом И крепок Верой В Бога Сил Перед Сатрапом Горделивым Израил Вые Не склонил Во все Пределы Иудеи Проникнул Трепет И Ереи Одели Вретящем Алтарь Народ Завыл Объятый Страхом Главу Покрыв Золой И Прахом И Внял Ему Всевышний Царь Притек Сатрап К Ущельям Горным Изрит Их Узкие Врата Замком Замкнуты Непокорным Стеной Как Поясом Узорным Припоясалась Высота И Над Тесниной Торжествуя Как Муж На Страже В Тишине Стоит Белеесь Ветелуя В Недостижимой Вышине Сатрап Смутился Изумленный И Гнев В нем Душу Помрачил И Свой Совет Разноплеменный Он Любопытный Вопросил Кто Сей Народ И Что Их Сила И Кто Им Вождь И От Чего Сердца Их Дерзость Воспалила И Их Надежда На Кого И Встал Тогда Сынов Аммона Военачальник Ахиор И Рек И Алаферн Сатрона Склонил К нему И Слух И Взор Конец Поэмы Юдив